Так, для тех, кто смотрит в записи, это вторая часть трансляции XCOM. Попытка перепройти игру в очередной раз. На этот раз не просто на максимальном уровне сложности, не просто без сейвов на Iron Man, но и со всеми галками. Их 21 штука. Прошлые... Было много траев, они были завалены. Сейчас первая миссия, самая первая. У нас неплохой, очень даже неплохой склад. Паникеры, но очень точные. 70-70, 75-80 по меткости. И поехали. Чатику отдельный привет. Ой, не туда, прыгнул сразу же. Не будем торопиться. В первой миссии задача какая? Собрать весь два состава и убить пришельцев. Пришельцев 3 пака, 8 человек, 3 плюс 3 и плюс 2. И они обитают главным образом вот в этой части здания. Так, начнем melt. Самая главная особенность... Поехали! Ну и почему? Я, наверное, раз в 20 уже травил эту миссию. Тут ни в коем случае нельзя идти вперед, потому что просвечиваются стенки, и ты оказываешься под огнем, ну и сразу пулится два, то и три пака. То есть, самый безопасный способ в этой миссии, это проходить по правому краю. Во-первых, потому что здесь есть фуловое укрытие. Во-вторых, паки находятся, как я уже сказал, слева и в центральной части, как правило. То есть, ты спокойно доходишь до этой стенки, если что, используешь вот это вот укрытие, которое фуловое, которое не убивается, не пробивается ничем. И уже доходишь по порциям, пытаешься противников убить в этой части здания. Вот. Но учитывая то, что состав появился именно здесь, я пошел по далеко не самому безопасному, так скажем, пути. Здесь нет фуловых укрытий, кроме вот этой вот хрени. В идеале нужно добежать до этого фургончика и не спулить никого. Ну, это только первый шаг. Так, потом все равно будет сложновато, потому что там тоже окна, там тоже сразу пара паков пулится, а то опять же и три. И будет экшен сразу же. Вижу активации премии на каналах. Спасибо вам за это. Коди поддержал ваш канал на сумму 178 рублей. Понеслась, короче. Ну, успокоительные для паникеров. Да, да. Они реально точные, но с низкой волей. Даже одно ранение приводит к тому, что, как правило, двое бойцов из трех выходят из строя. То есть не проходят проверку по панике. И начинается просто жесть. Кто-то стреляет по своим, кто-то бежит в непонятном направлении. В лучшем случае, во время... А вот и они. Что за шум? Да. Ну, спулили? Вроде нет. Фух, хорошо не спулили. Есть у нас вроде еще один ход. Уходим за фулл укрытием. Блин, спулили. На одну клетку подошел. Надо было в два хода так прямым углом. В два приема обходить. Ну ладно, ничего там сверх страшного не произошло. Потому что здесь, в конце концов, фулл укрытие. И... Собираем состав. Никто никого не видит. Этот только видит, да? Его фулл укрытие. Здесь Overwatch, 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 который не сработает в любом случае. Потому что вижена нет. Да, воля вырастает с миссиями и со званиями, что-то немаловажно. А вот и второй пак. Уже шесть человек. Здравствуйте. Этот подходит, обходит за полуукрытие. А Мелд следующий прямо по курсу за зданием. Так, что мы видим? Этот товарищ уже имеет неплохой угол обзора. И если он подойдет еще на шесть клеток, скажем, вот так вот. Он будет уже с положительной вероятностью по фулл укрытию стрелять. Ну, положительный, так скажем. Это больше 50%, условно говоря. По анимации мы видим, что человек, который увеличивает количество ХП и бездействует, находится вот в этой комнате. Чисто в теории можно отбежать или... Кстати, я не знаю, что по Overwatch. Вполне вероятно, что этот может стрелять уже на Overwatch. Это плохо. Это плохо. Что можно сделать? Можно кинуть гренку, убрать укрытие, пострелять по товарищу без укрытия. Ну, вот так вот мы достреливаем, например, да? Снимаем скамейку. И вот эта мадама с хорошей вероятностью добивает его. Но, эта мадама, она видит, во-первых, уже двоих. Соответственно, ее тоже видят двоем. Нет, Overwatch вроде нет, насколько я понимаю. Давайте проверим. Аркада. Overwatch есть. Да я не... Не было надписи Overwatch. Блин. Как же повезло-то мне, а? На стенке уже нет. И третий пак. Ну, все собрались. 8 сектоидов. На наших 4 человека. У них круче оружие. У них выше точность в среднем. То есть, у них 75 по умолчанию. Короче, это полная хрень, а не трай. Надо валить сейчас использовать то, что... А, и этот обходит, да? До края он добежит. Здесь он не пробежит. То есть, он с фланга меня обойти в этот ход не сможет. Я хочу обойти, по крайней мере, двумя вот в эту дверь зайти. Для того, чтобы они смогли выйти на человека, который бафает. Ну, и для того, чтобы выйти из-под огня и из-под пристального внимания этих брусуков. Поэтому я пробегаю. Да, это мэлт как раз. С той стороны. Ну, убегаем. Ой, ты господи, а. Может, и этим тоже убежать. Не действовать как раз за угол. А, этот же может выйти. Шесть ходов. То есть, точно мы убегаем. Возможно, даже вот так вот. Но лучше вот так вот. Фулл укрытие и за угол. С богом. Восемь человек. Это капец. Оружие у них мощнее, точность у них выше. Их в два раза больше. Класс. Только гранат нет. Что радует. Двое людей накидывают здоровье другим. Восемь человек. Всех считаем. Всех сектоидов надо считать. О, слону привет пламена отдельно. Подожди, подожди, что он написал. Привет, хочешь вместе пройдем? Ослон. Я хочу пострадать один. Спасибо тебе. Я очень часто... Во-первых, хорошо, что ты вернулся. Потому что... Ну, как бы... Ой. Фулл укрытие 35% на точность. Ну, конечно. Я в порядке. Кто-нибудь! Не стреляй, дура. Так лучше. Дурак. Ой, хорошо, что ты кривой. Охренеть. Как он добежал? Как успел? Счет открыт. Да, это был неверный мув, потому что тот товарищ, который бафал, он тут же сменил свою роль и выбежал, и обошел. А все потому, что я спалился тупо. Сейчас меня добьют, я начну миссию заново, и это первый трай на сегодняшнюю трансляцию. Значительно было бы проще, если бы я забил реально на этот состав и пошел бы по правой стороне, тогда бы я не спулил такое большое количество пацанов. А может быть, надо было просто сидеть за этим... за мини-уэнчиком некоторое время. Это тоже рискованно, потому что его могут поджечь, отступать некуда. Там конец карты с почином, спасибо. Отлично. Да, это тренировочное, конечно же. Задание заново. Поляк в команде не к добру. Пше-пше, я согласен. Так, мэлд в той же самой стороне, я действую более аркадным, на фулл пробегаю. Ну, почти на фулл, не дальше, чем солдат самый первый. А вот здесь уже на полшага сделаю, потому что есть шанс, что я в окно уже кого-то увижу. Нет, все тихо. Так, здесь с овервочем. Если кто-то появится, то можно будет и пострелять. Они в комнате тусуют, уже было такое. Да-да-да, в кабинете. Раз, два, три. Слушайте, может я этого к мэлду не подводить пока? Да не, подводи. Доброе. Первый пак из двух сектоидов. На овервоче один стреляет, поляк. Мазила. Ну, сейчас смотрим. То есть это как минимум два пака. Один, это три пака. Короче, я думаю, что надо не высовываться слева, не пулить вот здесь вот лишний пак. А я его с пулю, если выйду на клетку сюда. То есть здесь нужно делать ханкер, скорее всего. И ждать ход. Ждать того, чтобы они подошли, по крайней мере, вот сюда вот куда-то. Да? Да, конечно. Капец. Сейчас по поляку будут стрелять. Минус в том, что состав, за которым я укрыт, ну, под полным укрытием, он разрушается. И, ага, видим, что пошел баф один, баф второй. Тиран, привет. Спасибо, что пришел. К черту тебя. Так, один уже у стены, двое у стены, судя по анимации. Это очень хорошо. Стенку можно снять. Ой, эти обойти не смогут, в общем-то. Ну, короче, смотрите, этот товарищ, если выйдет, скорее всего, увидит эту штуку. Поэтому я бы попробовал им гренку кинуть. Хоть какая-то от него польза будет. Снимаем стенку, снимаем по три хитау двух сиктоидов. У нас пока пять врагов. Этому товарищу тоже особо делать пока нечего. А, и ты тоже никого не видишь, да? Только у тебя трое врагов. Ну, тогда сам бог велел вторую гренку кидать сюда теми людьми, которые действовать не могут. Это Кван. Он получает у нас два фрага. Хванг. Плюсик, плюсик. Три человека осталось. Здесь ханкер точно. Можно здесь на Овервотч. Да, там может движение быть какое-то. Запись идет, все хорошо. Если сегодня снова матернешься, то это трансляция тоже не запишется. Я не ругался в прошлой трансляции. Кроме высказываний типа сучонок. Но это как бы по отношению к сиктоиду. Если он... Блин. Если он пожалуется просто на... На как это оскорблению, понимаете? То... Уже опасно. Твою налево. Во-первых, я не знаю, что там по Овервотчим. Этот гад на шесть клеток уже подходит. Раз, два, три, четыре, пять. И все. И вся моя команда уходит нафиг. Надо убивать правого. Причем... Опять, блин, гранату что ли? Ну, типа гранаты снять. Вот эту хрень. И вторым добить. Я понимаю, что сейчас идет риск. Потому что я по факту остаюсь без... Без ханкердаун. Без... Такого укрытия. Но... Есть хорошая вероятность добить. Заяк, поляк. Семьдесят процентов. Хорош. Поляк плюсик получает. Двое противников осталось. Здесь Овервотч, Овервотч. Опять же, повторюсь, я не хочу сюда выходить. Боюсь спулить пак. Подходят. Гады. Стреляют. Тридцать три процента. Хорошо. И второй действует. Стреляет. Та же самая вероятность. Красавчик. Все. Это второй трай. Закончился у нас. Ну... Соляви, как говорится. Зачем он их помечает? Ну, нам по факту нужно, чтобы у каждого из бойцов было, по крайней мере, по одному киллсу. И в идеале, конечно, чтобы человек с максимальной точностью получил... Да, убей ее, дурында. Получил как можно больше киллсов, чтобы он апнулся еще в звании наверх. Но... Самая главная задача, чтобы у каждого по результату... Взрыв. Отлично. Чтобы у каждого по результату миссии было, по крайней мере, по одному киллсу. Тогда они получат... Из... Новобранца в рядовую... Ну, первое звание, короче, какое-то. Опять мелд там. Молодцы. Может, не суждено играть таким крутым складом Мэйберя? Да ну, вы что? Я хочу. Они-то, по крайней мере, попадать будут. Первые два хода, как вы видите, они дефолтные абсолютно. Потому что, если мы принимаем пару условий, типа, хочу собрать Мэлт и... А все, одно условие. За Аксиому, то как бы надо сюда идти. Вот, первый пак, три человека. Главное, чтобы они... Опа, Overwatch. Отлично. Один пока что. Попадание. Давайте, давайте, подключайтесь, пацаны. Ну, есть еще два Overwatch'а. А кто его убил? Блин. Вот как сейчас разберешь? Все оба будут утверждать, что именно он убил этого сектоида. Так, под вопросом, либо кореец, либо русский. Ну, в смысле... Анна Сидорова или Хванг? Эгл. Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. 100 рублей. Песню ждет успех немалый. Блин. И поет ее Михалыч. Ведь именинник нынче уткин Брюс. Соберись, Михаил. За час миссии, думаю, правимся. Пека. Да, изи. Вот это будет победный трай. Я пошел. Да. Он наш. Поздравляем Брюса с... Нюхай. В инфе же есть килла. Еще один пак. Три человека. Тот три, этот три. Но они вроде... Не, они спулены были тоже. Килсы есть в инфе. Я вот не знал, где Килл Севен Фем. Видим пока одного. Вероятность неплохая. Но опять же, стрелять одним человеком отсюда, это... Это фигня. Азнар поддержал ваш канал на сумму 150 рублей. Пришельцы должны страдать. Вот сейчас дилемма. Я в теории могу пробежать. Опять же, так же туда же. Но... Тут точно два человека. Я хочу просто убежать, пока эти не подошли сюда и не поставили мне в неловкую... Ладно, не надо никуда бежать. Ханкер. Ханкер. Веревоч, веревоч так, чтобы просто не полностью сидеть. Ну, пять человек. Там просто я, скорее всего, спулил бы еще третий пак. А, только сейчас он спулился. Люблю его. Ну, где там кто-нибудь? Как-нибудь... А, вот, все. Ну, все в сборе. Четверо справа, трое слева. В результате. Причем двое из троих слева сидят на овервоче. Подлецы. Подходим вот так вот. Да, вот они сидят, гады на овервоче. Надо сюда прорываться, пацаны. Закидываем сюда гренку одну. Это раз. Ну, тупик ждать, когда подойдут четверо справа. Если вот просто сидеть, то рано или поздно тебя с фанга обойдут. Поэтому я буду прорываться из... Да, но только как-то надо его убить. Понятно, что он без овервоча, но... Капец. Так, не хочу я тратить. Ой, рискуем. Сейчас вот этого будет отхватывать от двоих. Справа идет... Справа идет, как вы слышите, баф. Второй пошел. Также справа. Ну, там четверо людей, как раз двое действует, двое. Так, а это что за хрень? Подходит товарищ. Не стреляет. Вот, подходит еще один. Этот на овервоче. Ну, понятно, сюда гренку, до одного добиваем, этого убиваем. Один ход вроде бы у меня еще есть. Сейчас посмотрим. Ни черта не видим. Ну, я вижу по анимации, он меня еще не обойдет. Этот точно, получается, стреляет. Соответственно, этот кидает гренку. Поляк. В общем, надо сделать так, чтобы еще... Убирать ли меня стенку справа или нет? Не, вредно будет. Поехали. Заик получает киллс. И добиваем того, кто... 64%? Серьезно? А, полуукрытие. Есть. И Соколова Анка получает тоже киллс себе. Но... Там еще один сидит, видите? Раз. А кто его? Один и ав поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Михаил. Да. Спасибо за второй денег с кома. Да, это второй день как раз. Да, прибудет с тобой беса. Да не получится к стоит за трупы твоих леммингов. Да, будет минимальное количество троев. Да получишь ты весь мейлт во всех миссиях. Ханкер. Вырезано цензурой. Ханкер даун. Даун вырезан цензурой. Ханкер даун. Прикольно. Цензура вырезала слово даун. Вырезан цензурой он заменяет. Хорош. Интересно, это у нас Алиска, наверное, так прикручена. Класс. Алиска умница. Умница. Такая она просто шарящая. Ханкер вырезана цензурой. Ну, смотрите, друзья. Я в любом случае сейчас буду получать. Получать больно. И разными людьми. Главным образом товарищем, который стоит слева. Ну, Соколовой Анной. Но справа тоже движух не детская. Там подходит. Вот здесь важно, кто пойдет. Так, этого заливают. Бежит. Дверь, не дверь? Не, не дверь. Стреляет. 35%. Хорошо, живем. Этот подходит, обходит. Ну, вот фактически этот ход мне нужно заканчивать уже. Сейчас он не попадет, конечно. Хорошо. Отсюда надо валить. Здесь у одного, по крайней мере, нету Верлоча. И... Ну, его же надо как-то убивать. Здесь надо пробегать. Капец. Пробежать и при этом этого товарища еще убить. То есть мне нужна граната сюда. Скажем, человек подойдет за полуукрытие. Риск, конечно, дикий. Он фланговать даже здесь... А, нет, он не сможет здесь фланговать из-за того, что этот будет мешать. Ну, допустим, значит, ты подбегаешь сюда, кидаешь гранату в этого. Возможно, ловишь один Верлоча. Хорошо. Остальные все... У меня выбора другого нет. Да, поехали. С богом. Аркада пошла. Так. Уже кого-то обошел с фланга. Прикольно. 80%. Ну, если сюда докинет до обоих гранату... Но не докинет. А, нет, докинет. Хорошо. Но мне эта стенка пригодится. Хотя, может, и не пригодится. Пригоди... А, нет, может, не пригодится. Тут дверь, конечно, мешает. Допустим, допустим. Но нам нужно их двоих убивать. Это понятно. Убивать двоих, пробегать вниз. За, там, всякие... За всякие... Дальше надо пробегать. Ладно, поехали. Снимаем стеночку и у двух по три хита. Так, а сколько народу-то получается? Я только два их убил. Блин. Жесть. Укрытий нифига нет. Сюда я выходить не могу. А почему ты не можешь стрелять? Скажи мне, пожалуйста. Она даже не видит никого. То есть она, типа, должна подбегать... Акудай поддержал ваш канал на сумму 1400 рублей. Акудай. Спасибо за саппорт большое. Значит, смотрите. Я хочу сделать так, чтобы Анна Сидорова с одной стороны постреляла, с другой стороны ее не фланганули. Фланговать будет этот и, может, этот. Если она сюда подойдет, вообще отлично. Против правого. Но этот гад, ее обойти... Раз, два, три, четыре, пять. Но он не подойдет, скорее всего. Максимум до вот этого вот диванчика дойдет. Короче, сюда. Не того ты видишь. Вообще она не... Как так-то вообще? Почему она не видит вот этих вот пацанов? Кажется, это минус еще один трай. Увы. Сюда я не могу, потому что тот флангует. Сюда не могу, потому что укрытия не будет. Граната осталась последней. В теории могу подбежать сюда. Гранатой добить двух. Молиться, что по мне не попадут. Отсюда гренкой могу не достать. Две клетки. Не достану по-дальнему. Тогда я исключу вероятность. Не, давай отсюда. По крайней мере, одного убьем. Грена и второго как-то по-другому. Поехали. Это хванг. Получает киллз. Может, он вижен еще даст? Да, так и есть. Дал вижен. Красавчик. 70%. Сидорова, давай. К доске. Есть, молодец. Сидорова получает второй киллз. В результате, что мы имеем? Мы, во-первых, ушли из-под потенциального фланга справа. Разобрались с двумя ассектоидами. И сейчас я бы одним, по крайней мере, пошел... Ну, его тоже надо отсюда выводить, из этого фланга, да? У него опции на пол. Рофл-йо. Ну, что ж ты делаешь-то? Рофл-йо. Хотя бы... Давайте сейчас человека просто деактивируем. Ну, бас. Так, оскорбление, расизм, снэйк. Ох, деактивировать. Смурфы есть у тебя, друг? Есть. Четыре смурфа. Все деактивированы. Окей. Прикольно. Застрял на какой-то там фазе. Молодец. Значит, ему нужно уходить. Это первое утверждение. Второе утверждение. Он не может уходить на пол хода. Хотя нет, он может вот сюда вот на пол хода уйти. Будет полуукрытие. И он сможет даже с фланга пострелять по дальнему. Кажется. Без фланга. Сорок два. Шестьдесят четыре. Да, постреляем. Все равно делать нечего. Попал. Четыре хита. Ой, молодец. Еще бы убил. Все, их ход. Их получается четверо еще, да? А что-то я не рассчитал немножко. Четверо же их. Я вижу только троих. Вроде нет фланга здесь. Но полуукрытие 50%. Попал. Один хит не страшно. Это тоже фланга нет, но полуукрытие 50 на 50. Так, машина горит. Все, отлично. Я жив. Одно ранение, оно терпимо, в принципе. Отсюда надо точно валить. Только укрытие достойных я не вижу. Можно их кайтануть под овервотч. Блин, вот хреново-то как выходят. Если бы здесь стеночки были, я бы, конечно, туда метнулся. Но я даже самым дальним добегаю только до одного полного укрытия. И как бы это не очень круто. И то там стенка горит, она может сгореть, в общем. Да, стены могут обрушаться. Есть другая опция, на самом деле. Отойти просто за этот фургон, чтобы взрыв тебя не подемиджил и расстрелять того чувака. Он, учитывая то, что по нему нужно, скорее всего, один выстрел, и он под полуукрытием. И у меня 4 трая будет где-то процентов по 50+. То есть я не хочу подставляться под удары этого. Не хочу, чтобы этот меня видел. И машина, которая пусть и взорвется, но она будет служить укрытием, каким-никаким. Вопрос, смогу ли я его отсюда увидеть. Надо кем-нибудь проверить. Одной клетки же достаточно, чтобы... ...не покоцал взрыв. А, после взрыва фургон может стать полуукрытием. Кажется, такие вещи не становятся полуукрытием. Они флоуми остаются. Замелт вроде можно вставать. Так можно, там взрыв просто. Так. Давайте проверим сначала вот так, наверное, да? Нет, вот так скорее. Видим мы его? Видим. 55 меткость. Мне кажется, это мой вариант. То есть я подвожу пацанов сюда. Да. Пытаюсь уйти, соответственно, с линии огня левого и дальнего. И стреляю 4 раза. Но если они не попадут, там все четверо, там никто по разу не попадет, то уж извините. И вот здесь точка мне не очень нравится, потому что он, в теории, может отсюда меня увидит вот здесь. То есть по-хорошему надо подойти сюда, но я не уверен. А давай проверим сначала. Убьем мы его с трех троев. Давай. 55%. Мимо. Ребята, сейчас зависит от 60%. Ну. Попал. Один хит. Чертова русская рулетка. 50%. Есть. Анна, молодец. Убила третий килл с у нее на счету. Ну и теперь можно попроще действовать. То есть, например, встать... Вообще можно свалить вниз для начала, да? Чтобы тот меня гарантированно не увидел в принципе. Можно уйти под ханкер, под полуукрытие сюда. Снизив вероятность тоже 1 к 3. Но учитывая то, что он ранен, я просто, наверное, свалю. Я сюда не хочу идти. Потому что, мне кажется, что тот барсук может... Может... Мне кажется, одной окна клетка нет взрыва. Стенка с полным укрытием. Да я понимаю, но ее... Если двое будут стрелять, ее могут просто тупо пробить. То есть, один стреляет, убивает стенку, второй ваншотает. А он при этом ранен. Он не должен вообще ничего... Достаточно, говорят, на одну клетку отойти. Спасибо большое за эту информацию. Она мне реально помогла. Овервотч, с богом. Взрыв. Получится, получится. Подходит и стреляет. Как мы его видим-то вообще? Не, он не стреляет. Отлично. Полное укрытие. Видите, осталось у этого. Сейчас вообще можно с ними перестреливаться. Вижу двоих. Они за полуукрытием. У нас уже численное превосходство. Поэтому, думаю, надо... Надо просто начать перестреливаться. Единственное, что самый приоритетный, это левый товарищ. Потому что он как раз... Ну, мне для того, чтобы по нему стрелять, нужно сюда выходить. А тут овервотч не сработает у него. А где он стоял до этого? Там. Ну, это 12 клеток. У него не может быть овервотчем. Хорошо. Не видит. Дурочка. Тебе как стрелять тогда? С полуукрытием. Так, давай постреляем теми, кто может. Ты, 62 меткость. Фигово. Ну, гранат не осталось. Мимо, раз. 35 процентов. Почему? А, потому что ты ранен. У тебя контузия. 55 меткость на двадцатку снизилась. Блин. Мне надо сюда выходить. На полу... Не хочу. Но я должен его вбивать. Мне фланговать будет. Так, ты на овервотч получается. На случай, если он будет обходить. Сюда придется идти, пацаны. Или поменять их местами. Этого увести сюда. Этого подвести за фулл. И вероятность тогда попасть по тому. Но я его не убью все равно. И потеряю даже шанс на выстрел на 35. Но если я этого подведу сюда, то в случае фейла по мне будут стрелять по этому товарищу оба. Ну, лучше оба, чем фланг. Я пошел. Да. 55, с богом, давай. И ты должен попасть, и то должен попасть. Два хита. Ой, чуть-чуть. Ну, еще овервотч есть страховочка. Я знаю, что сейчас 35 процентов, что это хреновые шансы, что с Польшей у нас отношения теперь не очень хорошие. Но, тем не менее, прошу тебя, попади. Все, с богом. О, только один будет действовать. А эта собака может фланговать. Обходит овервотч. Где? Фланг. На этом траве закончился. И вроде ровненько было, вроде неплохо было, но... Не справился. Сорри, пацаны. Поляки классные ребята. Я согласен абсолютно. Последний раз, когда был на... Там, в гостях, на встрече стримеров у Близзов. Мы общались... Больше всего, наверное, с двумя поляками. Они... Очень дружелюбные, веселые, общительные... Товарищи. А что там? Слон, Слон, Петя. Что? Сорри, а чуть-чуть на этой карте уходи из Визжи. Направо по краю карты здания... Я хочу мед собрать. Я понимаю, что направо проще всего. Там халява, там фулл-укрытие, там комнаты. Ты не пулюшь сразу много паков. Но когда тебе показывают... О, здесь мелда нет справа. Поэтому... Ой, слева. Я иду направо. Мы вчера так играли. Слон, почаще заходи к нам на стримы. У нас тут... Все нормально. Справа реально, там чуть ли не по одному паку. Ты просто пулюшь и все. Все отлично. Так, уведомлялка сломалась, потому что я ушел с страницы канала просто. Сорри. Что там я пропустил? Ереч, 188. Привет, Бобер, удачный стрим. Не забывай, что есть пятый почему-то очереди. Славная гибель. Нет, ты пятый действительно. Потому что Фархим был заигнорен в очередной раз. И как бы это не очень круто. Нет, не буду. Роджер Доджер. Роджер Доджер. Есть, выполняю. Ты действительно пятый. Слона, прочитай. Да, я прочитал начало. Чего? Если сквад 3 плюс 1, один работает приманкой в ханкере, остальные флангуют, убивают баффер. Славясь квадратом, они все вместе. Если же слева играешь, уходи из вижна в конце хода, чтобы не было стрельбы и оверов по тебе. Используй каверы в ханкере, чтобы спровоцировать стрельбу. И не было оверов. Максимально быстро прорывайся за часть дома солдат. Не обошли. Крайняк с такой... Блин, я потерялся где-то в самом начале. Но я попробую, да, попробую. Попробую что-нибудь из этого сделать. Значит, квадрат я запомнил, да? Один приманка, трое обходят. Спасибо. Я все понял. Так, квадрат. Квадрат. Не, в основном практика такая, что как бы там даже лучше не спорить вообще. Тем более он еще, как мне известно, борщефил знатный. Лучше, аккуратней. Твоя цель сохранить всех зачем? Чтобы выиграть. Это первая миссия. Ходи конем. Вот это дельный совет. Вот это я понимаю. Ну что, оставляем одного на будущее, да? Блин. Так, что мне не хочется. Ну, мэлт, как мы видим, здесь в комнате находится. Я бы действительно обвел парочку вот так вот по краешку. Но сейчас уже могу спулить кого-то. Поэтому, наверное, попробую спулить вот так вот. Отлично получилось. Отлично получилось. Так. Проходим. Два хода осталось. Ой, все. А, я в два хода туда-назад. Ну, я вот сейчас точно с пулю. Прям инфо-соточка. Ну и поехали. Прям инфо-соточка. Прям инфо-соточку. Так. Рокировку плюс ферзя на д5. Окей. Ой. Вот сюда, скорее всего, надо будет валить Мне почему-то казалось, что если я захожу и мне хватает ходов, то я точно смогу выйти оттуда Как же я был неправ Как же я был неправ Ну что, пробегать? На пофиг, пока этих не видели, чтобы до тех быстрее добежать Да изи, конечно, верняк, пробегая, тут не будет пока Ну, приманкой уже выступает мадама, которая здесь Можно, конечно, этого на ханкера ставить Но его тупо не видели, поэтому это глупый ход Сейчас все на девчонки побегут Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Постоянно с вероятностью 35%. Почему? Фулл кавер, угла нет фактически. Вот как, 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 как? Я понимаю, что я здесь ошибся, но зачем попадать так сразу? Ну, хотя если на один ход ранения, я, может быть, исправлюсь. Конечно, тяжело будет сидоровый. Да нет, 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 проще, проще говоря. Опять промахнулся на клетку и начинаю торопиться. Пошли уже нервы, все, все к черту. Лети. Бобер, просто весь прошлый год почти не страдал, а карму никто не отменял. Это да, согласен. Ну, постреляйте, друг подружки. Все равно смысла так жить нет. Ну, смотри, какой сидит. Что он сказал до дому, да? Типа я хочу домой. 75-45 вроде так. Вроде по двадцатке кавер дает. Полу-кавер двадцать, фулл-кавер сорок. Сыкунишки. Ну, он сидорова, ничего не боится. И зря. Так, ну... Трай был хреновый. Начинаю с того, что я добежал до Мелдена, но не успел назад. А, телепорт пока еще на голову. Был бы отличным дополнением, если бы я продолжил там как-то с сидоровой. А, да, норм. А ты один остался, бедолага. Начай, заново. Что там? Разбой мой канал трансляции. Это ты тот товарищ, который взял карин, плеер карины и попытался выехать на волне? Такой ты не очень вообще. Ты сам не стримишь, контента нет. Ты как паразит. Конечно, сделать контент на уровне карины, это сложно. Но, как бы, ну... В конце концов, мужик ты или нет? Я не паразит. Ну, найди паразита, который признается в том, что он паразит. Все они санитары, как бы. Или полезные бактерии какие-то. Приносящие пользу и обществу. А по факту... Не очень. О, первый пак. Маленький такой. На овервотч, давай, давай, иди ко мне. Е. Сидорово стреляет. Мазила. Ну, еще два овервотча. Блин, ребят, ушки. Четыре овервотча и... Забейте. Чего вам попадать с 50% вероятностью? Зачем? Пусть лучше стектоиды попадают, правда ведь? Сейчас еще пак спулим. О, не, не спулили. Он выйдет сюда? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Аккурат выходит вообще. Классно выходит. Может, тогда мочкануть? Ну, гренкой и дострелять. Гренкой, скажем, ты снимаешь стеночку. Плюс еще есть вероятность подсветить второго. Где-то здесь, да? Поехали. Давай. Задел одного. Второго увидел. О, а ты видишь. 64. Хм. И ты видишь. Ребята. А ты не видишь. Как я этого-то не достал, а? Так не хочется на первый пак две гранаты тратить. И подходить боязно, потому что есть вероятность их спулить. Ну что, просто... Да, обойдут они в следующий ход. Этот-то пойдет. Все обойдут. Можно спрятаться и наувер... Ну да, спрячься и науверотч, конечно. Нет, выбора особо тут нет. Надо вот так вот подходить. Одного флангуем. А ты чего не видишь? А, видишь. Что-то... А, вон они где. Так тут все-таки гренком. От тебя должно пойти. Так, Куин. Делает минус один. Это Трейси, да? Куин, которая. Сейчас проверим момент. Да, Трейси. Трейси. Раз. Кругляшечек поставили. И постреляем по нему. 70% меткость. Раз. Это поляк у нас. Так, ему тоже kills. Молодцы. Ты овервотч. Оп. И еще один пак. О, овервотч один. Корейский. Китайский, скорее. И второй пак. Вообще весело. Ох, как же они хорошо распределились-то, а? Ну, то есть, для меня это плохо, в общем. Горит. Бэйби, шеи с горит. Что, опять за машину, что ли? Бежим. Господи, так мне не нравится эта хрень. Овервотча там вроде не было. Так. Ты попробуй с фланга обойти. Вот так вот. Есть. Один флангуется. Сидрова Анна стреляет. Мумница. Анна получает kills. А ты у нас не добегаешь. Есть опция, конечно, отступить. Например, вот сюда за фулл кавер. Потому что мы знаем, что справа уже больше никого не будет. Этот не фланганет. А я напротив отсюда смогу на следующий ход неплохо... Ну, я отрежу таким образом их подход сюда. И, насколько я понимаю, значительная часть эллинов именно здесь сосредоточена. То есть, тут один или два. Да, пробежим. Да, пробежим. Начинаю движение. Так. Ты видишь 60. Ты видишь 60. Кто критичнее? Вообще, критичнее, наверное, ханкердаун. Сделать просто и все. Но они цель-то все равно найдут. Они видят Аню. И... И там еще много людей будет по Ане стрелять. Так что, наверное, надо просто перестреливаться, к сожалению. Хотя это и минусовое такое действие. И лучше стрелять по этому потопу, чтобы уменьшить... Ну, хотя вряд ли убьет. Ранит максимум. Два хита снимает. Ну и, собственно... А-а-а! У меня гренка есть еще. А может... Конечно. Что я забыл про этого товарища. Блин, Новоротч. С богом. Сейчас, наверное, самый опасный момент во всей этой миссии. Ну, вот в этом трое, по крайней мере. Потому что у нас сейчас... 5 человек. Аутслэш поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. Держитесь. Всегда рад смотреть твоих икс-чомиксы на нутс. Аутслэш. Остальное почему-то менее интересно. Спасибо за саппорт. Рад, что нравится. И... Главное сейчас выжить. Первый раз промазал. Сейчас будет второй выстрел. Промазал. Очень повезло мне. Ну, и будет еще третий выстрел от этого товарища. А может, и не будет. Будет. Ну, это по-фуловому, насколько я понимаю. Угол, конечно, не самый удачный, но... Но он выживает. Окей. Итак, мэлт прямо по курсу. Машина не горит. Здесь у нас 2 человека. Они вроде стоят в рейнже гранаты. Чисто так, теоретически. Можем... Можем одного подэмэджить и снять укрытие. Ну, близко, кстати. Но это может помочь. Я тогда сниму... Наверное, это правильный ход. Поехали. Раз. Он все равно не найдет себе места, чтобы выйти за... Ну, на выстрел. Три хита сняли раз. Здесь у нас что? Во-первых, товарищ, который бафает, стоит вот здесь вот. И любые попытки выйти за фулл кавер, обернуться флангом. Других укрытий поблизости нет. В шаговой, так скажем, доступности. И это очень не очень. Можно поменять их местами. То есть, например, Трейси пробегает сюда за полуукрытием. Тоже стреляет. Этот на ее место. Так я получу, с одной стороны, дополнительный выстрел. С другой стороны, я получу полуукрытие. И хорошая вероятность, что меня прострелят. Но, если я убегу сюда и сниму, соответственно, этих двух, а вероятность достаточно хорошая, у меня три выстрела фактически для этого есть, то по этой мадаме некому будет стрелять. Еще, конечно, проблема у корейца, потому что в следующий ход его уже флангуют, и, скорее всего, надо сюда переводить. Но это не проблема. Это просто реальность. Он и по-любому из... Да, какая вероятность? 75, 75. Понятно. То есть, три выстрела, чтобы гуфнуть этих. Принципиальный вопрос. Я пробую дополнительный выстрел выиграть или нет? Ну, зависит от того, во-первых, попадет ли этот. По-любому из них. Поехали. Попал, убил, молодец. Корейцу даем еще один киллс. У всех, кстати, по киллсу уже в этом трое. Соответственно, второй вопрос. Попадет ли она? 80%. И тогда нет потребности жесткой в этот ход Сидоровой куда-то бежать. Она может встать на овервотче и попытаться отстрелить того, кто там слева будет действовать. Ну и, в принципе, правильно, да. Сидоровой просто стреляем и все, пофиг. Вероятность хорошая и норм все. Молодец. Анна получает второй фраг. Остается один ход. Сидоровой она... Ой, я, кажется, я зря записал Анне киллс. Это не ее киллс, это Трейси. Ну, уже не принципиально, на самом деле. Овервотч. Осталось два эллиена, насколько я понимаю. Один выходит, попадает на овервотч. Ой, молодец. Попала на единичку, но все равно приятно, что попала. Будет у них два выстрела. Все по фулл каверу. Все. А, овервотч. Даже один выстрел будет. Этот выходит. Кстати, он издалека. У него нет ходов же. А, их трое. Вот в чем дело. Так, ну тут все фулл кавер. Боеготовность? What? Что-то я не понял. А что вы не стреляли, друзья мои хорошие? Есть одна гренка. Она тут особо не помогает. Это опять не стреляет. Два овервотча. Двигаться я не могу. Я могу гренкой снять кавер у этого, да, например? А, и продемиджить я его могу. Наверное, вот оно действие полезное. Он остается за полным укрытием, делает значительно более уязвимым сектоида, по которому стрелять может... Трэйси. Должна стрелять. Лучше из пистолета, чтобы патроны остались. Там все равно хватит любого попадания. Так, секундочку. Шадоу Стейл поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Майкер, спасибо за отличный долгожданный эксчен. Так, значит, там еще был саппорт, сори. Анонса премиума больше нет. Нет, я отключил, потому что там очень много получалось. И так-то пользователь некоторых бесит, что объявляется слишком много доната. И порог доната повысил до 100 рублей, потому что жадный очень. Ну, чтобы просто меньше было негатива, особенно у тех, кто записи смотрит. Им-то вообще на интерактив пофиг. Короче, у нас осталось два сектоида. Один из них раненый, стоит под фулл кавером. Тригон поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Мишкер, имха без лазерного оружия, ты до мехов не доживешь. Удачи и больше траев. Может быть. Вот вопрос, перестреливаться мне или нет. И если перестреливаться, как вот этого поляка провести. Но сейчас он вообще никуда не пройдет, это понятно. Потому что Overwatch сидела. Наверное, перестреливаться. 50% меткости, правда. Но попал. Хит снял только. Да, я понял тебя. Overwatch. Все. Сейчас снова будет риск. Бегут гады. Стреляют гады. А, баф. То есть один выстрел. Так шикарно. Этого мы раздраконим. Главное, вот сейчас не попади. Прошу тебя. У тебя там все фулл кавер. Ни черта не сделать. Да, уходи, уходи и бойся. Стреляет гад. По фулл кавер. 35%. Фух, спасибо, вы великий рандом. Ну, теперь осталось просто мочкануть последнего сектоидом. Мелт еще жив. Тут доступен только... Только пистолет. Здесь будем обходить, наверное, просто. Да? Да-да. А почему мы его не убьем? Четвером убьем, конечно. 60% меткость. Раз. Здесь укрытия нет. Здесь тоже укрытия нет. Блин. Реально могу не убить. 50% меткость. Попадите хоть кто-нибудь. Блин, ну не так попади. Ну... Все, побежали. Аркада пошла. Из пистолета. Прошу. Прошу из пистолета. 56. Это верняк. Это почти... Ну. Ес. Твои же ж первая миссия пройдена. Считай, игру прошел. Вы молодцы. Я знаю. Спасибо. Поехали дальше. Поздравляем. Смотрим на характеристики. Смотрим на роли. Фух. Ну, там был еще один выстрел у товарища справа. Но... Спасибо. Все получили звание. Анна Сидорова. Дымовая шашка. 73 точность. Тяж 77. Снайпер 83. И штурмаж 74. Ну, все точные, в общем-то. Все точные. Мы приступим к работе, как... Молодцы. Так. Фрагменты все-таки для скоупа. Фрагменты все-таки для скоупа. Пар... Нормально пар. На втором ярусе. Доступен. Смотрим, кто у нас из леммингов есть. Вообще никого нет из леммингов. Максимальное и среднее значение 65. Терять людей нельзя. Ну, ок. Сейчас вторая миссия будет. Посложнее первой, которая. А, и... Нужно же медкомплект взять один. У нас же есть один саппорт. Азнар поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Да и есть джиж. Да. Так и есть. Я тоже очень рад. Давайте я быстро распределю имена, учитывая то, что мы так долго проходили первую миссию. У нас все уже готово. Во-первых... Центр управления. 3573. Конечно, паникеры те еще. Так. Первым будет у нас... Фархим за девушку. Далее идет... Трейси Квин. 3983. Снайпер. Кто у нас по списку? Рутони. Пацаны, простите, что я вас такими именами... Кореец. 4177. 4177. Точный хэвик. Доктор Хаус будет. Доктор Хаус. Да сейчас приду, погодите. И штурмаж поляк. 3574. А фамилия его... Рэпс. Рапс. Фух. Поехали. Штурмовик у нас с дробашом будет. Точность хорошая. Я вот не очень люблю ран-н-ган на первых миссиях, потому что, как правило, ты очень аккуратно идешь, а любое сверхпродвижение... Оно чревато полум нового пака. Но пока дробовик оставлю. Фух. Все. Можно было лифт поставить, но это не критично. Поехали. Шесть инженеров. Четыре ученых. Ну, надо шесть инжей брать. Слишком жирно. Очень жирно. Конечно, ученые на старте помогают в исследованиях очень сильно. Но инжей, ну, реально очень много. Да, ведь? Слоун, что бы ты взял на первой миссии, если бы тебе предлагали, например, пять ученых или пять инжей? Ученых же, да, скорее? Мне вот интересно мнение... Опытного товарища. Слон стримит уже, блин. Фух, поехали. Так, ничего не меняем, по сути. Оставляем дробовик. И это миссия с четырьмя паками сектоидов. Поехали. Не забываем, что в отличие от первой миссии у нас появилась, во-первых, ракета. Во-вторых, дым. Меткомплект. Run and gun. И, собственно, снайпер, который сможет критануть. Работаем. Это поезд. У меня что-то плохие ассоциации с поездом. Центр. Рейнджер подходит к точке назначения. Штурм-1 просит разрешения на высадку. Вас понял, Рейнджер. Штурм-1, начинайте атаку противника. Не подставляйтесь. Ну, это не тот поезд, это электричка. Но, да, здесь, конечно, карта, на самом деле, с точки зрения структуры, она довольно простая. Она длинная, снайпер простреливает всю длину, ну, только надо зайти на другую часть. Но я на ней не играл уже, наверное, год. Поэтому, блин. Поэтому, блин. Ладно, штурмовик у нас идет вперед. Никого не спурили уже хорошо. Так, увидели Melt справа. Но сейчас на Melt не надо так... Так зариться. Overwatch. 10 человек в этой миссии. 3 плюс 3, 2 плюс 2. 4 пака. Так, Heavy у нас не ходит первым ни в коем случае. Блин, тут только полуукрытие. А, вот здесь хорошее фуловое укрытие. Хорошо. Уже иду. Уже иду. Ай-ай, кемендер. Ай-ай, кемендер. Ай-ай, кемендер. Уже иду. Melt второй прямо по курсу. Так он меня манит. А это фуловое полуукрытие тоже. Там так фуловое одно. И это фуловое. Типа добежать. Можно, конечно, обойти к этому Melt. Я, как только к этому углу подойду, сразу такой вижен будет, что, скорее всего, откроется мне много интересных вещей. Если Хевика подвести, то в следующий ход я смогу уже рокетом там по... Типа тоже, наверное, нужно подвезти куда-то поближе. Ну и штурмаж, конечно же... Какой штурмаж? Это не штурмаж, Вась. Это у тебя саппорт. Надо их раскрасить будет. Инфо-соточка. Проходим... Раз. Не тороплюсь. Во-первых, они могут сейчас вылезти. Потому что паки же перемещаются, паки телепортируются иногда. Сейчас соберу состав справа. И будем двигаться по левой части. Так. Ждать ли штурмовика? Конечно, ждать. Один ход еще тупим. Как же я боюсь-то, а? Сейчас штурмаж должен первым идти. Меняю... Диспозицию. Подвожу Хевика сюда. Что я пойду... Ну, к Мелду пойду. Тут укрытий нормальных нет. Вот это вот фуловое укрытие. Ну, они в поезде, судя по всему, находятся все. Штурмовик. Женечка, ну ты можешь не это самое... Не шуметь. Увидели пак, увидели мэлт. Они спускаются, обходят справа. Так. Справа у нас есть Хевик. Я думаю, надо уже им... Сюда заходить. Это овервотч. Снайпер будет на овервотч ловить. Это должен отступить так, чтобы его вообще не видели. Тут овервотч, овервотч и овервотч. Смотрим. Давай, подходи. Овервотч снайпера, скорее всего. Или саппорта. Саппорта, скорее, да. Он ближе. Мимо. Черт, промахнулась. Фух. Этот подбегает. Овервотч. Ага. То есть там... Снайпер ни черта не видит. Хевик видит, но меткость хреновая. Двигаться мы не можем, разве что вот сюда обойти. Но он отсюда особо ничего не сделает. Блин, как вот мне не нравятся эти полуукрытия. Отступить я не могу. 50%. Снайпер ничего. 53%. Капец. Ой. Не, ну есть дым, конечно. Можно сделать ханкер даун. Здесь тоже ханкер сделать. Обойти-то они не смогут. Мне нужно, чтобы они до снайпера, по крайней мере, дошли. Пока нет общего вида, я действовать не могу. В поезде есть полуукрытие, да? В курсе. Но поезд еще с разных сторон простреливается. Кайтить я сейчас не могу. Я начну отступать, под овервочек попаду. То есть, либо дым кидать и снижать вероятность. Но это все равно будет один к трем. Можно два ханкера здесь поставить. Дым не тратить. Подвести... Подвести хэвика отсюда. Чтоб по нему не стреляли. Тоже его на овервоч поставить. То есть, снайпер овервоч. Хэвик овервоч. А эти типа в ханкере, да? Или дым и ханкер. Лучше дым и ханкер. Почему? Потому что могут стрелять по снайпу, когда до него дойдут. Да, давай страхуйся лучше. Закрываю дымом, по крайней мере, троих. Здесь сделаю... Ну, стрелять тут смысла особо нет. Разве что по одному просто. Да, давай. Фигня выходит. Блин, рискую какая. Один бездействует. Накидывает хп. Ближнему. О, еще пак. Так, вспоминаем про ракету. Качкуется неплохо. Где овервоч? Есть овервоч. Снайпер. Но он не убьет даже, если попадет. На хэвика надежды добить, если попадет. Понятно. Хэвик. Точность 57%. Попал, но не убил. А он в фулл укрытие стреляет самое главное сейчас. 35%. Фух, пронесло. Так, подходит. Ой, туда ракету можно. И под того, кто бафает. Ну ок. Значит, во-первых, меня интересует вот этот вот товарищ. Он же мог обходить. Правильно? Но проверить там неким. У этого, наверное, надо гранатой его убивать просто. Потому что он за фулл укрытием. Хрен я попаду. Тем более, есть у нас штурмаж, который ничего кроме гранаты кинуть не может. И это практически... Да, тут даже думать не надо. Поехали. Гренка минус один. Пять человек. Уже четыре. Один может обходить. Может, он уже вообще рядом стоит. Чтобы этот момент проверить, я должен подойти к углу. Но тогда я не выстрелю рокетом. Рокетом, правда, я отсюда не выстрелю. Поэтому я хэвиком подхожу к углу и пытаюсь увидеть что-то. Вот они. Один флангуется сразу же. И, наверное, надо мочить, пока есть возможность. Кто еще видит? Ты кого? Ты этого. Пятьдесят три, да? Блин, снайпера надо было вводить. Семьдесят семь. Но это гарантированный гуф просто, если я попаду в семьдесят семь. Убили. Хорошо. То есть осталось сколько получается? Раз, два, три. Двое осталось. Двое, которых мы видим. Дым сейчас спадет. Кажется, надо свалить тем, кто у нас за полукрытием стоит. Да и хэлп здесь тоже пригодится. Там овервоча нет? Нет, это только спуленый пак. Вот это вот со спуленого пака. Этот вроде меня даже не увидит, когда я пробегаю. Будет слишком далеко. Поехали. Так и есть. Значит, ты овервоч, ты овервоч ориентировочно, да? Или снайперам все-таки как-то... Нет, овервоч. Блин, вот сейчас хэвик может пострадать. Пошел баф. Действовать будет, соответственно, тот, кто внутри поезда. Пять хитов. Он видит хэвика. Ой, вот, вот, вот один, про который я забыл. Ой, все. Как меня же пронесло. Не попал сиктоид. И этот еще. Оп, овервоч. Снайпер, давай, 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 давай. Ну. Блин. Русская рулетка. Один хит со снайперки. Блин, сейчас может попасть по этому штурмашу. Вероятность хорошая. И угол, и полукрытие. Забей. Не бегите никуда, прошу вас. Не стреляй! Не стреляй, дура! Ошибка была, наверное, в том, что я штурмовиком просто кинул гранату. Надо было им пройти вот так вот и кинуть гренку. Скорее всего, так. Ну, пацаны, это уже, конечно, фейл серьезнейший им. Снайпер под фул должен стрелять. Я рассчитываю на крит. 63% меткости, правда, но... Тут лучше не придумаешь. Мимо. Овервоч. Тут граната хорошо зайдет. Главное, чтобы они не разбежали сильным. Ну, и главное, чтобы сейчас по снайперу не попали под фул укрытенько. Хорошо. Тут меткость неплохая. 77. Если убьем, сразу будет минус 2. Без патронов тут делать нечего. А, цель не поражена. Ошибка была стрелять хэвиком, поэтому надо было граната и стрелять по этим двум. Потому что здесь убивает только одного. Убивает, соответственно, ближнего. Пытаюсь 96. Но тот все равно доходит и обходит. Если он только не решит спаниковать и убежать. Отступает. Хорошо. Ну, хэвиком в данном случае я бы, конечно, пострелял, если бы у меня патроны были. Но патронов нет. Поэтому я, наверное, отступлю и перезаряжусь. Снайпер вот никого не видит. Ну, тут вопрос овервочи, я думаю. То есть, ты овервочи. Может, не жалеть, сделать рокет. Там еще один пак. Лучше отступить для перезарядки. Например, сюда. Потому что так меня не увидят. И я смогу перезарядиться без выстрела по себе. Тут овервочи. Штурмовика потеряли. Штурмовика потеряли. Ну, тут серия овервочи должна быть, я полагаю. Хэвик возвращается за фулл укрытием. Видит, флангует. Пытается убить. 77, хорошо. Не очень. Он может на овервочи стоять. Можно, конечно, на линию, типа, выйти и пострелять. А где дальний? Дальний. Здесь стоит. Успеет ли он подойти и добить? Может успеть. Если вывести снайпера из пистолета, долбануть. Подавай. Прикольный у тебя пистолет. Хорошо. Здесь овервоч. Там битый остался. Два хита у него. Паскуда сидит на овервочи. Ну, я посижу на овервочи, перезаряжусь заодно. Тем более, что он может сейчас решить выйти. Козлина. Перезаряжаемся по одному на ход. А это уже следующий пак. Ну, тот вроде был в левой части. Тут, причем, еще шумят много. Перезаряжаемся снайпером. Оп, выходит. Да, два хита. Что, еще постреляешь, что ли? Я не постреляю. Видит его хэвик. 70 меткости. Но я не видел овервочи у него или нет. Попал, убил. Хорошо. Это не все еще. Сейчас будет четвертый еще пак. Перезарядка хэвиком. Но под последний пак у меня есть ракета. То есть, это достаточно универсальное решение. Мы знаем, где он находится. И я хочу использовать вот эти вот фуловые укрытия. То есть, сейчас мы обходим. Элги поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Элги. Давно смотрел стримы на ГГ. Все-таки зарегистрировался. Решился. Спасибо за крутой сервис и за стримы, конечно. Пользуясь случаем, передаю привет пацанам в чатике. Наконец-то, наконец-то ты зарегился. Мы ждали этого момента все, все это время. Вот. А по сайту, конечно, я тут не такую большую роль играю. Поэтому разработчикам я привет передам. И благодарности тоже. Да, они кто-то даже и слушает, наверное, сейчас. Хэвика тоже нужно сюда подвезти, потому что он как раз должен иметь возможность докинуть ракет. Вообще, лучше сейчас сильно не разделяться, на мой взгляд. Так, чтобы всегда была возможность шмальнуть из рокета. Снайпер не с винтовкой, но веру вот что-то ошибка. Да, прямо по курсу. Сейчас через это полуукрытие, к флоуму-укрытию, будем подходить. Полуукрытие, раз. Полуукрытие... Блин, нет, не торопись. Мэлт уже и так утрачен, поэтому торопиться вообще нет смысла. Никто еще... Блин, здесь не добежать. Хорошо. Безопасно пока еще. Где-то здесь тусуется. Но вот до этих штук добежим, будет хорошо. Перед тем, как агрить, я хотел бы подвести Хэвика под угол, вот сюда вот. То есть отсюда он как раз сможет кинуть ракет, ну, пустить ракету. Ну и саппорт пойдет вперед. Блин, так жалко, конечно. Подходим. Никого. Снайпер подходит. Хэвик овервотч. Фух, там уже конец карты. Здесь еще фулукрытие. Вот эта точка хорошая тоже, смотрите, внизу. Тихо! Слышали что-нибудь? Да. А, это полуукрытие. Блин. Лечу! Я не тороплюсь, ребят. Мне хватило попроходить первую миссию 20 раз, чтобы не торопиться в этой. И то на ошибался. Ладно, Хэвик вроде на точке, снайпер на точке. Пулем. Да где же вы там, ё-моё! Ладно. Это под следующий ход, чтобы успеть добежать до этих укрытий. Ну, снайпер, ну хорош, ну. Сейчас бы спулин справа, и было бы вообще хохмат. Так, меняемся местами с Хэвиком. Раз. Два. Два. Сейчас саппорт вперед. Снайпер на его место, на оппозицию. Реально, пацаны попрятались. Непонятно, где они там. Видимо, вот здесь вот. Да, длинная карта. Ну, показано прям где. Очень четко показывает. Проходим полуукрытием. Где вы, гады? Выходите по одному. Добегаем уже до второго полного укрытия. А вот они. Да, три сектоида. Уходят влево. Двое. Право один. Ракеты я не достреливаю. Я предлагаю кайтануть их за полуукрытием. Приложение, конечно, клевое. Но здесь нужно ханкер делать. Прострелить твой ханкер. Ну, бас. Так, овервотч. Овервотч. Ну что, какие варианты у нас? Либо полуукрытие, но выходим из поля зрения. Либо ханкер за полукрытием, который разбивается. Капец. Оно разбивается реально. Но полуукрытие это тоже такой хреновый вариант. Можно вот сюда пройти. Будет дальше, чем тут. А второй там где? Он здесь. Ой, дальше даже он. Он вот здесь, он не будет, не дойдет. То есть вопрос в этих двоих. То есть, по сути, наверное, лучше даже вот сюда вот пройти. С богом, пацаны. Пошел баф. Ракету надо сейчас. Ракету на двух будет вообще замечательно. Подходит. Овервотч не срабатывает. Он стреляет. Капец. А где овервотч, я не пойму. Фархим умирает. И это уже гуфчик. И муха не пройдет. У меня даже леммингов достойных на замену нет. Не говоря уже о том, что вторая миссия не самая сложная. Дальше будет жёстче. Чёрт. Чёрт. Не может быть. Продолжение следует... Собрались, пацаны. Надеемся на хорошую команду. Сейчас ставим галки, включаем терминаторы, четвертый уровень сложности. И... ну, главное, чтобы было 65+, то есть среднее значение и выше. Поехали. Новый листок. Начинаем все снова с чистого листа. Давайте, ребят. 65, 60, 65, 70, нормально. Так, эта карта прикольная, кстати. Тут, наверное, краешком лучше уходить. Она не очень большая. По центру очень мало фуловых укрытий. Надо добежать до вот этого двухэтажного... Ну, не двухэтажного, а такой... Грузовичка, фуры. Так. По Мелду, кстати, я не посмотрел, что вокруг. Ну, похоже, я правильно иду. В этой стороне он будет. Состав. Ай-яй. Не такие классные бойцы, как прошлые. Мелд слева по курсу. Но я не гонюсь за Мелдом. Я хочу... Давай тогда. Уже раз добежали. Поехали. Скорее всего, 2-2 будем. Двое подходят. О, кстати, сюда можно. Здесь уже может открыться между... Такой просвет, да. И сразу два пака. А надо было слева заходить. Потому что там ближе. Ты мог спулить только один. Вижу противника. А так сразу два. Пум-пум-пум-пум-пум. И обойти не получится. То есть получится надолго. Но я думаю, это нужно делать. Потому что мы все не поместимся за... За этой фурой. То есть поместимся, но стрелять не сможем. Поэтому я ставлю двух по краям. Скажем, вот так. Машину будем взрывать. А давай. Тут даже двоих доставим гранатой. А, машина не взорвется никак. Машина из фаллаута. Она уже... Так. Будем пытаться простреливать. Ну, лучше прострелить, я думаю. 50 на 50. Такие неметкие товарищи. Прошлая тема была хорошая. Какой-то непостоянный сектоид. Ваш бродя поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Когда берут под такими углами, вдоль стены по вижену или уровнем ниже, то есть по сути оставаясь в укрытии, считается как перебежка. По этой же схеме Авер не срабатывает, если выглянуть из-за угла. Запомни. Угу. Я понял. Мне ранили, но вроде как не... Не такое крит... Блин, не так сходил. Ну, потому что там... Две клетки я потерял из-за того, что мешал другой товарищ. Я должен был сначала им сходить, а потом этим. Аркадию весьма так изрядно. Убиваем сектоиды. Это США. Девушка убила здесь. Вероятность, конечно, дикая. Тут взрыв будет скором. Но взрывается, кажется, только... А, тут же еще стены пробиваются. Давайте ханкер здесь. А ты пока постой, подожди. Бдыщ. Там и стенку могло снести. А, вот у меня сейчас и фланганут. Ну, вроде не должны успеть стрельнуть. Там они слишком далеко были. Понятно. Меня прижали. Понятно. Зажглась еще одна машина. Я вижу товарища. Могу за фулл укрытие пройти. Неплохо. А здесь не очень хорошо. 57. Давай. Попал. Русская рулетка. Это такая... Шляпа. Машина вроде... Эй, как? От Overwatch я не ожидал. Так, ну, вообще здесь можно кинуть, конечно, гренку. Я от машины вроде как, типа, стою... Вообще, я стою на смежной клетке. Нормально ему нужно отойти. Вот так вот. Ну, и хотелось бы все-таки кинуть гренку, потому что тут товарищ, у которого три хита, и плюс еще рядом с машиной вопрос, достанем или нет. Когда он выглядывает, достаем. А так-то нет. Ну, зажжем, в общем, две машины. И этого, может, даже подэмэджим. Полетела гренка. Никого не подэмэджили, только машинки взорвали. Так, здесь пытаться выйти на прострел. Да, давай. Посмотрим, что там доступно. Фланг. Хорошо. 74% мимо. Ну, на этом, собственно, все. На данный момент. Уходят от машины. Стреляют по фулл укрытию. А, нет, баф пошел. Ой. Ну, это несерьезно. Да как? А там взорвалось, и стенки не было в машине. Понятно. Короче, давайте, пацаны, Рея. Причем, Рея не в этой миссии, а в принципе. Потому что мне что-то... Характеристики бойцов не очень нравятся. Галка вносит очень сильно дисбаланс, она непродуманно смотреть 3 дня. Да нет, все будет нормально, я ошибаюсь. Будет хорошая команда. Будет все аккуратненько. Какой смысл начинать со всеми галками, если потом убирать эту галку? Лучше до конца пытаться, но не пройти, чем снова пройти с теми же самыми галками, с которыми ты уже проходил до этого. Какой в этом челлендж? Страдание. Привыкайте страдать. Я уже писал в теме на форуме. У нас гуд гейм, а не какая-нибудь социальная сеточка. Тут не отдыхают, тут страдают. Иначе не выжить. Так, давайте пацанов хороших. Ну или девчонок, главное, чтобы... 80, хорошее начало. 55, капец. 55, 60. Простите, это с этими... Легче в мили вообще идти с такими бойцами. 55, это абсолютный минимум. Так же, как и 80, абсолютный максимум. Но 2,55... Ты-то забей. Летим в Китай, там сейчас не спать. Давай, это тему, пацаны. Штурм-1, ответьте цел. 70, хорошо. 70, неплохо. 80, отлично. 70, уааа, все, моя тима. Это выше среднего. Прям хорошо так. С этими пацанами будем действовать. Эмиссия вроде неплохая. Часто пак бывает здесь, часто пак бывает внутри помещения. Поэтому перед тем, как заходить, я вот так вот сделаю. Будем заходить вот с этого угла. Это одна из квестовых, кажется, миссий. Именно вот архитектура. Правда, не знаю. А, мэлт стоит во дворе. Проверяем, есть ли кто в этом здании. Да. Тресектоиды. Нас встречают у кассы. Разбегаются не сильно, это очень хорошо. Потому что даже этот товарищ у нас минусует хиты у всех троих. Ой, халява какая. Работаем. Это раз. Так, записываем. Бернант первый. Бернант. Если не удастся попасть, всегда есть граната. То есть, по сути, мне нужно подойти и пострелять. Если люди будут мазать, то... Раз. Добегаем сюда. Ну, кое-как. Два, три. Сейчас оценим вероятность. Прикинем, что гранатой мы снимем. Да мы точно снимем гранаты, добьем, если что. Единственное, что стеночку не хочется снимать. Ну, теперь у нас есть типа три выстрела, да? Козлов. Стреляет семьдесят три. Козлов. Получает киллс. Козлов. Плюсик. Ты видишь, только одного восемьдесят метко стреляешь по нему. Это Кумико. Попадает два. Кумико. А вот здесь по-хорошему нужно гренку кидать. Но учитывая то, что вероятность положительная, и он может провалиться по морали, я просто его из пистолета добью. Семьдесят процентов. Давай. Хорош. А это у нас с Украины девушка, да? Анна. Анна тоже киллс. Анна. Плюсик. Второй мелд находится слева, и... Ох, там можно спулить. Нет, наверное, надо сначала вот с этого мелда начинать. То есть проходим так, на фулл ход. Хотя стена может упасть. Вроде не должна. Видим мелд. Слышим сектоидов. Что это было? Да, 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 да. Я бы еще часть пацанов справа подвел, но настолько аккуратно, чтобы меня... Дар поддержал ваш канал на сумму 250 рублей. Сегодня ты убираешь галку, завтра играешь с сивами, а пятницу показываешь сердечки. Да. Только хардкор. Да. После Дарк Сауса, после трех боссов, страха нет. Да. Вражеские войска. Стенка упала, спулили пак, увидели его. Я не понял, а что вы ходите-то? Потому что стенка упала. Капец, у меня там один не в укрытие. Это жесть. Стреляет он потому... Ты в шоке. Упырь сектоид. Попадает с вероятностью 35. И срабатывает еще там какой-то 5% крит. Ну я, конечно, ошибся с тем, что пошел, догадываясь о том, что стенка догорит в следующий ход. И пак меня увидит. Но я не думал, что они в этот же момент будут действовать. Ох, и надо действовать активнее. Видите, мэлт у нас очень быстро. Куда ты летишь? Если он был бафнут, то плюс 25. Да ладно. Точность увеличивается от бафа? Не теряю такую тему. Да не будем, конечно, терять. С этой тимой я навсегда... Я не знал, что баф по хп дает еще... А, баф к криту. По статистике за игру один раз в 35 сейчас кто-то точно попадает. Надо надеяться на удачу. Да. Ладно, Гоуре. Нет, не точно, шанс крита. Понятно. Это ценная инфа. Буду знать, что они опаснее, чем кажется. Ну, тима у нас та же самая. Просто и начало то же самое, на самом деле. В зоне высадки огонь по готовности. Раз. Ой, мэлт, видите, где находится? Главное его не разрушить на первый же ход. Так. Эту миссию мы значительно быстрее, чем предыдущий. Пройдем. Отлично. Сразу же видим. Мед. А там внутри что-то закрыто. Чего, боюсь тогда. Ой, сейчас можешь спулить справа. Василий. Забегаем всеми. Нафига мне полхода тратить, если это закрытое помещение. Так мы просто вероятность добычи второго меда увеличиваем. Не понял. Это куда звук? Второй мед справа. Подходим, берем. Два хода причем. Открываем дверь. Здесь может быть пак, естественно. Здесь, здесь, в этом помещении. Щебечет. Справа. И вот вопрос. Идти ли с к ним сразу или нет? Я думаю, не надо. Лучше... Они могут, конечно, ворваться. Можно еще, кстати, на крышу здесь заходить. Но что-то я к крышам с осторожностью отношусь после гуфа в прошлом. А тоже заходи. Не надо тебе на овервочи сидеть там. Ни к чему это. Есть грузовик. Новое здание там двухэтажное. С крышей. Мелды я пока не вижу. Открываем. Открываем. Смотрим. Есть. Увидели мэлд. Его я бы обошел вот так вот с этой стороны. Потому что там и фулл укрытие. Вот так, да? Давай на крышу тогда. Рискую. Позицию заняли. И еще одного сюда. Здесь я, кстати, не проверял. Ну, пять ходов. Че переживать там? Могут выйти из-за этих дверей. Скорее всего, два пака прямо по курсу будут. Ну, один-то, да, здесь прямо по курсу. Так, здесь мы бежим. Так. Так, ты, подруга, выходить сюда. Можно увидеть задних. Наверное, пока не стоит. А вот сюда подойти, чтобы можно было пострелять отсюда в открытую дверь. Это да. Аккуратненько берем второй мэлд. А вот сейчас я, пожалуй, вернусь в здание. По крыше пройду сюда. Двое по низу, двое по крыше. Как-то так сделаем. Чтобы... Ты возвращайся. Ну, чтобы исключить вероятность того, что дальний пак рано или поздно, пока я буду штурмовать это здание, да, он же может подойти. И вот, чтобы таких сюрпризов неприятных не было, тогда беги просто. Тоже беги просто. А пацаны сверху... Ну, я их боюсь пока подводить. Потому что, ну, вдруг они заметят либо вышедшего из соседнего здания кого-то. То есть пусть пока на овервочи будет. Хорошо, овервочи нет. Здесь мы подходим. Да, давай не будем торопиться. Не открываем пока дверь. Тут проходим тоже по полуходам. Чтобы, опять же, сохранить возможность овервочнуть появившихся пацанов. Главное, чтобы те товарищи, которые на крыше, были в шаговой доступности к... Собственно, к краю крыш. И... Пока этого нет. Так, этот уже добегает. Хорошо, здесь тоже овервоч. Здесь подходим вот так. Овервочи, отлично. Итак. Открываем дверь. Видимся кто это, да? Кто к нам пришел? Три человека. Они не люди. Ох ты ж, господи, один с фланга обходит. Неприятный момент. Я, конечно, его тоже могу флангануть. Вот тут больше вопрос, как я с крыши могу пострелять. Вообще, я с крыши могу и так пострелять. То есть, выходить, этого убивать. Так надежнее просто, чтобы не высовываться под тех двоих. Да, давай. А, окей. Так оно не работает, да? Обойти сможет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сможет. Самая большая проблема, человек, который обошел нас. Мне нужно как-то этот ход пережить. При этом уйти под... Вообще, можно две гранаты. Все равно не получится. Бежать вперед. Это аркада, тем более, что можно вот здесь вот кого-то увидеть. Как убить заднего. Есть полное укрытие, хорошее, мне нравится. Отойти, кинуть гренку в этого. Теоретически, сможет этот его... Да нет, он не сможет его увидеть. А если скинуть с крыши второго? А, он слишком далеко. Ну, тогда вот так вот делаем. Потому что верхние снайпы вообще ничего не могут делать. Ну, они могли бы подойти сюда, но там... Далеко не факт, что я справился бы. Теперь задача... И отступить, и сектоиды добить. Ну, вообще, вот это место хорошее. Тут никак не обойти. Ну, давай, подходи тогда. 78. 8. Хорошо. Как ее звали? С Украины, да? Видел я флажок. А, Анна. Анна получает киллз. Анна видит еще одного товарища, но он ее не обойдет. Здесь бы, конечно, отступить. Наверное, вот сюда, за фулл кавер. Откинутся, Грянка, или не откинутся? Откинься. Если попадешь. Ну, может, там паника будет. Машина загорится. Козло стреляет. Кидает гранату. Ну, в ханкер уходить не хочу, потому что все равно Анну видит. Так, сняли по три хита. Ты на овервотче, ненужном совсем. Не боится, идет вперед. С фланга не обошел. Овервотч, отлично. Ну, с крыши можно уже подходить сейчас. По кому? По ане? Да твою мать. Ну, как так-то? Да. Да. Это жесть. У них там один выстрел, и как бы он... Этот выстрел не мажет, не прощает. А для сектоидов, кстати, я враг. Прикольно. Ну, то есть, выделено красным. Так, у нас есть гранаты, и больше нам ничего не нужно. Блин, собрал два мэлда. Надо, наверное, просто быстро их чистить, и все. Так быстрее Трай в первой миссии пройдет. Хотя первый мэлд с очень... Ну, он быстро очень проходит. Надо, по крайней мере, первый взять. Ну, дичь. Просто дичь, мне кажется. С крыши я намудрил... В этот раз. По факту, два человека, которые были на крыше, ничего не сделали. То есть, совсем ничего. Даже если бы они постреляли по двум подранкам, которые там по хиту остались, было бы лучше. Хотя один кинул гранату. Да, нет ответа. Первый мёд равно мех в первый месяц. Как ты без него будешь? Да, я не хочу без мёда, конечно же. Без мёда жизнь не та. В зоне высадки огонь по готовности. Будьте осторожны. Но я в первый месяц вроде не успевал со стандартным количеством ученых добраться до меха. Вместо последней греи мне нафиг не нужно было по и готовности ставить. Тогда бы они спокойно не смогли так бегать. Да, вполне возможно. Так, тут никого. Мелт я вижу. Заходим в здание. Сразу с рывком. Мог сейчас спулить. Но повезло. Ну сразу за углом там виднелся. Кость козлов. Оп, что это такое? Что ко мне в спину сетлепортировался? Ладно, открываем. Два человека всего. Ну я помнил, что у Мелда очень-очень все не очень по количеству ходов. Флангуют. Но у меня тоже есть кому пофланговать. В принципе, я могу даже вот так вот забежать. Нас тупо больше. Да, давайте Аркадия включим. Главное, чтобы здесь реально пока не было. А то... Зачем ты окно бьешь? Вандал. Вообще не было логики в ее действиях. Брэндон. Брэндон получает минус за окно. Дилемма какая? Мы можем... О, да, убегай. Ваш канал на сумму 1500 рублей. 1500. А-за-за. А-за-за. Я большая стрекоза. Каман. Спасибо за саппорт, конечно. Да, да. Анна получает у нас тоже минус. Минус 2 сектоидом. Два меда видим. За-за-за. За-за. Большая стрекоза. Ой. Так. Ииии... Да. Тут полуукрытие еще. Давай сюда. Что-то я не хочу прям к тому Мелду бежать. Надо, наверное, двоих все-таки вот в это здание пустить. Потому что здесь укрытий маловато справа. Там нет пространства для каких-либо обходов, маневров. И, в конце концов, ходы есть. Как-то там тоскливо сверху. Немножечко. Фух. Опа. Услышали. Топот. Открываем дверь. Никого. Открываем вторую. Никого. Страшновато. Но внутри этого помещения никого нет. Поэтому... Проходим быстрее. Может быть, даже кого-то сюда приджонит тоже. Ой, не хочу сейчас я выходить до открытия двери. Не хочу, не буду. Так. Открываем. Скорее всего, в здании там находится. Как-то медленно бегаешь. Не, дальше подходить не буду. Двое правых уже не смогут помочь. То есть, надо хотя бы до угла дойти. Прямо по курсу да. Но, скорее всего, в здании два пака. Слышишь? Слышишь, слышу. Тут надо уже бежать. Фух, не спулил. Или к машинке уже. Давай к машинке. Уже иду. А, здесь к машинке? Давай. Здесь тоже к машинке. Может, на крышу одного закинуть? Я столько терпел на этой миссии, помню, против летунов. Нам, как раз, из-за крыши. Так, собираем вторую порцию меда. Так, и теперь, наверное, сделаем вот что. Помню, была хорошая практика заходить вот через этот вход, кайтить на хорошее укрытие и выводить на людей, которые стоят на крыше. И я попытаюсь эту практику вернуть. Снова. Вести. Блин, как? Второй этаж, как? Ой, я на полуукрытие. Ой, практика пошла. Ой-ой-ой-ой-ой. Это капец. Просто капец. Что же я наделал там? Такой провал. Помню, сейчас двое будут стрелять. С 50 на 50. Первый раз очень повезло. Фух. Так, от машины отойти. Переходим за фулл кавер. Бор, там один на Overwatch, правда. Мне надо снять там стенку, чтобы его за... Ну, вот так, закидываем. Чтобы те люди, которые на крыше, смогли его снять. Мне, в принципе, здесь стенки не нужны. Они лишние. Двери и стенки. Так что... О, испулили еще пак. Шикардос. Последний. Капец. Такая грязь. Так. Не-не-не-не-не-не. Нет, сюда подбегать уже не надо. Ой, на крыше отсюда смогу зайти, да? То есть чисто в теории. Я отсюда и гранату смогу докинуть. А давай. Ну, на крыше лучше, чем вот за непонятными укрытиями. Да, докинешь ты гранату, конечно. Кому можешь стрелять? 50% фигня, 70% норм. Но урон, конечно, хреновый. Да надо стрелять. Два хита, молодец. А вам надо вообще убивать. Гренку вы тоже не закинете. Ай, красавцы. 70-50. МакГроулинг, стреляй. МакГроулинг получает тоже минус. Как тебе? Бернард, да, кажется, у него имя? Бернард, да, получает минус. Стреляет последняя мадама, 60%. Попадет, убьет, не попадет. Будет очень плохо. Работаем. Убивает. Умница. Умница единичку. Там японское какое-то имя у нее. Кумика, получает. Все по килсу. Так, там осталось еще 4 человека, получается. Выходит один, выходит второй. Стреляет. Ой, наверх. Ой, наверх. Не паникуй. Держись. Молодец. Так, держится вроде, пацаны. Ну, с одним ранением я еще подержусь. Так, а что по гранатке? Спрыгиваем. Сейчас стеночку уберем. Три хита снимем. Ну, там на неделю, наверное, на 6 дней, может быть, я как-то... О, двоей гранатой. Молодец. Светанул по красоте. Так, может, еще тогда грянку туда закинем? По стрельбе тоже неплохо. 81. А сколько стреляет вообще? Двое будут стрелять. Ну, двое, это не так хорошо. Ты не докинешь, точно? До того не докинешь. Если... Там не факт, что овервотча нет. Вот в чем дело. Так что лучше стрелять. По этому 90, по этому 81. У тебя другая... Другой расклад. 62. 70. Понятно. Опаснее, конечно, тот, кто под бафом. Я сначала его пытаюсь этим убить. Хорош. Козлов получает второй минус. А ты стреляешь по тому, по которому... Да. 81. Молодец. Ну, ждем. Действует один сектоид. Два сектоида. Да твою налево, ну... Ай... Хоть и не лезь на эту крышу вообще. Вообще. Крыш вообще это место для снайпера. Ну, у которого есть перк in the zone. Ну, не in the zone, а общий вид. То есть ты его ставишь туда, и тебе пофиг на то, что там везде полуукрытие, что там легко убить. Потому что его тупо никто не видит. А он, благодаря огромному открывшемуся вижену, и тому, что у него есть бонус по высоте, ну и плюс там еще есть перки на снайперов, которые увеличивают и его точность, уменьшают точность по нему. Но делает его в такой позиции сверхточным. Человеком, который в принципе не мажет. Но пока у меня нет снайперов. Пока у меня в руках, видите, винтовочки. И я перезаряжаюсь. Да, крыша зло. Мне тоже кажется, что пока нет достойных перков для снайперов, на крышу лезть это та еще аркада. Тебя видно с любой точки. Фулл укрытия нет. И как бы вот. Словом, вчера на примере баржи доказал, что крыша зло. Убери терминатор и пройди хотя бы тупо со всеми галками. Какой смысл сейвами проходить игру? Сейвами это вообще для девочек. Я надеюсь, что ты не проходил, к скому, ну, не на терминаторе. Следующий трай. Центр. Ответьте рейнджеру. Штурм один. Ответьте ценно. Фух. В зоне высокой огонь по готовности. Будьте осторожны. Шаблон тот же самый. Мелт находится на той же самой позиции, что и в прошлый раз. Пак в здании. Пак в здании. Все под гранатой. Начало очень хорошее. Я бы даже сказал, отличное. План такой же, как и в прошлый раз. То есть попытаться... Ой, главное сейчас справа не спулить. Еще пак не спулил. Попытаться, кинув гранату, убрать укрытие, пострелять по... По выстрелу сделать по каждому из этих головастиков. Сделал так, чтобы стеночка еще выстояла. То есть поближе кинуть. А то эта стенка мне может пригодиться. Поехали. Так, теперь смотрим. Точность очень хорошая. Стенка все равно горит, кстати. Опасно, опасно. Поехали. 87, 79, 76. 87 это раз. Козлов стреляет первым. Получает галочку. Ты стреляешь второй 80 и 80 без разницы вообще для тебя. А для этого есть разница? 70 и 70. В общем-то... О, гуф там говорят. Гуф трансляции. Сейчас посмотрим тех проблем. Сейчас, секунду. Женя, а можно телефон мне? Хорошо. Хорошо. Спасибо. 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 Сейчас сделаю стоп-старт трансляцию. Записи не должна остановиться, поэтому не волнуйтесь. Планово. Вас обновили стрим. Может быть и отпустят. Итак, у нас осталось два хода. Один из них это попытка... Какая у тебя меткость-то? 70. Ну, лучше граната, наверное, закинуть. Особенно, если это не попадет. Понятно, что граната пойдет. Но на последнего, я думаю, тоже надо кинуть гренку. Чем пытаться на... Да не, мне повезет. 70% это почти 100%. Мимо. Плохо. Ну, может, паника будет. Беги, беги, сектоид, беги. Не обходи с флангой. Да, сваливает. Отлично. Что будешь? Урус Брейна день рождения? Блин, что же делать? Да, ему не нужны деньги. И будет его поздравить в скайпе. Так, ну, мы знаем, что есть сектоид. Мы знаем, что стенка падет. Мы знаем, что надо бежать к Мелдум. Ай-яй-яй-яй-яй. Можно, на самом деле, его подсветить и гренкой добить. Блин. А Мелд-то в следующем ходу уже гуф. Стенка упадет. С пулится еще один пак. Как быть там? Тут полукрытие меня не спасает. Все вообще не должны идти вперед пока что. Должен стоять на Overwatch и улыбаться. Ход, по крайней мере. Да, потому что если я сюда подойду, и стенка падает, пулится пак, и меня флангуют. Блин, он не идет. Короче, я пошел, пацаны. Пака справа нет. Ой-ой-ой-ой. Пожалел, гранату называется. Мелд сейчас пропадет. Да, он там. Что там за звук? Да, все, Мелд-минус. Хоть, блин, перепроходи уже. Он на Overwatch может стоять, я сейчас могу... Опа. Ладно, открываем двери. Смотрим, где он притаился. Нету. Да вы издеваетесь. Все двери закрыты. Как такое возможно? Где этот гад? Открывая дверь. Overwatch 1. Молодец. Козлов получает плюсик. Бежим быстро к Мелду. А насколько быстро? Там дверь открыта. Беги быстро все равно. Если мы и второй еще Мелд не доберем, то это будет вообще печаль-беда. Лучше, шевелись! Окей. Альт-О, массовый Overwatch. Окей. Спасибо. Ну, шум опять из дома. Подходим, смотрим. Справа сектой, да вроде не шумели. Надеюсь, на Мелд мне хватит. Да, хватит ходов. Это здорово. Тут подходим за фулл кавер. Альт-О, говорите, да? Нет, это видимо... Это видимо в лонгваре. У английской я имел в виду. Я не написал английскую. Так, Мелд берем. Один из двух, увы. Так, тут в принципе можно, если не говорить о крыше, можно попробовать поделиться на две группы и подойти к... Ну, с другого входа зайти. По крайней мере частичным. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пробно залазь. Тоже ненадежно. Снимается кры... Ну, самое надежное это... Хотя сложно даже сказать. Ну, кроме вот таких вот эллиновских. Но это не эллиновская на самом деле. То есть это эллиновская, но она разрушается. Тут, кстати, вижн с крыши неплохой. На пять это чертова крыша. Я там погибну. Наверное, стоит... Оставить, например, спулить... Одним, а тремя заходить сзади. Самый главный трабл в том, что там пять человек внутри. А учитывая то, что... Ну, хотя гренки могут помочь. Там места особо нет. Вот как раз в этом и смысл, что можно неплохо ворваться. Ну, давай тогда так. С какой стороны пулить? Вот вопрос. На кого? Это с главного входа. Вижна будет больше. Смотрим. Маленький пак. Два человека. Выбегать почти к нашим. Второго пака нет. Это очень хорошо. Открывать ли эту дверь? То есть второй пак, скорее всего, вот здесь где-то, да? А, и это открытое. Там тоже, видите, второй ярус. Хороший вижн внутри. То есть я могу, если зайду, меня могут отсюда вот увидеть. То есть если я открою эту дверь, я могу увидеть слишком много. Слишком, да, слишком много. Ну, во-первых, напрашивается гренка, учитывая то, что их двое. Во-вторых, напрашивается гренка, потому что там укрытие, которое можно разбить. Поехали. Кость козлов кидает, тем более у него есть киллз уже, ему можно тратить эту гренку. Так, теперь, что мы видим? Мы видим горящую стенку. Вообще, можно второй гранатой добить. Тогда, может, откроем дверь, если что, отойдем, отойдем. Оп. Не, никого не спулили пока. Хорошо. Какая вероятность? 70 и 30. Но по-ближнему вроде как... Поэтому вообще 100. 86. А этого никто не видит. То есть, надо, типа, за него забегать. Забегать рискованно. Там ни укрытие тебе, ни гарантии, то, что... Ну, я могу же убежать. Давай проверим так. Если я не спулю пак, то все ок. То есть, забегаем, убиваем этого раз, убиваем второго два. Так, это кто у нас? Девушка из... Кажется, это из Японии. Кумико. Ей как раз киллз и нужен был. Ставим плюсик. Анна должна убить. Она и убьет. 86. Стоп, стоп, стоп. Погоди, погоди. А Бернард? Бернард, во-первых, без киллзов, и у него гранаты нет. Лучше, чтобы он пострелял. Молодец. Бернард получает тоже плюсик. Ну, если что, я сейчас бы гранатку Анной кинул. Все было ок. Остался последний пак из трех человек. Вот они врываются. С ноги Овервоча есть один. Стреляет. Попадает. Молодец. Так, двое. Ой, далеко разбежались. Ну, вообще, этого флангануть можно и без каких-либо вообще проблем, потому что эти товарищи даже добежать сюда не успеют никаким макаром. Поэтому я просто подхожу вот так вот за фулл кавер. Убиваю этого вот так вот. Ну, скорее всего, убиваю. Это был Бернард. А у кого нет плюсов? Вроде как у всех уже есть плюс. Анна под вопросом, кстати. Потому что напротив нее поставлен минус. Что бы это значило? Вообще, в две гранаты можно убить. Если у Анны есть гранаты, у нее есть гранаты. Мы просто подходим и убиваем в две гренки. Чтобы перестраховаться лучше под фулл кавер, проверю, хватает ли сплэш под двоих. Ну, хватает с запасом. И все, убиваем раз. И Анна убивает, говорит, гранат и два. Миссия без ранений, но один мэлт не собран, к сожалению. Слушайте, а может пострелять еще? Я же могу... Сейчас такая мысль шальная ко мне пришла. Ну, дальше посражаться. Попробую убить одного, чтобы остались там сплавы и прочая хрень. Ну, 72 мажет товарища. И это значит придется разрушать все дальше. Готово. Вроде все получили фраги нужные. И первую миссию прошли. Спасибо. Возвращаемся. Смотрим, какие характеристики, какие роли. Какой Бернант, если Брэндон? Дай я... Все равно переименовывается. Все, да. Хэвик. 72. Ой, мораль у меня 57 класс. Штурмовик. 73. Снайпер точно не должен быть. 79 снайпера. И саппорт 83. Точнее, снайпера. Ну, хорошо. Пока и мина давать не буду, потому что скоро вторая миссия, и это... Это забейте. В прошлый раз дал мина, и в результате видите, что получилось. Фрагменты оружия идут первыми. В инженерном берем привычный медкомплект. не забываем, даем этот медикит японочке. Опять не сменить. Куда же ты? Что же ты? Смотрим, что по базе, по постройкам. Пар очень далеко. Командиру, центр управления. Командиру, центр управления. Ну и к центру управления на следующей миссии. Поехали. Террор. Ну, в смысле, террор, это от похищения людей. 5 инжей, 200 баксов или 6 ученых. 6 ученых возьму. Я хочу исследования. Мне они помогают как раз для того, чтобы компенсировать свой низкий скилл, чтобы побыстрее получить скоупы, поскорее получить лучевое оружие и прочее. 6 ученых for the win. Тем более, да, ЮАР, конечно, важен. Важный регион. Поехали. Так. Тут никаких подстроек, кроме штурмовика, который меткий. И, скорее всего, все-таки возьму автомат. Привычнее как-то. Поехали. Что еще там? Советы пошли. Советы еще разок. 5 инжей, это же спутник. Ты не сможешь мех сделать, если состав не изучишь. Почему прицелы, а не мед? Может покрасить сразу? Долго. Инжи, инжи. Не, не, нет. Я буду фейлить. Инжи мне не помогут в бою, понимаете? Быстро, по крайней мере. А ученые потихонечку дадут бафы по... Ну, понимаете. Не бери такие миссии, там 10 плюс сиктоидов, там нет выбора, они все сложные. Чрезвычайные. Теперь отправляемся в Аргентину. Ох. Я помню эту карту. Я на ней отдался в прошлый раз. А, нет. Ой, это вообще классика. Вас понял, Рейнджер. Штурм 1 может приступать к операции. Я помню эту миссию трайл первый. Господи. Она дикая. Короче, смотрите, какая хрень. Во-первых, начало неплохое. Тут два фулл укрытия, все прекрасно. Дальше идет жесть, потому что на стоянке может быть масса народу. Другая масса находится внутри зданий, которые между ними там можно, внутри них можно про... проходить. Короче, это дикая миссия вообще. Очень дикая. Очень-очень-очень дикая миссия. Я пошла. Иди через здание. Да, я через вот этот вот грузовичок и в здание. Будем ориентироваться по звукам, конечно, потому что... Но пока ничего. А, лучше даже вот так вот, скорее всего, чтобы не спулить лишку. Сюда зайдем. Там может быть сразу пак, справа может быть пак, слева может быть... Везде может быть пак. Ой, melt. Отлично. Что, пробуем? Опасно уже. Фух, хорошо. Продолжение следует... Капец. Так, не торопись. Там враги. Открываем. Никому. Обходим. Так, пак из трех. Один направо. Ой, двое там кучкуются. Melt прям рядом со мной. Во-первых, обход. Считаем количество клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Обходит моего. Сразу же. Хэвика точно вот сюда. На будущий Рокет. Это раз. Я бы вот здесь встал, но боюсь, я слева могу с кого-нибудь спулить. Снайпер у меня еще не на фул стоит. Скорее всего сюда надо пробегать. Яричо поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Где? Моя. Славная. Смерть. В бою? В бою. Да, да. Короче. Они будут стрелять. Стеллажи это фулл кавер. Саппорт не видит. Этот видит. Но этот будет отходить куда-нибудь сюда, чтобы его не фланганули. Хэвик возможно на овервотч. Снайпер возможно на овервотч, но мне бы хотелось... Блин, его увезти. Блин, вот правильно сюда. Или просто сейчас на овервотч. Но я могу тогда снайпера гуфнуть просто. Мне безопаснее бежать сюда. Овервотч. Может дым кинуть. Раз я на овервотч стою. Я одним на овервотч стою. Так, ты сюда точнее. Ханкер или овервотч? Или овервотч и дым. Что они будут делать? Этих они не видели. Они будут подбегать ориентировочно сюда. Этот будет выходить. Скорее всего подбежит. Надо было еще раз запоминать, в каком порядке они ходят. Это важно. Потому что если ходят, ты знаешь порядок. И первый, кто ходит, и ты знаешь, что он спалит твоего. Второй, третий будут действовать по другому. Шаблоны. То есть, если они видели штурмоша здесь, а других типа не видели, и не увидят, если этот даже первым походил бы, то они скорее направо будут уйти. А если этот бы спалил, они могли вот в эту сторону двигаться. Короче, хрен его знает, что делать. Наверное, дым овервотч. Самое сейфовое. Хейка, правда, на этот наувер особо... Он не очень точный, но он, по крайней мере, пострелять сможет. Один делает баф. Второй выходит. Фланганул, видите. По кому? Ой, сбил укрепление. Ой, сейчас третий будет ходить. Ой, я попал. Капец, это все. Не попади, прошу. Туман, не попади, не попади. Так, окей. Мэлт два хода. Штурмаж может флангануть этого. Да он, в общем-то, с раннгган мог бы и дальше пробежать. А тут, пацаны, что... Не очень хорошо. Не, подумай, подумай, подумай. Ну, очевидно, вот эта мадама должна двигаться. А где тот стоит? Здесь вот стоит. То есть я его отсюда, типа, с флангом могу убить. Я тебе забегу сюда, я его... Нет, тут мешают эти штуки. Сюда не вариант. Для ракет слишком сильно они засплечены. Хэйвик. Хэйвик может... В принципе, укрытие может снять хэйвик. Вот так вот, например. И заодно, если он снимет вот эти вот штуки, мы можем... Нет, думай, 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 думай. Снайпер не работает. Но снайпер с пистолета может пострелять в этот ход. Не более. А, он может гренку кинуть как раз. Овервочи у них точно нет. А если мне попытаться убить баффера, насколько это реально? Но если я кину гренку и уничтожу ящики и достану по нему, то отсюда его расстрелять может много людей. Но этого тоже надо же забирать. Правильно? Рананган к бафу еще мы сразу минус 2. Во-первых, у меня не дробаш. Во-вторых, нет гарантии, что здесь нет пака еще. То есть, все-таки есть вероятность, что, несмотря на закрытую дверь, здесь может тусить еще один пак. Я добегаю, и это гуф. Ну, дробовик, это, конечно, идея хорошая. Так, сможет ли этот флангануть меня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Флангует. То есть, если я сюда пробегаю, меня убивают. Могут убить. Да? Да. Еще варианты. Остальные варианты это гранаты и минус укрытие. Вот этот товарищ вообще тоже обойдет. Следующий ход. Поэтому мне нужно этих двоих убивать. Блин. Ладно, граната плюс выстрел из пистолета снайпера это гарантированно гуф-1. Но... Не, не гарантированный. Потому что это укрытие не уйдет. Хэвэй мэлт, беги. Здесь тоже опция. Типа перегруппироваться и ловить на овервочем. Да, пока овервоча нет, возможно, это даже самый лучший вариант. Так, по крайней мере, будет работать снайпер. Да, пожалуй, вы правы. Снайпер выходит на позицию. Это будет овервоч. Ты, скорее всего, вот сюда идешь. Ты подходишь, берешь мэлт. Главное, чтобы хватило ходов за угол. Хватает ходов за угол. Ну, можно было и сюда убежать. Нет, сюда нет. Здесь тоже опасно, потому что... Собираем мэлт. И за угол. Точно? Может, все-таки лучше сюда? Да какое там тебя обойдут? За угол. Штурм будет терпеть. В общем, сильно терпеть будет. Ой, не надо так делать было. Как же я сейчас рискую? Давай ханкер здесь. Тут овервоч. Кто-то овервоч. На следующий ход дальше. Я бы дальше убежал, если бы... Ну, то есть даже не с угла. Подальше на овервоч, чтобы они лезли. Но раз штурм у меня только до угла доходит... Это, кстати, один из самых хреновых сейчас вариантов. Фул укрытие. Стреляет. Угол очень острый. Это плохо. Но мне везет, он не попадает. Второй вроде не должен даже добежать. Хотя он может увидеть левую подругу. И увидит ее. А как ты... Так, ребята, валим. Валим. Снайпер видит, в общем. Не видит. И хэвик тоже не видит. Ну, понятно. В общем, сейчас мы отступаем двумя пацанами. Овервоча нет. Отступить надо так, чтобы... Чтобы когда этот подойдет к этому углу... Я, кстати, могу дальнего убить. Почему я только его не вижу, непонятно. То есть я хотел сейчас снять хэвиком. Вообще эти хорошо стоят. То есть правый товарищ их не видит в принципе. Так, а если овервоч, то куда? Сюда опасно. Тот увидит. Сюда. Тоже опасно. Короче, штурмовик не играет сейчас. Либо он отходит сюда под фулу, кидает гренку. С надеждой... Ну, его тогда здесь видят. Это не выманивание называется. Нет, надо бежать просто штурмовиком. Увы. У тебя практически та же история. Надо уходить за фулл-укрытием. Ну, или вот так вот сделать. Ну, тогда я могу спулить слева. Блин, капец. Как же ограничено. Ладно, давай сюда. Выходит, два овервоча. Меня не видят. Два овервоча-то мало на двух врагов. Но правый вроде не должен действовать. Я должен бежать, попадать на овервоч. Давай, один на снайпер не будет овервочить. Блин, мимо, капец. Ну и сейчас он будет стрелять. Попадает. Хит снимает. Так. Ну, этот гуф. Гарантированный. Это там гренка. И плюс... Может даже без гренки. Но я хочу гренка и выстрел, чтобы у меня был следующий овервоч. Там же второй подходит. Можно, кстати, его подлечить. Шансы небольшие. Так, давай-ка штурмовиком подойдем. Блин. Ай, хэвика тоже надо отводить. Может вообще за фуловые укрытия отступить? Этого я убиваю в два хода. Ну, то есть в два действия. С очень высокой вероятностью. Но там же еще двое. Причем, как видите, баф это не было. То есть дальний уже подходит. Он где-то должен быть уже вот в этом районе. И этот. То ли он стоит на овервоч, то ли он уже вот за углом приближается. Этого я тоже не знаю. Поэтому если они сейчас выскакивают и начинают так же палить по мне, а я так близко нахожусь, это очень плохо. Поэтому я не хочу здесь хэвика оставлять. Но с другой стороны у меня выбора это не так много. Вот это вот, кстати, дурочка тоже надо как-то... Может, убежать реально? Кто-то хоть и полуукрытие, наверное, по крайней мере, стрельнет разок. Нет, тут выйдет из-за угла и начнется канитель. Так, ладно, давай ты подходишь вот так вот, кидаешь гренку. Снимаешь укрытие. Заодно можешь там укрытие справа. Может, мы заденем там сектоидом. Не заделим. О, увидели зато. Увидели, видим. Видим, пацанам. Так, снайпер видит двоих. По-дальнему 39%. Я задумываюсь о ракете. И это первый пак, капец. Из четырех. Он за фулл укрытием. Гренка туда... Кстати, может, реально гренка просто снимем с него? Мы можем еще второго задеть. Гренка не достает. Он на Overwatch может ставить сейчас. Так, снайпер 79 по этому. 40 по этому. Потому что фулл укрытие. Ну, то есть, 79-79. Это не действует никак пока. Ну, в теории я могу сюда подбежать и пострелять еще. Вообще, хэвика можно... Ну, там же еще третий. Блин, что же я несу? Опять. Опасно. Ладно, мы убиваем, допустим, снайпером этого. Мы отступаем сюда на Overwatch. Саппортом. И что мы делаем? Хэвиком. Ханкердаун. Ханкердаун тебе не поможет, потому что снайперы уже засветили. По нему будут стрелять. Снайпер может отступить и с пистолета пострелять по-ближнему. Не факт, что он отсюда достанет. И дальше у него вижны не будет. Если тот оттуда выходит. Ой, как же все тяжело-то, а? Не взорвем мед. Да, да. Ладно. Допустим, я выхожу сюда саппортом. Да, да. Стрелять могу поэтому. 83. И стреляю. Поехали. 83. Ну, когда попадать-то будем? Я видел. 59 хэви. Хэви может отступить. Да толку от отступления практически нет. Разве что, если выскочит отсюда, то мне будет... А мне пофиг все равно, даже если он выскочит оттуда. Потому что все равно флангуют этого. Хэвик 59 по этому, либо дать снайперу с ракет по этому. Лучше хэвиком сначала выстрелить по этому. Ладно, поехали. А может, гранатку? Нет, не гранатка. Не гранатку. Из пистолета 79 по сектоиду убили. И остается два человека у нас. И сейчас будет жесть. Потому что сейчас минимум стреляют по снайперу. Не стреляют. Отлично. А, и этот далеко достаточно. Он вроде как не успеет... Еееее. Ну, сейчас, я думаю, надо мочить того, кто бафает. Тот стоит на овервотче. То есть, подходим сюда, снимаем защиту с того. Кидаем гренку просто сюда. Стараемся закинуть. Закидываем. И снайпером убиваем. Отлично. Блин, как же решают слежение за позициями? Надо внимательнее смотреть. Так, это первый пак. Хорошо, ракеты еще есть. Снайпер с высокой вероятностью 79% убивает этого барсука. Можно было из пистолета тоже. И умирает, соответственно, и тот, кто справа. Окей. Это был первый пак. За Мэлдом я не побегу. Лучше сейфово дойти до сюда. И отталкиваться уже от... Привет, костюм. Перезаряжаемся. Оп, новый пак. Овервотч есть один. Козлов стреляет. Попадает сразу минус. Хорош, Козлов. Так, на ней разбежались довольно классно. Мэлд. Ох, где мэлд. Близко как. Так, нас уже флангуют. Снайпер не работает. Тридцать три. Да. Вот поэтому я не хотел никакие раннганы делать. Потому что противник может появиться вообще откуда ни возьмись. Я, наверное, буду кайтить на снайпа. А этот не сможет меня обойти. Но он туда, в принципе, не пойдет. Скорее всего. Откуда ты знаешь? Не знаю. Ну, я бы увел, конечно же, в хэвика отсюда. Тарас. Возможно, вот сюда вот как-то. Можно, кстати, ханкер сделать. Подставить его и сделать ханкер. Ну, чтобы на него агрелись. Правда, раненый немножко. А если сюда? Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Флангует? Нет, не флангует. Или четко флангует? Четко не флангует, кажется. Нет, давай сейфови. Сюда и вместо ханкера, например, сделать новер-вотч. Новер-вотч. Тебе надо свалить. И тебе нужно свалить вот сюда и овер-вотч. То есть мы выводим козлова. Или оставляем козлова под ханкером, чтобы тот по нему стрелял. Этот полезет, но непонятно куда полезет. Самое плохое, если он полезет вот на Соколову обходить. Ну, я сделаю ханкер с Богом. Посмотрим, как будет действовать. Вообще, этот может бафать просто. Не, бежит. Выходит овер-вотч снайпера. Давай, давай, родная. Может. Еще пара овер-вотчей. Блин, как я волнуюсь-то, а? Еще овер-вотч. Вот, четыре. Молодец, умница просто. Так, это четвертый. Этот подошел, и у него овер-вотч, судя по ходам. Ну, конечно, типа, можно взять и... ...его обойти. Но я рискую испулить пацанов на площади. Здесь я подойти не могу из-за овер-вотча. А что он может сделать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сюда, да? Можно вот так вот сделать. Перекрыть, так сказать, ему. Можно гренку кинуть. Нет, вариантов много. Вообще, можно пострелять по нему. Потому что двое... ...двое по нему стреляют. Двое-то мало. Как бы мне его на овер-то выманить? Дальше. То есть мне нужна позиция снайпера такая, чтобы он... ...она реально стреляла. Или выбрать такую позицию, чтобы контролировать обход. Но тогда по ней постреляют по самой. Ну, есть еще опция кинуть две гранаты, повторюсь. Это довольно простое решение. Он-то сам, на самом деле, сейчас ничего сделать не может, кроме как обойти к снайперу. То есть ключевой сейчас вопрос, куда девать снайпера? Я могу перевести ее сюда и сделать ханкер, например. Для того, чтобы решить проблему, по крайней мере, на этот ход. И здесь будет... Сколько шагов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Он никак не обходит. Делаю перезарядку хэвиком. Здесь ханкер даун. И тут, наверное, тоже ханкер даун сделаем. Ну, не хочу я, чтобы... Если он подойдет, он может стрелять. Это зачем мне это? Хоть я и за фул укрытием, но к чему? Кажется, слева обходит, судя по звуку. Но я его не вижу. Он за машиной и может фланговать. Может на овермотче стоять? Надо сюда подходить. Не вижу. Блин, он за этим грузовиком. Капец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И овермотч меня тут не спасет. Хэвик, насколько он может уйти? Не сильно может уйти. Надо убирать, типа, снайпа сюда. Блин, какая ересь. Не, можно, конечно, врубить раун и гаун. Можно добежать вот сюда вот. То есть, если мы думаем, что... А, мы никого не спулим. Б, что он после этой машины зашел сюда и включил овервотч. И, С, что мы с пулемета его убьем. Но с пулемета нам не обязательно его убивать. Нам достаточно только нанести ему хотя бы единичку урона. А это гарантия. Но я не уверен в том, что я никого не спулюм. Вот. И поэтому самое сейфовое... А если я спулю, я, скорее всего, теряю штурмовика. Всем овервотч. Тогда он поэтому будет стрелять. И овервотч какой делать снайперу, если она с угла будет. Задача наша сделать так, чтобы он вышел сюда. А выйти он может по одной простой причине. Если здесь не будет хэвика и здесь не будет снайпера. Вот в чем дело. Понимаете? Всем овервотч это глупость. Потому что овервотч не сработает, когда он подойдет к углу. А угла ему хватит для того, чтобы по мне пострелять. Так он, конечно, тоже может стрелять и будет стрелять. Но, по крайней мере... С Богом. Мне кажется, он слева сейчас будет выходить и стрелять по хэвику или снайперу. И он сидит на овервотче. Окей. Какие опции? Так, мы можем попасть под овер. Так, мы можем попасть под овер. Ну, я посижу на овервотче еще немножко. И поприслушиваюсь. Да, он слева у машины стоит. Да, да. Или это новый пак. Да, это может быть пак. Предлагаю кинуть гранату туда, для того, чтобы проверить, в какой именно части машины он находится. Снять укрытие у этой машины и спровоцировать на выход. То есть, я предполагаю и по звуку, и по его действиям, что находится здесь. Либо с угла, либо... Ну, скорее всего, с угла. Я закидываю сюда гренку. Поехали. И смотрим. Скотина, его там нет. Да как так-то? Ну, либо он за этим углом находится. Либо он свалил просто. Граната в молоко. Он у кабины. Ну, вот, пожалуйста, в кабине никого не было. Ох, надо снова подходить сюда. К кабине. Выглядывать из-за угла. Ну, раз его здесь нет, надо подходить. Двигаюсь к точке. Собаку, он свалил просто. Так, мелод уже утрачен, так что забиваем на него окончательным. Это второй пак. Еще два полных. Ну, и остатки от этого. Он слева. Хорошо. Вот он. Overwatch. Heavy cam. Хорош. Просовчик. Ну, я должен был перестраховаться, на самом деле, этой гранатой. Он мог там сидеть на Overwatch. Такое уже сто раз было. Так, ну, теперь заходим в помещение. Постегонечку. Будем проверять офис. Что это было? Как будто какой-то звук. Ну, не было ни фразы, что был какой-то звук. Как же они меня стремают, эти сектоиды. Рептилира поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Да его не могло там быть. Ты когда указываешь солдату, куда бежать, если там кто-то сидит, то на точку нельзя указать. Она заблокирована. Понятно. Ну, таким образом можно вообще всех сектоидов на карте найти, но это не совсем честно. Так. Значит, добегаем. Что мне здесь интересует? Вот это огромное здание. Там два входа, да? Можно, кстати, обойти. Вот здесь, кажется, комфортнее. То есть, одна группа здесь, другая обходит. Там и фулл укрытие есть, и все там есть. Так, я уже могу спулить пацанов. Так вряд ли. Это тоже возможно. Подходим, подходим. Поехали. Фух. Слева на стоянке, пак. Слева на стоянке, пак. А я не в позиции. Либо я возвращаюсь сюда и пулю их. Надо так сделать. Потому что здесь машина хорошая, которая не взорвется уже никак. Единственное, что... Да, и здесь фулл укрытие есть. Короче, надо... Да, давайте сделаем так. Штурмаж сюда. Хэвик сюда. Снайпер куда-нибудь сюда. Ну давай, вперед. Да-да-да-да, вперед. Можно подлечить, но я не хочу. Вдруг стабилизировать придется человека. Так, дальше план следующий. Хэвик выходит на точку, откуда сможет закинуть ракету. Саппорт, перезарядись. Ты стой, будешь стрелять, но... Но лучше подойти сюда, потому что... Потому что отсюда здесь поближе будет немножко. Хотя и режим похуже. Ты пока овервотч. Пока овервотч. Сейчас еще перезарядка и штурмовиком пойдем вперед. Штурмовик до пикапа до зеленого бежит. Пулит пак, возвращается назад. Перезарядка. Овервотч. Винтовочка. Овервотч. Овервотч. Два пака, ребята. Два пака. Это не шутки. До пикапа побежали. Никого. Никого. Вынужден подходить. Там хорошее укрытие и красный пикап. Это единственное, что даст двойное двойное укрытие. Так, ты сюда. Не хочу хэвиком сначала так делать, потому что понятно. Ну, теперь просто подбегаем тогда. Блин. Вторая миссия. Команда не очень хорошая по точности. Половина карты зачищена. Едем дальше. Машина за машиной. Никого. Снайпера надо подводить тоже. Но не на этот ход. Слева синий пикап, что я не заметил. Туда снайпер отлично встанет. Опа. Далеко, далеко. Слышим. Так, снайпер подбегает. Еще ход. Не тороплюсь. Не надо. Там уже тоже конец стоянки. Там большой... В общем, выход в сад. подбегаем подбегаем штурмовиком к красной машине и... Теперь ничего. Ё-моё. Выполняю. Что это было? Все к красной машине побежали. Или... Давай-ка штурмовиком попробуем сначала крайнюю вот эту точку за фулкавером чекнуть. Там, правда, горит что-то, но вроде дамаг-то не наносится. Да, спулили. Пак из трех сектоидов был спулен. Так. Полный вижен есть. Они меня не обойдут, они меня не пробьют. Я убегаю за фулкавер остальными. Провоцирую на... на подход на этих пацанов. Ты... Ханкер. Овервоч. Овервоч. Смотрим внимательно. Пошел баф. Правый крайнего левого. Вообще ракету надо юзнуть при удобном случае. Этот подбегает к краю. Не стреляет. У них овервочи. Находится на таком расстоянии, что хэвик ракетой только одного задевает. Поэтому повторяем этот номер ханкердаун и... три овервоча. Давай, подходи. Подходите, гады. Не могу я посмотреть, кто там кого. Потому что они поменялись ролями, да, поменялись. Этот подходит ближе. Правый. Этот уходит и встает на овервоч к углу. Ой, блин. Шесть, конечно. Я жду. Я терпеливый бомбер. Подходит ближе. Подходит, подходит, подходит. Есть контакт. Правда, вижены все равно нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Этот на овервоч стоит. Короче, надо рокет пытаться двоих закрыть вот этих вот гадов. Да, это будет идеально. Ну, потому что я этого фланганут, штурмовика, в следующий ход. Уйти это уже риск, потому что тот центральный вот этот стоит, скорее всего, на овервочи. Потому что он стоял вот здесь, вот ему как раз и... Вот. Поэтому я выцеливаюсь, кидаю рокет по двоим. Надеюсь, не промахнусь. Поджигаю там сразу две-три машины. Отлично, минус два. Еще, может быть, имеет смысл начать быстро обходить снайпером плюс саппортом, например, этого товарища с фланга. Вот. Потому что он может там засесть. Мне нужно его... Так, тут ханкердаун, естественно. тут овервочи будет. Это не последний пак, это не последний сектоид. Так, паника. К нам вроде бежит влево. Ага, не, поближе, поближе, поближе. Ну, хорошо, значит, есть у нас возможность здесь тоже подойти, только аккуратненько. о, тут фулл кавер за елкой. Классно. Блин, надо было посчитать, ему уже хватает ходов. На правую ходит. И я его не вижу. Ну, вот так вот подойду, буду видеть, но тогда, тогда да. Не, лучше вот здесь наверное бежать, обходить его так. раз. Наверное два, вот так. Там может быть пак, может быть. Ну, хотя бы тогда вот так вот. Ханкер. Овер. Овер. Сидит на овере очень паскуда. инфа соточка. Я хочу его вот отсюда обойти и будет вижн. Главное, чтобы меня не обошел справа по зданию. Но вроде шума не было, а вот и шум. Он реально в здании убежал. вот хитрые какие они, а. А его здесь нет. Момент немножко упущен. Направляйся на точку. Мониторю сектор. Буду настороже. обходят. Обходят. Медленно, но верно обходят. Ну или либо это пак. А тот просто сидит на овервочи и не рыпается, а я его не слышу. Ну пробегаем, наверное, да? Можем на овервочи попасть. Не попадаем. Хорошо. Но сейчас можно уже менять вот так, наверное, дислокацию и хэвиком сюда подбегать, например. Потому что мы знаем, что слева он выбежать не может уже. Правда, он может вот здесь вот быть. И есть такая вероятность. Ладно, давай еще последний ход. Будем надеяться, что он как-то себя проявит. Звук с той же самой стороны, что и в прошлый раз. Так, давай вот так вот на ход тогда. Раз. Вижу. Вот он сидит. Подлец. Я его флангануть могу на следующий ход пацанами вот этими и девчонками. Но мне нужен ход. То есть забежать вот так вот. Он на Overwatch стоит. Представляете, вот насколько терпеливый сектоид. Он все это время стоял на Overwatch. Так, подходим так, чтобы не спалиться. Здесь еще разок Ханкер. обойти он меня точно не может. Раз, два, три, четыре, пять, никак. Щебечет. Шумит. А, то есть когда его спалили, он меняет дислокацию. А куда? Куда-то отступил и снова сел на Overwatch. Какие они дикие. Тут ничего. Ёпарес АТ, ну как так-то? Вот как мне за ним догнаться? Такая хитрость инопланетная. надо хэвик подводить. По крайней мере вот так. Да, Overwatch есть риск. Сидит. Сидит. Гоу в аркаду. Вот в том-то и дело, что я могу реально сейчас не выдержать просто напряжение и пойти непонятно куда. И там может быть легко ваншот. Причем вероятность ваншота положительная. То есть больше 50%. Кажется мы здесь не одни. Лево. Ого, выходит. Дверь с ноги и шумит. О, хорошо. Все, проявил себя. Где ты, где ты, где ты? Почему его видит? Вот он подлец. Этим слишком далеко будет и подходить на полуукрытие. Хотя с вланга сразу же. И точно не Overwatch. дилемма. Вот реально дилемма. Я не знаю что делать. Перестрелка с ним с этой позиции не очень. Run and gun из фланга можно. И тогда у меня двое плюс снайпер будет участвовать. Это довольно хорошо. Ладно, главное не спулить. Поехала. Не видит. Твою налево. Далеко слишком. Но он ее тоже не видел. Поэтому можно пострелять по ней уже. И снайпер без Overwatch. Ладно, выходим так. Думаю, надо сидеть Overwatch. Снайпер тоже Overwatch. А вот этим товарищем либо ханкер провоцируя его на дальнейшее телодвижение. Либо типа стрелять. Но типа стрелять типа не очень. Хэвиком подойти. Подойти. Overwatch. Ханкер или не ханкер? Ханкер безопаснее. Ну? Где он ушел? А я терпеливый. Я подвожу хэвиком на точку, с которой можно будет тоже пострелять. И делаю четыре Overwatch. Перерыв. Начай. Ждем его. Выходит Overwatch 1. Давай, давай, давай. Есть три хита, три хита. Сейчас снайпер, снайпер, прошу тебя, прошу тебя, снайпер, попади. Давай, 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 давай. Один выстрел. Козлов еще стреляет. Отлично. Молодцы. Но еще один пак. Ну, какая была долгая эта перестрелочка. О, еще пак. Как вовремя. Давай, Overwatch, Overwatch, пацаны стоят на Overwatch. Ну, ну, так, двое в здании, очень близко друг к дружке. Я ни черта не вижу. Этим надо точно отступать, потому что они тут под полуукрытием. Ну, в принципе, позиция-то неплохая. Снайпер, конечно, с пистоля будет стрелять. Но у них ситуация хуже. Тут фулл кавера вообще нет. И они выбегают на площадь, на которой, ну, никаким макаром не оббегают для начала. Единственное, вот у меня хэвик не работает. Его, наверное, можно поставить куда-нибудь сюда пока что. Да, он тоже никого не видит. Но 4 Overwatch, с Богом. Смотрим, кто где, кто кого, кто бежит. Ка! Вот сейчас не понял. Да ну, ты к черту. Пошел баф. Выходит. должен ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ой, как ёкнуло сердце. Оп, Overwatch. Давай, снайп, снайп, снайп. Нет, не снайп. Мимо. Давайте, ребят, ну, еще двое, но нет, не будут. Overwatch. Окей. Туда нужна граната. Нет, гранаты ни одной. Что, надо сваливать отсюда. Обойдет следующий ход? Скорее всего, да. Ну, с одной стороны, у меня, типа, ой, слушайте, прикольно, у этого полуукрытия, у этого фулукрытия, но из-за того, что угол такой, укрытия, 70% в точности. Прикольно. Я не хочу перестреливаться с ними. Тем более, снайпер не при делах. Стрелять может, могут только двое. 60 и 33, не убьют. У тебя хэвик может выйти. Блин, так не хочется реально перестреливаться сейчас начинать с ними. Ладно, окей. Что они могут сделать теоретически? Дали ничего, этот точно не успеет обойти, этот раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, вот он, не обходит никак. Ну, так отлично. Ты овервотч, ты ханкер, ты просто отступаешь вот так вот, чтобы вижены не было, а снайпер на овервотч. Все. Теоретически, кто-то из этих двоих должен чуть поближе подойти. Оп, подходит, снайпер видит, снайпер стреляет, но снайпер палится. Давай. Долго целилась, блин, я бы уже попал. Их трое клести, если что. Ну, что если бафает кто-то сзади, то вот. Ой, снайпер. Сейчас второй, наверное, постреляет тоже. Да, он видит. Жесть. Как я рискую. Один хит. Так, а третий там стоит на овере. Но я могу, во-первых, пострелять, выйти вот сейчас, флангануть, это раз, стрелять этим, стрелять этим и пострелять этим. То есть, именно сейчас отличный момент для того, чтобы поперестреливаться. Флангуем одного, 57% меткость, но попадаем. Да, минус один. Это раз. Второго. Меня просто обходит следующий ход, поэтому в любом случае я сюда еду. Снайпер стреляет 50%. С повышенным критом. Я верю, удачу. Хорош. Так, остался последний. Ты овер. Ты подходишь сюда и овер. Последний, если кто это остался, последний. Хэвик, по хэвику, скорее всего, будет стрелять. Нет, это скотина глазастая, опять сидит. Ай, 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 ай. Ханкер. Овер. Перезарядка. Овер. Давай, иди сюда, иди сюда. Слышу. Да. Боюсь обхода, пока уберу. давай, выходи. Я здесь не пойду. Там сидит. Слышу. Ты слышал что-то? Знаете, а дома там уже прошло две недели. Бойцы не возвращаются. Уже еда подходит к концу. Жены волнуются. А они сидят и ждут сектоидом. Блин, ну реально нужно ведь. Нужно идти. Я не могу себе... Я не могу... Даже вот эта вот пробежка в треклятке, это риск. Даже вот эта вот пробежка в треклятке, это риск. По нормальному я должен вот этих вот заводить пацанов, потому что звук был справа, эти слишком далеко, они как раз могут позволить себе подойти. Но тоже лучше в два прихода, два подхода, захода. Давай, глазастик. Скотина. Вообще, хэвиком, если звук идет прям четко оттуда, я могу вот сюда вот добежать, до этого дерева. То есть он не должен меня увидеть. А я его увидел. О, какой ты Михаил, молодец. То есть тут такой он... Да. Так, что можно сделать? И главное, как? Перестреливаться с ним хэвиком, занятия, конечно, интересные. Здесь подойти уже не могу, потому что эта дверь закрыта или открыта? Открытая дверь. Вообще, можно сделать овервотча. И он сейчас сам должен выскочить. То есть он может сюда прийти. Я могу не испытывать удачу сейчас на 57%. Но он в другое, в другую комнату пойдет. Чего-то добьешься. Стреляй, Михаил. Для начала стреляй. Может, оно здесь и закончится все. Далее. Можно с Run'n'Gun попытаться добежать, но тут нет нормальных мест. Я на овервотч попаду. То есть тут только одно место, где здесь меня уже прострелят. Так что я подойду в один ход вот так вот. Понятно, что я стрелять не смогу. Обойти он меня не может. Вероятность там 30, блин, процентов, что... Может, здесь посчитать количество ходов и попытаться... Да, попытаться саппортом напороться на овервотч. Вообще, красавчик. гениальные мысли. Нет, он не в укрытии. Он сейчас после нашего хода может даже не стрелять. Он может просто изменить диспозицию свою. Поэтому, возможно, хватит двух овервотчей для того, чтобы... Трех овервотчей. С богом. Но если это скотина, сейчас выстрелит и попадет. Попал. Снял хит. Но мне дико повезло. Теперь забегаем. Может, хильнуть? Имеет ли смысл хилять? Меньше ли будет этот... Ну, я его убиваю, гарантированно. Просто вопрос... Я его должен убивать. Так, тут точность 57, потому что я раненый был. Опять мимо. И здесь run and gun. Да максимально. Не, не меньше. Понятно. Там минус 2 уже хп получается. 98 плюс крит. Готов. Но это ранение. Мы справились, пацаны. По крайней мере, без убитых. Хэвик будет неделю отдыхать. Снято был. Это второй хп был снят. Так что будем отдыхать. 14 дней! Повторяю. Командиру в оперативный штаб. Далью, медаль. Лабораторию. 6 ученых. Сейчас так пойдет разработка. Классно. Командир, отметьте успехи наших солдат вручением медалей за особые заслуги. Получить и раздать медали можно в казармах. Не иди на миссию. Нет, надо идти. Да, миссия там тарелка не такая сложная. Там всего 5 бойцов. Без Хэвика, конечно, очень сложно будет. Ну, то есть, если другой товарищ был, то одно дело. Хэвик это... Ну, вот неплохой. 57-65. О! А как я этого просмотрел? 59-75. Ничего себе. И по ПСИ почти топ, да, получается? И меткость предпоследняя. Оперативный штаб. Да, там сейчас нам покажут, что все плохо. Так, что я хотела? На постройки посмотреть. Может лифт заказать? Да, за 100 баксов, конечно, лифт закажешь. Вырви лучше себе котлован и успокойся. Все, сейчас НЛО. Идем сбивать. Поехали. Да, да, паника, паника, паника. Азнар поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. 100 рублей. Не ослаблять напор. Враг еще сильен. Да, да. Акснарочка может помочь. Кстати, можно именовать уже, потому что это третья миссия. Пара гуф... В смысле, по ролям распределяться. Штурмовик, снайпер, хэвик, лемминг. Сбиваем и на ложку. Это чисто квестовая и на ложка. Маленькая. Два пака по два сектоида и один защитник. Как он там называется, господи. Который жестенький. Гранат побольше взять. Не заходить в тарелку. Убить сначала паки, а потом уже сбили. Да, аплодисменты, конечно же. Высылаем рейнджа. Козлов, Павлова. Молодцы, ребята, молодцы. Так, насколько я помню, саппорт у нас всегда был желтым. Это будет у нас как раз акснарочка. Акснарочка. По характеристикам что? 33-83. Блин, такие вы не очень. 33-83. Ну, по морали имеется в виду. А, еще же нужный саппорт, цвет брони желтенький. Можно прям фуловую какую-нибудь броню, чтобы там была как-то ну, такую вот, наверное. Штурм у нас красный, насколько я понял. То, розовенький. Нет, буду путаться красным. Вот, желтенький. Саппорт у нас желтый. Следующий кость козлов. Штурмовик. Будет, пусть будет это Еричем. 55-73. 55-73. Не точно, конечно. И красного цвета бронька, чтобы сразу было понятно, что это штурмовик. Кажется, есть более красный яркий цвет. Аутслэш поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. Чур, я леминг. Чур, я леминг. Аутслэш. Хорошо. Леминги долго не живут. Значит, так, снарочка лукас это олд слэш. О, у тебя усы какие. Стоп, почему лукас-то? Откуда ты взялся? У меня же леминг нормальный. Вот он. Ты негр. 59-75. Вот, у меня такое имя есть. Переименование бойцов это своего рода еще такая передышка. Беленьким он будет. Беленьким. И, конечно же, Павлова снайпер. Они у нас черные, как правило, были. Анна Павлова. Кому-то, кажется, я там должен еще. Пархин, Рутони. Они все быстро поумирали, на самом деле. Юн, оптимист. Не фанной назвать, может. Так, у нее жапнулись характеристики, да? 27-79. 27-79. Я даже не записываю ее. Шляпа надень на снайпер. Да. Снайпер должен наверное быть черным все-таки. Вот таким вот. ну и может можно конечно надеть шляпу. О! Шляпа последняя. Итак, команда из трех ну более-менее. А почему ты... Стоп. Ты должен быть белым. О! Оно. Так, три гранаты с этот... Поехали. Еще же мэлт у нас. Следующая операция пройдет в Японии. Работаем. У нас четверо их пятеро, но это не самое большое численное превосходство. Вижу мед. мэлт. Штурм 1 к бою готов. Вас понял, рейнджер. Мы присмотрим за вами. Молодцы. Приятно. Хорошо, а то я без команды бы не начал. Так, разворачиваем камеру вот таким образом пока что, учитывая то, что здесь угол, и надо двигаться сюда. Вижу прямо по курсу мэлт, вижу фул укрытие, и начинаю свой путь к меду. есть 7 ходов, отличный запас. Лемминг должен быть где-то рядом. Ну а снайпер пока на овервочем. Надо снайперам киллси поделать, чтобы общий вид был. Непонятное местоположение противника. Ох, тут хорошее место, я помню. Тут фул укрытие, и кажется, чуть преимущество по высоте, но тут надо еще дайте им. Ладно, подкачиваем. Никого хорошо. Занимаем леммингом фул, занимаем снайпером фул. Overwatch, 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 пистолет Overwatch. Слышу справа вроде, да, прямо по курсам. Секту Эдин. Подхожу к Мэлду. беру его. Так, давайте осмотримся вдруг. Во-первых, видим тарелку здесь разрушенную. Вижу второй мелд. То есть мы сейчас сдвигаемся немножко вправо и пробуем сюда зайти. Потому что там и пак, и следующий мелд. Не ходим дальше по клеткам, чем главный разведчик. Время в запасе есть, тем более, что половину меда уже собрали. Поэтому трапецина, трапецина. Учу ил. Учу ил. Мэлд. Имеет ли смысл здесь сразу забираться или нет? Наверное, имеет. позаботишься. Никого хорошо. Отходим раз. Отходим два. Отходим трис. Два пака по два сектуэда. Хэвика нет, только гранаты. То есть только стреляем и только кидаем. Вот к тем камням. Камни же не пробиваются. В общем. Злубы идеально. отлично. Возможно кого-то стоит сюда запустить. Потому что здесь фул укрытие тоже. Да, наверное лемминга я туда запущу. Страшновато все равно. Тут любой шальный выстрел тебе может крест поставить. И тарелка достаточно близко к Мелду. Поэтому надо и этими тоже уходить. Но отсюда я не сагрию. Ну в смысле из тарелки я не сагрию. Мне кажется лучше здесь заходить. Даже может быть отсюда. Но я не знаю сколько там по Мелду по ходам оставалось. Или по низу. А ты все все равно наверх. Аккуратненько. Раз. Аккуратненько два раз. Не хочу агрить в этот ход. Но если здесь я точно бы сагрил. Здесь видите пока еще нет. Я начинаю специально тише говорить что мне сектой не заметили не услышали. Они очень близко. Раз эти не слышат а этот слышит. Наверное. Я так их тоже могу спулить. Какая хрень то по укрытиям. Ладно надеюсь. Ой неудачно спулил. Очень неудачно. Там четыре хода у Мелда. Да я вижу. Так теперь нам необходимо сделать так чтобы они пошли на меня. Этот стоит на месте. Ты подходи с пистолем. Четыре хода. Не торопимся. Есть время. Вопрос куда тебя поставить. Тут везде полу укрытие. Разве что вот сюда обойти. Но ты не увидишь. Но в следующий ход сможешь зайти. Ты можешь спулить пацану снизу. Я думаю не надо нам такого счастья. Для начала давай куда ты будешь убегать. Ты будешь вот сюда прыгать. Окей. Все. Overwatch. Не хочу ближе подходить. Вот хоть убейте не хочу. Два три. Сейчас если они начнут еще друг дружку там да начали. Сейчас у нас будет точная информация о том где кто стоит. Этот подошел подошел вот я бы помнил еще откуда бы он подошел было вообще классно. Ладно следующим ходом он заходит вот так и из укрытия уже видит всех фактически да но если он лишнее движение сделает попадет давайте один Overwatch пожалуй а ты как его тоже увидишь если он сюда сберется да так отсюда он не увидит никого он увидит только если либо сюда заберется либо наверх естественно короче Overwatch 4 Overwatch сейчас должен зайти должен зайти давай заходи наверх наверх на поляну давай скотина пошел баф да он так сидит сидит гад два хода melt на melt забиваем опа он уже не там он уже не там куда они убежали там нет там же там же просто не показалось короче не то делаю не того в глухую оборону поставил опять он там сидит не выходит melt больше нет ну в теории типа надо обходить но на практике мы не знаем где второй пак а нет он пошел уже в другое место смотрите он уже здесь я не слышал других паков и тут кстати у меня не фул укрытием сюда перейти давай раз два это тоже не очень удачно стоит уже потому что в теории его уже могут флангануть снайпера вот не не обойду ну давай выходи выходи да он отходит и овервотч хотя вот сейчас он немножко потерялся он меня не с той стороны ждет аккуратненько пробуем его обойти шаг за шагом шаг за шагом уходим подальше от тарелки снайпера тоже придется подводить он меня ждет вот оттуда судя по тому как он встал у укрытия видим а теперь подошел правильно овервотч но только один 4 хита хорош окснарочка кто-нибудь подержите пожалуйста ее там два человека на овервотч никто не поддержал но этот товарищ уже скорее гуф 63 меткость раз у него может быть овервотч может быть он бежал 6 клеток у него овервотч так ладно докину отсюда гренг докину то есть так снарочка спокойно стреляет 63 процента давай молодец умница так теперь мы можем занять позицию как раз против второго тем более он ход теряет предлагаю зайти повышен дара 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 поехали сюда не хочу там не фул укрытие просто ходим так тэп тэп ханкердаун тут овервотч но они не сработают никак потому что здесь перепад слишком высокий по уровню слышим слышим отступают пистолет overwatch ой спасибо чай классно так ну все кто от нас ждет там я не знаю правда как он где он я потихоньку подхожу любят они прятаться конечно ох ты куда убежал это второй пак это второй пак скорее все это второй пак сейчас у меня заведет к друзьям придется с тремя сражаться или не это он обходит или это из тарелки звук аутсайдера вот и не поймешь куда сейчас бежать если рвуч можно словить но не словил там тарелка и еще один по где-то прям по курсу да то есть я должен подходить теперь вот этими пацанами поближе но здесь нет нормальных укрытий уже о обошел давайте ребята overwatch лембинг стреляет хорош звание получишь он слэш так все хитро какой-то обходил я его обхожу он меня обходит ничего себе ай зачем я так резко хотя мой ход все равно сидят что у нас по предлагаю всем сюда так лембинга вперед он слишком точный тебя нужно уводить вообще подальше потому что ты под полу укрытием и толку от тебя нет снайпер стоит хреново надо поставить его да здесь еще лучше стоит так ну в принципе здесь можно марш-бросок сделать куда-нибудь вот сюда вот знаю что у меня точно не не обойдет никак да давай так допустил саппорта как штурмовика в обход красавчик overwatch тут full и смотрим как они работают до действовать будет как обычно один подходит полукрытием стреляет по ханкер о нет не по ханкер ох по снайперу влепил и опрос это как же рискую как он дошел до снайпер то вообще меткость 30 процентов гренки не хочется тратить потому что осталось хотя три граната осталось можно и потратить если в этом будет какой-то смысл есть хорошее укрытие но раз два три 4 5 и я с фланга не спонга обошли окс на рачке ты сможешь как-нибудь по-хитрому выйти ко второму например ну или к этому с фланга например наверное сюда нужно тебе бежать неплохо 62 если попадет и кто-то поддержит а вот слаж поддержал ваш канал на сумму 300 рублей ты же понимаешь что если меня убьют тебя обвинят в расизме да вопрос не там стоит вы короче смотрите я в любом случае убиваю это двумя гранатами но не хочется тратить гранаты могу акс на рачка и выстрелить тогда если она попадет то это будет плюс 1 граната но до куда достреливаю фига вам хотя до дальнего достреливаю в любом случае достреливаю плюс еще есть еще run and gun а добегать могу ну так себе короче акс на рачка стреляем для начала она может решить вопрос сразу же попадет не попадет блин это сложнее это сложнее потому что сейчас нужно уже думать о гранатах либо ну вот акс на рачка будет под фулл кавером терпеть так но это точно если подойдет кинет гранату достанет до дальнего снайпер может подойти выстрелить если кавер уйдет правда там он стоит за мэлдом как раз арананган докуда до сюда да тоже с гренкой хорошо успеваем по любасу подходим скажем вот так вот а хватит не факт что хватит ходить на фулл надо и кидать сюда увы разрушаем эту конструкцию надо было сначала кидать конечно гранат на макс на рачке стрелять что-то я вступил опять здесь подходим стреляем не не подходим стреляем сначала снайпером с пистолетом подходим что 39 79 давай до 79 чушь ты не попадаешь что болен а гренка то я не достану то есть мне нужно с ранен ган его убивать если не убью это гуф либо снайпер либо штурмача зачем я снайпером вот почему я сюда потому что мог не на лайне быть капец так точно ты не достанешь гренкой вообще никак ранган мне нужен давай до сюда хотя бы я речь пытается спасти я речь прошу тебя 73 процента я знаю надо ну я рассчитану так перезарядка спокойно им вы какая грязь перезаряжаемся идем ко входу нам нужно подвести имеет как минимум две гранаты чтобы они но они в общем то и есть как бы две гранаты дверь вроде не просвечивается уже проверяя неоднократно поэтому подходим я пошла страшно все равно подходить особенно и залез аутсайдер у него 5 хитов у него плазменная винтовка у него 17 или 19 ходов кажется 17 для усик той до 12 у него точность повышенная 90 то есть он не промажет а учитывая состояние армора это губ то есть если он стреляет кто-то умирает поэтому для того чтобы подобных вещей не было нужно иметь во первых пару гранат ведь возможно сделать какой-нибудь run-and-gun дробашь в этой миссии был бы наверное полезнее чем чем моя вот эта вот хрень не ездили граната вместо ранган есть четыре здоровых человека пока здоровых да если сюда он не согрится не должен но близко даже сам этим и здесь лучше пацанов с гранатами ставить у входа как хэвика что чтобы мне нужно было делать дополнительных действий пора надрать им жопу пробуем гренками раз да нормально все просто дверь открылась когда я мимо пробегал чертовы современные технологии задрали они меня давайте а этот не может ходить этот не видит даже я не буду делать ранган я лучше гренку кино к черту все компьютер только не задеть бы господи какая аркада все и снова удача да килл можно было снайпу отдавать действительно надо было это делать ох ты новичкой новичок дымовую чашку чашку шашку получил а здесь еречек опрал штурмовик с перком на дополнительную эту или хорошая реакция 2 уахт тоже второй ответ и вы выстрел но скорее всего разгрузка разгрузка это кажется последний или предпоследний скилл саппорта то есть он может и скоб носить и бронежилет носить на мой взгляд это самое главное вообще имба хотя второе в ручь тоже классная штука как вы думаете что разгрузка дополнительная ячейка или или хорошая реакция может делал 2 ответственность а если первый попал в цель нет разгрузка стабильнее ну сейчас сбагреваем элерией на сером рынке что мне он ближайшее время не понадобится он денег стоит и бойцов казарме конечно хочется взять но это забей разгрузку по имели с патчем прочитаю что она делает опачки два раза можно использовать там что-то разгрузка для броника это не слот два раза больше использования предмет а типа две гранаты неплохо то что думаешь мастерской понятно фрагменты через пять дней я думаю надо лифт строить пока есть возможность хотя 10 дней не такой большой срок но кажется лифт нам будет нужен хотя наверное нет лучше на школу офицеров оставить сколько там отдыхать на тяж 10 дней следующей миссии тоже без него получается а этого не было в прошлый раз снижение паники награды 2 ученых один из лучших астрономов земли атакован пришельцами что это сын мэн и пошли да ладно человек обладает важнейшими сведениями да это обсерватории фигманы человек 12 фигманов с легкими плазмерами с ядом это жесть они миссии не надо я в курсе что такие миссии лучше на уровне когда у тебя уже там более менее лазерное оружие есть сын мэн и у них 6 хитов для начала хэйк у меня гуф то есть я не я не буду в принципе бывает там никого кроме как скритов капец так как где-то еще раз страна бразилия сколько нам интересен этот регион бразилия жалко конечно я жалко жалко деньги лишними не будут нет нет я точно не справлюсь я давеча вот как раз заходил на трансляцию к товарищу какой-то там и кус что-то ну который xcom играет long war правда там большинство миссии похоже и я помню эту миссию и и сегодня посмотрел кусочек там 10-12 фигманов которые падают по скриптам напомню фигманы на то этом уровне сложности а точнее сектоидов жирнее сектоидов полтора раза ну и плюс еще нужно чувака там спасать нет это я хочу еще пожить немножко хотя бы до прицелов дожить все фрагменты оружие отлично цель у нас теперь есть теперь внимательно либо мы берем материалы пришельцев для брони и для там он скорее всего состав нужно исследовать спасибо да что вы порекомендуете то здесь мы получим надо а здесь я не знаю вообще что я не помню что бойцы мэг броню сейфов и мед кто-то говорит состав и меха но мех хорош хорошая штука да и как раз не давайте попробуем состав большой большой я беру две цели ну 1 100 процентов отправляется снайперу а другая кому-нибудь ну не хэвику потому что у него все-таки ракеты и патронов мало оксна рачка или олдслэш оксна рачка мечи будет к старой чек саппорт не так сарочка же саппорт что-то несешь штурмовику что ли нет у него гранат две штучки получается да вот я купил мишень в смысле прицел который никому не нужен строй там раскопалась вроде это ко мне нечего строить нужно строить модуль спутниковой связи но электростанции еще мне нужно школу офицеров забабахать когда следующее звание получу и кстати на посмотреть кто это кто это звание должен получить кого больше всего киллсов 8640 ну 8 соответственно штурмаж штурмаж должен так а можно пожалуйста способности еще разок все предметы с ограничением пока по числу применений можно использовать еще один раз то есть две гранаты у него получается да хорошо ну или два любых предмета которые штурмовик у нас выкачивается капец куда я поп мешайте самый первый x ком что там тебе нужно копить деньги на закупку 69 спутников на три месяца около 1500 или даже больше забудь про мелды пока я понял тогда надо было другое исследование делать так то по крайней мере надо можно взять но посмотрим что там стоит ну да ладно уже оставлю так как есть а нужно мех лабораторию делать не давайте меняем исследование на материалы пришельцев здесь по крайней мере за пол сотни баксов я смогу пару броников делать топа 6 инжей где произошли похищенных или москва за 270 баксов конечно 6 инжей конечно же 6 инжей египет чрезвычайная но это вообще супер количество и они мне как раз уже нужно так смотрим если у нас хэвик четыре дня отдыхать будет едем с лиммингом он саппорт с гранатой штурмовик с гранатой снайпер со скопом и оксна ручка но это все еще сектоиды должны быть по идее как-то мог предатель ты чего москва с москвой деньги мне не спасут инженеры нужны можно этому товарищу учитывая то что у нас две игра грен кидать скоуп нет мало мало людей с с гранатой пусть останется так первый раз владик 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 я понял следующий товарищ будет тобой все уже обижаются полетели да и снайпер надо качать по возможностям это кажется дикая карта вообще открытая и сразу жесть да блин и на не сто лет не играл прошу разрешение на выброску десант капец вас понял рейнджер десантирование разрешаю это жесть а не миссия просто жесть нет нормальных укрытий тут все на открытой местности тут без хэвика с рокетом вообще мой взгляд делать нечего до 2 гранаты видите штурмника автобус обузить я ты имеешь ввиду машину которая слева или который справа большой не факт что это тут добегу нужен для снайпера действительно к этой миссии был общий вид было бы значительно проще вот реально простреливать выбор в общем то из двух вещей состоит либо и иду налево и прячусь за этой машиной бачком бачком к этому мэлду но там там жесть вот если короче их будет сейчас сразу много много разных всех или на право пойти автобус это full укрытие здесь есть еще статуя и кажется да и в еще вот этот вот почтовый или мусорный бак тоже полное укрытие скорее всего просто пойду бачком до автобуса иду к точке бачком бачком и еще раз бачком на право безопаснее конечно ну то есть тут больше укрытий и сектоиды мелод мы его видели сейчас бы наверное тоже обойти по ну можно конечно вот так вот и так вот но вот на этом промежутке я с пули кого-то в центре с хорошей вероятностью может быть еще противники вот здесь будут тоже вариант так что скорее всего попробую раз два и три вот сюда вот как-то зайти наверное посмотрим хорошо пока не спулили никого так обходными путями я пошел мэл прямо по курсу новый через пол машинки а тут по-другому никак следующий ход я автобусом они за да так точно сагрим пожалуй начнем но наверх это вообще халява там будет видно из любого конца карты так я не должен спалиться потому что не с угла хорошо ты что у нас делаешь хочу снайпером там бой побежал что не понял этого сейчас будем автобус права посихоньку обходить и мэл прямо по курсу на крыш конечно хочется залезть но это глупо вообще лимминга надо было вперед пускать ясно еще один ход ясно буду на втором не торопился один мэлт утрачен так ты подходи сюда блин и никого здесь может опада два пака два пака по три человека это капец этот флангует сразу же снайпер не на линии этот полу укрытие надо валить и сюда за полу крыть и валить этим сюда за полу крыть и валить снайпа тоже уводить вообще далеко 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 и вытаскивать их оттуда пытаться вся вот эта вот часть вот все вот что здесь находится в том числе и угол она попадает под удар на следующий ход вот от этих бросаков если конечно не начну закидывать гренки туда и не убью двоих даже если убиваю двоих четверо остаются один работает и гренку я не могу закинуть просто потому что одна из гранат у этого штурмовика то есть по сути если кидаю гренка я здесь остаюсь штурмовиком и как следствие этот товарищ например на 6 клеток подходит и он к флангу как раз про подходит там гранаты это вообще не наш метод если меня конечно была возможность этого как-то отстрелить там еще двое сзади они тоже в следующий ход будут этого обходить что довалить отсюда цены ладно значит штурмовик идет сюда опять поспешил надо было троих оставить а клеммингом бежать к автобусу да ты прав надо чтобы между ними был полный ход а не пол хода так мне два дыма кстати это может помочь может мне реально забить и пойти в эту сторону как раз если мы отталкиваемся от того что трое здесь один здесь и только двое тут так этот флангонет или нет скажи сразу раз два три 4 5 6 флангонет не не флангонет он как раз не флангонет 1 давай еще раз раз два три 4 5 6 а он типа на седьмой клетке то есть этого не обойдут хорошо если штурмовика не не обойдут я кидаю гранату штурмовиком могу накрыть его дымом чтобы было надежней лимин кидает вторую гранату в этих двоих они гуфаются таким образом я за собой оставляю эту часть автобуса то есть мне не нужно от него отходить я получаю full cover и могу от него действовать пытаться как-то дальше да так хорошо гранатами достанешь вообще до туда начнем с этого достаешь 1 и до 100 болеем не достаю я и автобус взрываю хотя может быть это и плюс она взрываем эту часть автобуса ой подскажите автобус как взрывается как грузовик где у нее бензобак как он взрывается капец его к 60 лет потерять если вообще кабина обычно взрывается таких больших как взрывается автобус кто в курсе кабины говорят штурм огурена не кидаю ставь его на овощ зачем только кабину ладно допускаем да что штурм у нас кидает гренку вместе с лиммингом ну чтобы никуда не ходит кидает гренку этот никого не видит он просто убивает ему ходить в общем-то и никуда и не нужно он за full ковром стоит улыбается все ок дальше есть у нас один support который ориентировочно будет кидать дым дым он будет кидать вот сюда закрывать этого и закроет еще лимминга одного но ей самой бы еще зайти по крайней мере вот так чтобы товарищ который выходил он ее раньше времени не заметил и остается у нас еще снайпер с непонятной абсолютно функции сейчас потому что он он не удел ладно поехали то есть там 6 человек верно верно троих мы видим троих мы не видим дальние скорее всего только один будет стрелять этот будет стрелять только один двое будут мертвы вероятность что он обойдет нет вероятность того что он попадет мало из-за дыма окей капец штурмом убей для школы а я понял штурм точно давайте лиммингом сначала кидаем действительно штурм уже название получится 10 киллсов все дела но если выжимем в этой миссии дымовая граната все рассчитал не продумал только вероятность ошибки в действиях это провал а лимминг точно гуф я все равно кидаю гранату штурмовиком потому что надеюсь на то что это должен будет отойти от кабины из-за того что бла-бла-бла капец какой фейла ориентировочно кидаешь дым суши а может ты кого-то добьешь снайп подойдешь и добьешь тебя тоже флангуют сюда может быть когда дым тени будет защищать здесь будет вижен будет вижен по одному точно блин такое дебил просто ну как будет вижен точно отличный вижен супервижен блин сейчас будет фланг и гг с богом это один из трех дальних не действует не добегает обходит это второй стреляет нет баф пошел этих двух лечат но эти трое действует один назад стреляет по но тут с маловероятным не беспокоит вот этот вот убегает да есть же хорошо что он не с фланга ох нет фланга не будет мне не должно быть флаги капец я дебил я не рассчитал фланг но он не попал мне очень повезло так автобус кабина автобуса скоро взорвется машина взорвется жесть очень много битых хочется добить не ну смотрите мы можем прятаться за автобусом если у удалим вот этого товарища удалить его можем гранаты лемминга или обойдя с фланга но это чушь потому что слушайте а он же взорвется сейчас или оно уже взорвалось оно уже взорвалось то есть я его могу флангануть уже сейчас ребят подскажите пожалуйста автобус уже взрывался он нет он не мог взрываться потому что если бы он взрывался это бы сдох уже а по виду как будто взорвался пока не взорвалось говорят говорит не взорвалось капец то есть тема с флангом ну я его могу убить гранатой правильный это раз допустим тут кого увидим 63 маловероятно но если мы например штурмашом отступим кинем гренку то все будет ток чем еще этот вариант хорош тем что мы фактически выводим штурмовика из-под удара значительной части сектоидов снайпер не при делах но я думаю что он в окна то заметит когда кто-нибудь пойдет я надеюсь блин гренов баферов я не добегу до туда плюс это не все там же еще люди к черту гренов баферов а потом что как этого убивать они заметит он низко понятно то есть снайпера можно сюда перевести попробовать дострелять потому товарищу после того как мы гренку не хочется конечно одного тратить это немного не том и здесь тоже но этот важнее враг он может уйти за машину и с фланга меня убить короче кидаем грену достаём естественно только по одному грену это настоящий должна вести урон поехали ну взорвалась уже кабин и дезинформировали штурмовик видит больше остальных дым на следующий ход спадет ой слушайте если кабина взрывалась то я могу снайпером с фланга это фланг это не фланг это не фланг так блин ну я думаю надо отступать штурмовиком куда-нибудь сюда закидывает гренку ставить сюда снайпера стрелять снайпером и стрелять этим добивать то есть бежать сюда кидать гренку снимать полу укрытие знаете что можно еще сделать снайпера подвести с пистолет попробовать добить если получится то просто этого с полу укрытия увести в другое место восемьдесят девять ну давай хорош да ура ну а здесь подходить ставят всего овервотч их много осталось а по факту то сколько их осталось раз четыре человека их там четыре человека из пулиных шести я убил только двоих можно было штурмом через ранан ган фланкнуть плюс отступить это как не понял кого наш ход во первых это очень хорошие новости смотрим где они находятся баффер за фул укрытием тот кого бафует за полу укрытием баффер тут за полу в общем то можно и снайпером пострелять учитывая то что точность хорошая 70 процентов и шанс убить давай 70 процентов прошу тебя крита не попади для начала попади минус 2 отличный выстрел для снайпера отлично повышение получили только что следующий момент осталось двое один за полу укрытием скамейка бафающий соответственно там я думаю что надо а он успеет вообще обойти он не успеет обойти он там может сидеть на овервочи сейчас еще так думай обходить справа рискованно во первых потому что там может мог появиться новый пак его могу спулиться у меня середина хода почему трое как может быть трое если если мы убили двоих здесь раз здесь два потом три и четыре и поле мы пак из два по три кажется надо просто ставить овервочи и улыбаться возможно подойти вот так вот чтобы да чтобы можно было как-то но я думаю что никто никого не болен никаких бафов нет никаких бафов нет собаки весь мэлт потрачен но как бы вы понимаете что такой ситуации кажется мы здесь не одни надо снайпом обходить слева тихо о есть вижу где он стоит с ванга я его не обойду а вот он подходит за полу укрытием слушайте ну давайте постреляем по нему он стоит на овервочи вазь ну из-за угла ты можешь выйти он здесь сейчас тебя может проследить не увидит вижу бафающего у него три три хита его надо мочить а дыма больше нет дым я потратил давай 63 процента я знаю что сложно но это будет плюс два если попадешь есть хорош фух минус два еще так фух капец как какой же пот а какой же пот опа и пак снова из трех человек ну кто-нибудь на овервочи не обходят справа они далеко есть угроза фланга я думаю надо перегруппироваться вот так вот чтобы меня не обошли в следующий ход более того надо скорее всего бежать как то еще и тут тупик понимаете слева можно конечно поставить на 3 овервочи сейчас во первых не на 3 ой не на 4 а на 3 да ну типа с крыши там пострелять но это такая прохлада в автобусе нормально не спрятаться они не в этот так в следующий ход могут меня обойти соответственно я должен сделать так чтобы всегда был под фулл кавером и меня не могли обходить круто ну так на крышу забираться не хочу потому что это аркада я бегу полным укрытием тут овервоч тут ориентировочно вот так вот овервоч а ты просто валишь куда вообще непонятно пока вот так вот с богом всего два овервоча причем один из них пистолетный идет соответственно увеличение хитов сектоида и тишина мне нужна приблизительно одна линия для того чтобы овервоч сработал наиболее эффективным но это значит что я должен буду бежать за полу укрытия потому что здесь нормальных укрытий уже нет либо либо забираться на крышу я мое а вон он где уже он у машины стоит ай-яй-яй-яй как быть что делать ну сейчас высунется на снайпера на этого а тут где стоит тот за углом ну и плюс еще где-то в один в свободном поиске штурмовика нужно найти место для штурмовика давай полу укрытия но подальше так чтобы постреляли сначала по другим тоже стоишь не совсем там но в принципе если он пойдет ладно поехали с богом с богом с богом сейчас уже на расстояние выстрела должен подходить оп 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 подходит овервоч снайпера для начала давай павлова давай 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 потом еще два если он чуть-чуть поближе подойдет давай ну хорошо еще двое а я жду я вообще у меня устраивать куще ситуации давай давай подходи 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 или бафай во сейчас палим вот он справа подходит овервочин но только от одного попадает главное сейчас не попади прошу фулл кавер не попадешь не попадешь не попадешь 35 процентов 35 процентов фулл кавер а а и еще один пак овервоч снайпер племен мимо поправка на ветер есть одного отсталили блин этот дура паникует капец может ранен ган тогда нет ранен ган это чушь ох ситуация сейчас вообще дико им так мне нужно уходить за автобус для этого нужно убивать этого а где этот стоит не пофлангует а какой смысл блин мне уходить если этот дура паникует следующий ход я теряю ее то есть с фланга убивает если я не минусую этого пацана я речу поддержал ваш канал на сумму 100 рублей а я не говорил жеешь что я по жизни счастливчик магия удачи ждет тебя командор лакеров то что у него один хит если я выйду снайпом там вероятность будет дикая процентов наверное 75-80 плюс у меня потратить его есть с ранен ганом товарища ерича тоже с меткостью получится больше больше 50 процентов и в третьих есть лемминг который ничего не сделает хотя нет он отсюда сделает а слышите если я например леммингом перегруппируясь например вот так вот этот не дойдет как только подойдут к леммингу я ну он не будет по этой стрелять он скорее всего будет стрелять по этому товарищу то есть его нужно точно с этой позиции уводить либо сюда либо сюда надо спасти эту как-то дурочку хотя у меня это второй саппорт это не ключевой товарищ она хоть и не лемминг но они не сильно отличаются так потому выстрел был на 4 из 5 хитов там хит остался тут вопрос аркадить или нет то есть выходить ли сюда и пытаться его прострелить учитывая то что тут укрытие если что не будет отсюда его вряд ли замечу а не замечу если это заметила то и тот заметит то есть не рискуем да идем вот сюда вот например снайпером смотрим что есть да какая вероятность что что да как 69 процентов прошу тебя умоляю убей его есть убил убил молодец так теперь мы получается почти спасли эту эту мадаму там двое да слушайте можно сюда за фулл кавер и вторым прийти два овервотча и до свидания чтобы он не смог выйти и эту подстрелить этот в один ход не добегает насколько я помню вообще даже близко поэтому он меня не увидит значит ты уходишь сюда его видишь да ты уходишь сюда ну просто понимаете лучше чтобы он по мне стрелял под фулл кавер чем стрелял по ней поэтому я делаю два овервотча провоцируя его ну чтобы он никуда не выходил тут подходит товарищ не стреляет этот бафает понятно сейчас будем по нему стрелять тогда ой там второй же может стрелять тоже но он отличный план вообще так это пришло в себя себя лечит но надо зайти за угол этот не преграда вот так вот сделаем раз лечимся ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Здесь овервоч не сработает Тут овервоча не было, он бежал полный ход То есть он был здесь, вот где-то здесь И здесь явно не 6 клеток Так что, да и скорее всего Он просто стрелял бы, а не Короче, бежим просто Я полагаю, да Значит, бежим, почему мы бежим Потому что Меня обходит с фланга Эту парочку, либо этот Товарищ, либо Этот товарищ Нет, этот товарищ Не обходит, этот обходит Точно обходит, а как он обойдет Если тебя овервоч У меня еще снайпер стоит не на месте Ему тоже Подойти вот куда-нибудь сюда И пострелять по тому из-за угла с фланга Да, лучше отступить сейчас Более правильный ход Поехали Это раз Это два Это три Перезарядись Какая же классная игра Помню, что на рывке шанс уклонится выше Я уже бегал тоже Тоже на 35% бегал Я не хочу даже так рисковать Так, смотрим сначала по двойке Которая слева Они стоят на тех же самых местах Причем один стоит на овервоч Поэтому сейчас я выхожу Тихо Выхожу штурмашом Вот так вот Не вижу врага А вот это уже проблема Он мог как отступить Уйти дальше Так и Так и подойти к автобусу Вплотную Че делать? Выхожу А тут овервочи Ну это так Это фигня Меня беспокоит Куда вверх не ушел Слева Может быть У живого автобуса Так, баф пошел О, за скамейкой сидит один Подходит Есть овервоч Павлова Из пистолета Пах На хит Кто-то говорил Что нет тут вижена Сейчас Павлова получит Не, не получит Испугался Кто это Так, за скамеечкой Смотрите, какая ситуация Это верхний Потому что Видите, этот баф Ну то есть Он сюда бы не успел добежать Отсюда Так быстро И Ну Ему три хода Надо было бы на это Короче Здесь где-то один Он скорее всего Стоит, меня ждет Я должен вырубать этого Товарища, да Потому что Нас больше Плюс снайпер есть И он полуукрытие Он ранен уже при этом Поэтому стреляем Есть Попал, но на хит Ну хорошо Хоть попал Потому что 54% Это Ааа У нас тут вижены нет Ясно И тут вижены нет Овервоч Блин, боюсь я Овервоч Но там в любом случае Потому что стрелять будут Давай Овервоч Овервоч С богом, пацаны Три сектоиды Три сектоиды Живые Этого Тот же самый Лечит Он бежит Овервоч Павлова Снайпер Давай, 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 давай Родная Четыре хита Йес Кятитов Снимает Снайпер уже Начинает себя показывать Отлично Так, двое осталось Не расслабляемся Причем один Стоит на этом На овервоч Если вот не считать их То это Триндец Фух Фух Давай овервочем Я думаю, надо овервочем Все овервочи, пацаны Есть Сейчас они спалятся На этом бафе как раз Смотрим Сейчас будет бежать Не, не бежит Сейчас смотрим, где он Сидит А, ну он, в общем-то Как где был Так там и остался Предлагаю обходить Плохая идея Я незамеченным Его не обойду Никаким макаром Здесь меня словят Надо обходить Его справа Так, давай Перезарядим Снелянчил Подожду еще Два-три хода Чтобы Может быть он вышел А я пока Перезаряжусь Бегите Бегите Ко мне Их двое Просто жди Один всегда щемится Но видишь Не всегда Сейчас этого угла Может попробуем Увидеть Его нет Отсюда можно хорошо Снайпером Он меня не увидит Точно А может и не точно Готовность номер один Так, Лемминга Пустим Оббегать Сделаем Тебе правильно пишут Если двое То всегда один идет Окей Ждем тогда Он просто там сидит Уже седьмой Восьмой ход Понимаете? Девятый Восьмой Девятый Ох, Лемминга Буду пускать Я пошел За дело Я весь Внимание Держу себя Ну я типа готов Если он высунется Тут три овервочи И все на линии Это я понял Давай выходи Выходит Так Обходим Двигаюсь к указанным координатам Я думаю штурмовика надо на поддержку к тому Потому что run and gun И штурмовик в общем-то Двигаюсь в указанную точку Обходим Двух Но овервочи может не хватить Но мне там нужно что-то делать Правильно? Не сидеть же Внутри автобуса есть одно фул укрытие Все остальное уже выбито Так Теперь Почему мне флангануть нужно того, кто бафает? Ну там овервочи А где он сидит? Он сидит вот здесь Ну теоретически Если я подойду Вот например К этой скамейке Или вот сюда То Нет Нет-нет-нет-нет Не надо так Не надо теоретически Давай я лучше что-нибудь Сейфовываю На практике Я хотел просто поверху А там не могли заметить Но овервочи В последнем патчах Поведение могли изменить Так что Понятно Но они В первых патчах Тоже могли сидеть Десять ходов Потом выходил Кто-то мог выйти То есть тут Я не знаю Как у них работает Соображалка Ооо Тут укрытия нет вообще То есть к машине Надо бежать Выходят Да К машине Наверное К белому фургончику Побежим Вроде он не должен Сейчас меня увидеть Отлично Ты беги сразу Тогда к фургону Мчусь Но опасно Пока еще опасно А на крыше Не хочу ставить Потому что Если вдруг промажут Он выстрелит Это гуф И попадет Это гуф Тут подходим Аккуратненько О, племмингом Есть Вижу одного Тот кто Бафнутый Но мы сейчас Можем его Таким образом Уже сбить С его Как бы Насиженного места Так скажем Да И заставить действовать Например отступать На пацанов с овервотчем Поэтому ты овервотч Ты ханкердаун Потому что там 58% Это как бы Не очень И посмотрим Как он изменит Своё поведение Обойти он Флангоносим не может Он может стрелять Но вероятность попадания Крайне малая Он стреляет Скотина А, ну он стрелял Я же могу этими Тогда действовать Пацанами спокойнее Я же могу подходить уже Да, но только Фулл укрытия здесь нет Хотя вот есть Только одно Вот это вот Можем? Ну это без Без ханкера Ещё ход Продержимся Да, давай так Я ещё ход Просижу Машина не горит Поэтому Я могу Себе позволить Потратить один ход На то, чтобы Подвести бойцов Давай, давай Родная Здесь Снова Ханкердаун А вот с тобой Вопрос Вроде как Вроде как Тоже ему Можно подходить Но Фулл укрытия нет Ну До сюда Бежать Тебя могут Обойти Сюда нет смысла Потому что Постоянное Внимание Можно на полшага Сюда подойти Или вообще Сюда Прыгнуть Чтобы он Да, вот сюда Под фулл укрытие Чтобы потом Вот сюда выйти За полное укрытие За вазочку Отличным Смотрим Взрыв Он по машине Попал Когда стрелял Соответственно Тот продолжает Заливать ему ХП А тот Стреляет По Да как? Какого лешего Он попадает? Ребята Неужели Угол обзора Так решает? Времени у меня Мало Человек уже Ранен Подхожу Снайпером Раз Снайпер Видит? Видит Уже может Стрелять По тому Кто бафает Надо Надо Миша Надо Давай Есть Один хит Убьем Будет Ок Тихо Погоди Не ты Сейчас второй Подходит К тому же Самому Пробует Его Видит 13% Это Невероятно Это Невероятно А под полуукрытие Лезть Это Капец Так Тут можно С Раненган В общем-то Выскочить И попробовать Вообще Дальнего Забрать Тут можно Сменить Диспозицию Например Сюда Да И тебя Фланганут Тут же Каждый ход Это Потеря Потенциальная Здоров Как хорошо Сидят Полуукрытие Мне не устраивает А здесь Рывок То есть Надо Сделать Раненган Ну Если Типа Не рисковать Ходить За Фул Стрелять По Кому-то Из них Да Так Я понимаю Что это Раненган На две Клетки Но У меня Других Опций Нет Сейфовых Надеюсь Он Видит Второго Увидел Второго 59% Прошу У тебя Давай Один Хит Русская Рулетка Здесь Можно Отойти Учитывая Ранение А учитывая То что Он Леминг Можно И Подойти Да К горящей Машине Ты Мозг Ты Можешь Сюда Подойти То есть Я хочу Чтобы Если Стреляли Стреляли По Этому По Лемингу Для Этого Ему Нужно А он Должен Просто Стрелять Тогда Он Не Убьет Он Должен Подойти И Стрельнуть Тогда Сюда Тогда Тебя Обойдут Точно Ну Конечно Раз Два Нет Вот Здесь Раз Два Три Четыре Пять И Шесть То есть Он Заходит За машиной Спокойно Тебя Убивает Взорвется Тачка Да Я в курсе Что Взорвется Не Ну Можно Пострелять Но В этом Нет Никакого Резона Ханкер Да Он Тоже Нет Резона Делать Потому Что Пальба Сейчас Будет Тогда Не по Нему А по Этим Пацанам Есть Конечно Еще Вопрос Нерешенный 13% Может Попасть Но Мы же Промахивались 96% Чисто В теории Может Пропереть Все равно Ей Особо Тоже Делать Нечего Ну Давай Удиви Меня Чудо Не Произошло Ну Тогда Последний Ход За тобой Можно Красиво Себя Подставить Чтобы Уменьшить Шансы Попаданию По этим Плюс Еще Когда Если Подойду Сюда То Кстати Тачка Взорвется Это Смежная Клетка И Я Кажется Гухнусь Но Я могу Вообще Как герой Поступить Подойти Сю Нет Что Что Тебе Несет Забегая За белый Фургон Да Хорошая Тема Согласен Он Будет И более Приоритетной Целью И Может Заставить Их Даже Сменить Позицию Потому Что Один Будет Уже Типа С фланга Очень Правильный Совет Спасибо За Него Взрыв Ну И плюс При всех Прочих Равных Стрелять Буду По нему Потому Что Цель Банально Ближе Великолепный Совет Спасибо Еще Раз Этот Отступает Но Будет Стрелять По дальним 35% Прошу Слава богу Это Саппорт Который Который Уже Был Ранен Так Тут Фланг Тут Машина Которая Взрывается Ой Чем дальше Тем Интереснее Так Ну Я могу Подходить Если Было Нормальное Укрытие Здесь Надо Наверное Подсветить Второго Да Я знаю Где он Короче Его Наверное Надо Вот Как-то Так Нет Вот так Скорее Даже Мне нужно От машины Уходить И Нужно Сделать Так Чтобы Тот По мне С фланга Не пострелял То есть Теоретически Надо Бежать Сюда Но Тогда Фланга Не будет Поэтому Но Нужен Ли Этот Фланг В принципе Снайпер Его Не Видит Это Беда Гранат Нет Какая Вероятность 54 Ай Ай Так А если Не Подходить Ну Если Не Подходить То Будут Стрелять По Саппорту С Еще Более Острого Угла Не Давай Сначала Этого Убьем Чего Давай Хорошо Хорошо Стой На месте Стреляй Точно А если Вот сюда Вот Это Не поможет Но все равно Как был Под укрытием Так и остался Вась Окей 50 на 50 Что Попаду Попал Убил Красавчик Красавчик Так То есть Ты теперь Спокойно Можешь Вот сюда Например Обойти Зная Что Он А ты Его И увидеть Можешь Из пистолета Пострелять Давай Видим 80% Меткости Хорошо Ну и Лемминг Есть Который Может Тоже Пострелять Полуукрытием Давай Начнем Со Снайпа Может И с ними Два Хита Собака Так Так Ну что Олд Слэш Лемминг От тебя Зависит Судьба Этой Миссии Нет Не надо Пробегаем Стреляем 43 Удиви Какая Жаркая Миссия Снайпер Стреляет точно Потому что Скоуп Уже Есть Плюс Десять Который Который Есть Десять Который Блин Сейчас Ранение На Месяц Наверное У Саппорта Но 28 Дней Да Оксна Рачка Отдыхает Снайпер Носкопрал Общий Вид 84 Плюс Десять Эти Не апнулись Медаль Боевого Братства Ох Мастерская Шесть Инжей Дали Не забывайте Мы Видим Все Скоро Летоны Скоро К нам Хэвики Вернется Через Четыре Дня Это Раз У У Одиннадцать Инженеров Уже Как бы Модуль Можно Ставить Наверное Лифт Надо пилить Сначала Господи Я до сих пор Под впечатлением От прошлой Миссии Так Надо посмотреть Сколько там Нужно Килсов До Тут Два Килса Нужно Лемингу А Ерича Нужно А почему Он звание Не получил У него Одиннадцать Килсов Капра Интересно Сколько там По килсам Тоже Википедии Можете Посмотреть Так Серый Рынок Ну Это Пока Деньги Не нужны Все равно Саппорт Олдслэшу Дадим Дадим Медкомплект Штурмовику Ерича Не меняем Ничего Что Копатель Делать Лифт Вообще Делать Нужно Один Модуль Спутниковой Связи Сколько Позволяет Спутников Запустить Три Плюс Один За Каждый Смежный Или Или Два Плюс Один Два Плюс Один Кажется Да Два Плюс Один За Смежный То есть У меня В любом Случа Лифт Надо Копать Второй Этаж Я Не Помню Уже Механику Поэтому Тупить Буду Да Два Плюс Один Сори Тогда Делаем Лифт Алю Басу Школа Офицера Соответственно Модули Будут Располагаться Тут Два Плюс Один Да Получается Шесть Плюс Восемь Спутников Сможем Запустить Если Построим Два Модуля Спутниковой Ну Либо Если Удастся Четвертый Построиться То Это Двенадцать Спутников В идеале Медали Забыл Медали Медали Что за Медали Крест Боевого Братства Силеволи За каждую За меткости Каждый Континент Медкость Слабенькая Лучше Наверное Сила Воли Выдать Саппорту Потому что Хотя у него Пятьдесят Пятьдесят Девять Лучше Наверное Павлу Ее медаль Дать Потому что Она вообще По морали Проваливается Есть Еще Одна Медаль За Городские Бои Плюс 5 к защите В укрытии Саппорт Саппорт Или хэви Когда ждемся Медали мы дадим Саппорт Реже В авангарде Значит Девять дней Материала Прошелиться В исследовании Ок Инжи Ну Инжи Какая стоимость Уже Классная Спутник За Четыреста Они По двести Стоили Откуда Четыреста Что это Такое Вообще Как это Так Что это За Это Бак Не Бак Как это Спутники 200 и меньше Стоят Что за Хрень Галка же Какая К черту Галка Я не покупал Еще Спутников Это Галка У тебя Галка Галка На спутники Инфляция К месяцу Еще не Прошел Я В следующем Месяце В прошлом Трай Я видел Спутник За 180 Короче Это Уже Похоже На Гув На Сам Деле Я Только Две С Пол Недели Играю Какая Инфляция Какой Марафон Пачка 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 Покупать Нужно Это Понятно Но я Еще раз Повторю Я Ни Одного Спутника Не Покупал Смысл В том Что Когда Ты Покупаешь Спутник Следующий Стоит Дороже Но Я Не Покупал А Спутник По умолчанию Стоит 200 Говорит Сохранить Загрузить Там Тоже Будет 400 Понятно Верю Жду Четыре Дня Паника Да В России Бразилии Есть Вернулся Хэвик Хэвик Вернулся Ну Что Дать Тебе Скоуп Не Не Стоит Скоб Давать Потому Что Ему Скорее Какую Нибудь Бронь Кули Оставить Армор Ай Какая Грязь Я Понимаю Что Цены От количества Нжей Зависит Оп Есть Сейчас Можем Бронь Купить Что Дальше Лучевое Делать Два Месяца Панцирка Еще Дороже Дольше Ну Состав Но По составу Мне денег Точно Не Хватит Ну Лучевое Оружие Даст Мне Возможность Через Два Месяца Когда Я Должен Буду Закупать Масс Спутников Начать Делать Лучевое Оружие Медаль Хэвику Да Забыл Медаль Панцирная Броня Это Вообще Забей 65 Дней С Кучь Количе Там Состав Быстро Но Говорят Что Мне денег Тупо Не Хватит На То Чтобы Там Все Купить Мегко Лучше Ладно Пофиг Возьмем Выдаем Медаль Хэвику За городские Бои Тогда же Переим За За Защиту ГГ От Пекарей Выдаем Медаль Хэвику Конечно Так И Я закуплю Хотя бы Один На Нуна Его Отдам Получается Хэвиком Хэвика Надо еще Перекрасить Как его перекрасить Во что его перекрасить Какими у нас были Хэвики Красные Желтые Черные Зеленые Наверное Что-нибудь Яркое Так-то Привыкнуть Можно Только не розовый Сейчас зеленый Найдем Ярко-зеленый А хэвики Хэвики Как же за желтые Были Вообще Зелененький Или розовый Давайте розовый Ну Поехали Ждем Конец Месяца Уже Копаем Сейчас Ну Продаем Трупы Сектоидов Хотя мог Прийти Запрос Роем Самое главное Вот здесь Вырыть Красный Это штурм Всегда у нас был Все Конец Месяца У меня плохие Новости Несмотря на Четыре страны Минус Одного Инжа Дали 12 баксов От Японии Да-да За последний Месяц Вы проделали Немалую работу Конечно Благодаря вам Земля получила Короткую передыш Шуре Однако мы полагаем Вам еще есть К чему стремиться До связи Командир Лучше не звони больше Уже сейчас Я готов утверждать Если бы пришельцы Собирались захватить Землю Мы не смогли бы Их остановить Полагаю Им нужно другое Ситуация печальная Слушайте А бонус за континент Дается Дается только в том случае Если Ни одна из стран Не вышла Или хотя бы Одна А когда все страны Я понял Все тогда Нет Не будет у меня Бонусов никаких Снайпер черный Хэви Оранжевый Белый Ну розовенький Хорошо на самом деле Розовенький Мех Это Прям то что нужно Ну все Что больше делать Ничего Тут рыть Не обязательно Места еще есть Энергостанцию Наверное Стоит построить Потому что На модуль Спутниковой связи Нужна будет Энерго Да Вот здесь Надо ее пилить Десять Скорее всего Или сразу К пару В паре Сколько стоит Энергостанция Сто двадцать Такие Давайте запилим Одну Энергостанцию Еще трупы Ой Сплав исправляем Хватит Еще раз На спутниковой Сколько нужно Десять энергии На штуку То есть Минимум На два Модуля спутниковой Точно Энергостанцию Нужно пилить А Сто двадцать Не сто Сейчас еще Летуны пойдут Ох Жесть Ну что Сперва Ампреля Пацаны Едем дальше Состав Исследования Я уже забыл Что он дает Что Давайте посмотрим Да Доктор Что это было Что это было Это Потрясающе Кристаллическая структура Вещества В контейнере Это суспензия Содержащая Миллиарды Кристаллических Наномеханизмов Каждый Из которых Состоит Из Органических И механических Компонентов Анализ Проведенный Учеными Моего отдела Показал Что эти Микроскопические Роботы Способны Осуществлять Сборку Механических Устройств Дальнейшее Изучение С применением Некоторых Спецсредств Возможно Позволит Нам создать Киберкостюм Совместимость Человеческим Организмом Ничего себе Мой отдел Более всего Заинтересован В создании Самой Субстанции Которая Адаптирует Элементы Пришельцев К нашей Генетической Структуре Используя Наночастицы В качестве Катализаторов Инопланетного Материала Командиру Придется решать В каком направлении Работать Согласны ли Вы с моей Позицией Учитывая Назначение Наночастиц Можно Сделать вывод Что они Позволяют Сочетать Органические Материалы Друг с другом И с механизмами Поэтому мы С полным правом Дали название Состав Очень логично Материал Эд Кастадия Махина Состав Очень эпичный Так Ну давайте Посмотрим Что Что это нам Вообще Дает Новая Постройка Лаборатория Кибернетики Генетики Предмет О То есть я могу Уже мэк хранитель Делать Лаборатория Генетики Модификация Зрачки Пространственное зрение А нет Сначала Должен лабу Построить Пространственное Зрение Лаборатория Генетики Достановая Модификация Адаптивный Костный мозг Ну короче Мне танк нужен Но я не уверен Что Лаборатория Кибернетики Лаборатория Генетики Ну типа Кибернетик Нужна Адаптивный Костный мозг Временное Восстанавливает 2 очка здоровья за ход, пока не будет достигнут максимальный уровень здоровья. Пространственное зрение. Занятие господствующей высоты дополнительно дает плюс 5 к меткости и 5 критического попадания. Гиперактивные зрачки. Плюс 10 к меткости к любому выстрелу после промаха. Ох, а вот и Мэг. Мэг-хранитель. Кинетический модуль. Мощное усиление руки, позволяющий разносить вдребезги и укрытие врагов. Также улучшает мобильность. Огнемет. О, я вспоминаю. Это такая же дичь. Нужна лаборатория. Огнемет может уничтожать все в секторе поражения. Огонь может расправиться за пределы данной сектора. Я думаю, лучевое надо делать. Нам нужен новый смартфон парни. Личкингский. Что это такое? Понятно. Очень похоже, кстати. Как будто тренировался каждый вечер перед тем, как такую рожу сделать. Эту картинку надо, знаете, когда ивент какой-то проходит. Вот как на алертс идет. Кто-то подписался. Кто-то задонатил такую тему. Да, качественный контент попер, чувствуем. Ну, делаем лучевое оружие. Куда же деваться? Пока так. В плане построек. Что нужно для лаборатории кибернетики? 100 баксов всего, кстати. Ну, и потом еще этого. Мне не хватит. Давайте попробуем заодно, да? Попробуем же. Лучше не заглядывать в бухгалтерию. Так, компьютер забей. Эти тоже минус. Сплавы сплавляем. Что, нет? 70 мелда есть. Хватит на меха, говорят. Все, 100% встрою, пацаны. Вот без ваших... Без вашей информации я бы тут просто... 20 дней кукуем. Ну что, поехали. Мне бы миссии какие-нибудь. Миссии несложные, если можно. Седьмое. Мы получаем сообщение... 100 баксов, 2 МЖА, 2 ученых. Миссия на глобусе. Так, а что по... Ситуации. Для начала надо было записать, какое количество... Какие там страны вообще. Михаил Владимирович. Похищение людей. Значит, Африка, Нигерия, Индия и Канада. Африка, Индия, Канада. Африка, Африка, ЮАР, Бразилия минус, Египет, Нигерия. Египет очень низкий уровень паники. И даже если я забью, Египет не выйдет. Нигерия выйдет 100%. Канада. Если я забиваю на Канаду, выходит и Мексика, и Аргентина. Все три страны выходят. Короче, на Египет надо забивать, просто потому что здесь две страны уже вышли, одна на грани. А если... Что там еще было? В Индии, да? Мы посмотрим, что это за контакт. Только я сомневаюсь, что он имеет хоть какое-то отношение к НЛО. Ой-ой-ой. Что-то в Индии мне тоже не нравится. Ну, домашний регион не выйдет. По бонусу, по крайней мере. Но что-то мне не нравится. Алтслаж поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Согласен на обрезание в меха. Аргентина... Я бы попутал. Аргентина это южная, да? А, точно. Капец. Канада-Мексика. То есть тут две страны, да? Если я забиваю на Канаду, выходит Мексика и Канада. Если я забиваю на Египет, выходит Нигерия и Египет. Потому что забили. Паника плюс... Плюс три к стране, плюс четыре к ту, которую заигнорил. Кажется так. Если я заигнорю Индию, у меня выйдет все. Кроме... Короче, надо, видимо, и в Индию лететь. Чтобы вот эти вот четыре страны мы и базовые. У тебя не Египет, а у тебя Нигерия. Так, я запутался окончательно. У меня не Египет, а Нигерия. У меня Нигерия, да? А, понял. То есть на Нигерию, если забьем, Египет не выходит еще. То есть забиваем на Египет. Тут минус всего одна страна. Тут минус две страны. Да, надо Индию лететь. А, плюс три к стране и плюс один к остальным. Плюс один всего? Стоп, 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 стоп. Плюс три к стране. И плюс один к соседям. Правильно? Плюс два к остальным, говорят. Плюс один. Ой, ребятушки, ребятушки. Европа сейчас не под вопросом вообще. Туда не летят. Китай и Япония не выйдут никак. Регион Индия, Австралия. Ммм, понял. Индия, Австралия. Ясно. Индия, Австралия. То есть везде теряю по стране, получается. Кроме... Кроме Мексики. Там я теряю и Канаду в том числе. Получается, надо... Ну, то есть надо в Канаду, короче. В остальных случаях я теряю одну страну. В этом случае я теряю две страны. А мне нельзя терять больше четырех. Да, получается Канада. Еще раз контрольная проверочка. Давайте. Центр управления, похищение людей. Нигерия, Индия и Канада. Это Нигерия, Индия, Канада. Сори, что туплю. Нигерия, Индия, Канада. Северная Америка. Это США, Канада, Мексика. Аргентина, Бразилия. Это Южная Америка. Египет, ЮАР, Нигерия. Это Африка, получается. Европу мы не рассматриваем. Дальше Азиатский регион. Идет Китай, Япония. Индия, Австралия. Это, ну, собственно, внизу, получи. Хотя... Индия, Австралия. Короче... Короче, нужно в Канаду лететь. Канаду. Что в Канаде дают? Да неважно, что дают. Двух ученых дают. Сейчас летуны будут. Я, наверное, в прошлый раз на этой миссии отдался. У нас четыре человека. Саппорт, снайпер, тяж и штурм. Штурма две гранаты, снайпер меткий, тяж с бронькой и с ракетой, саппорт. Просто саппорт. Ну, бас. С дымовой шашкой. Еще не бойся, у тебя есть баба в шляпе. Так и есть. Ой. А что я Павлова-то не изменил? Давайте Владиком. Надо назвать пацанов, а то вообще собирать. Так, не Павлова, как Владика, только как девушка. Ой, если обратно прочитаю, то получается кидала практически. Давайте кидалой. Ну и как бы, понимаете. Так, а и Хэвик у нас тоже его можно... Сейчас шутка дойдет в чатике. Изменить. Сейчас, извините. Я... Во-первых, у меня нет никнеймов, как назвать. А во-вторых, человек в розовом, с белыми волосами, это сразу же... Борис Моисеев. Жалко пацанов, конечно, хранить. Все, точно, поехали. Поехали. С Богом. Сейчас будут летуны, 4 пака, человек 12-10. 6 хитов, легкие плазмеры, повышенная точность. Следующая операция пройдет в Канаде. Пришло сообщение с Большой Земли, по городу Шаст. Эндив поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Миша. Самого косого и паникующего Лемминга мной назовешь. Я буду сидеть на базе все время и причитать как же все плохо. Удачной игры. Вас понял, рейнджер. Штурм-1, начинайте атаку противника. Пацаны, смотрите, какая ситуация. Эта карта замечательна для снайпера, потому что она фактически вся простреливается. Не так много подобных карт, которые в одном. А у меня как раз общий вид еще есть. То есть... У меня реально есть шанс еще эту миссию затащить. Плюс еще для Хэвика тут рай, потому что им сложно разбегаться в разные стороны, и ракета хорошо накрывает. Но перед тем, как начать терпеть, я с вами попрощаюсь на одну минуту. Вернусь скоро. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, сори, микрофон забыл включить. Короче, план у меня какой? Я хочу... Учитывая то, что здесь фуловые укрытия далеко, до них я могу добежать, но могу спулить пацанов. Я отступлю сначала тремя людьми назад. Я в пути. Встану на овервотчетом. И в следующий год потихоньку. Подержал ваш канал на сумму 250 рублей. Миша, верни Павлову. Согласен, надо возвращать Павлову. Так, и штурм у нас подходит аккуратненько. Раз. Хэвик тоже подходит. Дваз. Значит, ты всегда будешь здесь на овервотчем. В принципе... Да, нормально. И ты тоже подходишь. Нет, ты не подходишь. Я сейчас опять тебе противоречу. Я хотел наоборот штурмовика одного пустить вперед. Ну ладно, Хэвик там может тоже стоять, учитывая то, что ему же нужно кидать рокет, если вспулится кто-то. И побежали. Триходом, блин. Триходом, ё-моё. Так, ты стой здесь. Ты подбегай сюда. Нет, мэлт не приоритет. Не надо лезть. Тем более, они могут сейчас появиться. О, слышу. Летоны. Что там за звук? Да. Вот они. А, фингмэны. Один за мэлт. Ну, под рокет встали, пацаны. Я не буду медлить. Нет, я должен медлить. Капец. Тут не фулл укрытие еще. Дым надо кидать. И на Overwatch остальными ждать. Пробую закрыть троих. Не удается. Учитывая то, что будет стрелять по этому, скорее всего. Поехали. Рокет, ты чё? Я не достаю рокетом. До одного-то точно не достаем. Overwatch, Overwatch, Overwatch. Здесь можно было ханкер сделать. Учитывая то, что я под фулл укрытием и в дыму, то ханкер не нужно. Давайте, с помощью выходить. Выходит, Overwatch. Двойной. Кидала, стреляет. И Моисеев, Борька. Борька промахивается. Кидала. Попала. Но дамага мало. О, сейчас по хэвику может пострелять. А он не в этом. Только не по нему. Нет. Блин. Капец. Папандос. Все, это гг. Потому что дым неправильный кинул. И потому что сидел под полукрытием. Одна ошибка, грубая. До свидания. Надо за фулл укрыть и уходить. Да ладно. Я еще не знаю, сколько у них клеток. Стоять, погиб. Тсс. Ой. Ой. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну у нас еще с вами есть чатик для того, чтобы стартануть новый трай Какого хрена я рокет не... Ну потому что он задевал только одного максим двух Какого хрена я сидел за полуукрытием, это вообще непонятно Блин Яричо поддержал ваш канал на сумму 100 рублей Пал, пал Иерихо Печальная музыка Парам-парам-пам Да Так, 75 давай, 70 неплохо 55 60 Давайте я еще разок Мне даже... Ну даже если команда лучше, я... Я не могу И это был только первый пак Понимаете? Дальше еще три таких Может по баблу вообще брать? Отправляемся в регион 30% Хотя там по этих 30% 70 класс 55 Так откуда вы беретесь? 80 70 Будьте осторожны Если только после первого троя этого заменить Но он же звание получит И мне нужно будет... Ну не убивает им никого просто и все Вторая миссия будет сложна Потому что у нас будет один лейминг без свойств Сори, пацаны Я попробую все-таки чуть выше среднего получить Да, 30% к этим баксам К 12% это не очень большая сумма Поехали А Иреникус поддержал ваш канал на сумму 500 рублей Не отчаивайся Я понял тебя Все будет круто Да, да, да И да, я тоже хочу в Тиму У меня нет запросов о помощи Значит, летим туда По данным радиоперехвата В одном крупном городе уже несколько раз видели пришельцев Давайте, Тима хорошая, Тима хорошая, Тима хорошая, Тима 70 70 70 80 Будьте осторожны Ну не самое лучшее, но отлично Так, давай, все Все, смотрим Смотрим, че как Че как Ну с фланга будем обходить Раз Давай, два Угу Опять крыша Отлично Подходим Подходим Так, имеет ли смысл, да, наверное, имеет смысл обходить будет потом Или вообще Ким Чобра поддержал ваш канал на сумму 100 рублей Теме не хватает сына полка Возьми меня, Китя Да, Кинг Чобра хотел давно Так, четыре хода на мэлт Тут точно сагрим Торопиться на самом деле не надо Я думаю, надо забежать вот сюда вот каким-то образом за полукрытием Одного пустить куда-нибудь сюда Ага Ну вот это вот здание я хочу Эту комнату хочу Окупировать Кинг Чобра Поняли, как тебя его звать? Кинг Чобра Хорошо Я затупил с этими фэнменами на самом деле Ну чушь просто сделал Против людей, которые сверхточные Полуукрытия какие-то непонятные Ну нафига, спрашивается А побежали Я вроде не должен тут, видите Стекла-то того И второго-то даже Нет, нет, нет Ой, 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 ошибка Ох Капец, идиоты Да, я тороплюсь, конечно Я виноват, да, да, да Я виноват Значит, подходим Берем мед А, вот так вот даже Блин, хочется, конечно, здесь Может, я не спулю никого Отлично Французский язык Французский язык Классно Так, ну все, тогда здесь подходим Нам нужно будет открыть так Открыть так Открыть так Ну мы помним эти 10 сектоидов Мы помним эти 10 сектоидов Мы помним эти, ой, какие 10 8 Ай, я же листок не оторвал Второй мэлт слева Ну мы будем обходить так Значит, кто у нас? Марк Марк Дальше Иман 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 Эван Эван И... Инесс Инесс О май гад Агрим дальними Потому что Хочу ближними потом О, вот так вот Пщинаюсь В атаку Где они? Тут конец карты Что-то я вообще не понимаю Этих сектоидов К ним со всей душой А не его как На крыше? Да ладно, никогда не на крыше-то появлялись Да, на крыше они Да ну их нафиг Я лучше за мёдом пойду На крыше ещё лезть Оп Никого не было Отлично Что я хочу? Как бы закинуть гренку Так, чтобы они не поняли вообще Что происходит Что если сейчас будет вижен То... А может и не нужно их пока в улицу Подготовимся Подойдём туда-сюда Слово за слово Гранату в студию Да я не могу гранату Я должен дверь открыть Для того, чтобы иметь гранату А если я подойду И открою дверь И не разбегутся Вот-вот в чём дилемма Понимаешь? О, встрепенулись Оп, овервотч Кого там Рамос Ой, под зад Вы видели? Прям под зад Марк Марк получает киллс Молодец Умница, дочка Дальше Вижу Мелт Сейчас несколько Другие проблемы 50% меткости Фигня Да ладно, пусть сами под... Ну ты ж сагрить можешь людей Чё ты делаешь? Открой дверь Посмотри, что там Да, как раз можно было Второй пак спылить На таком гениальном муве Не, я пойду вперёд Я пойду за медом Ой, там заправка Как неудачно получилось А, киллс Инесс пиши, а не Марку Инесс, говорите, да? Хорошо Инесс, Рамос Да, Инесс Инесс Спасибо Смотрите, там два человека Я не знаю, что делать Я вроде как Хочу за медом Но Пострелять бесполезно Кинуть геренку, конечно, можно было Но Так, давайте на Overwatch Ты фулкавер Ты фулкавер Overwatch Сейчас посмотрим, где второй Вот я не зафиксировал этот момент Опа Чё так? Почему так? Overwatch Маленькую, да? Докинешь Мне хотя бы даже стенку снять Уже было бы круто Но я не докидываю Агримпак Как ты с ним сражаться-то будешь? Тебе отступать некуда Сюда нельзя заходить Тут на Overwatch Меня с Блин Да там точно пак будет Ну там мед же Это понятно Да давай На язычах просто Ну это было рассчитано Овер В смысле Фул Тут овер Тут овер Тут фул Давайте действуйте уже Ну Два хода Я успеваю Раз Спылил пак Но он далеко И два человека Разбежались Молодцы А те Гады стоят на Overwatch Я за угол Нафиг надо Сюда в поддержку Товарища второго Ну так На будущее А здесь продолжаем тупить Да? Может 50% Нужно постреляем Ну На 50% Это почти соточка Два раза по 50 Это точно попали Ну ее шансов меньше Давай постреляем Нормально все будет Упал Вот Давай еще разок Так же пожалуйста Ну я сказал так же Баф это справа двоем Здесь выходит Выбивает стекло Сейчас будет два выстрела Судя по всему Не, баф пошел Понятненько Ну что ты будешь делать? Испугался? Маленький? Не, не боится Только ты 35 не попади Спасибо Ну все Overwatch Значит нет Надеюсь мы смотрим Гад подходит Стоит О, уже здесь Да? Далековато Вышел Так Ну я предлагаю Зайти и кинуть Гренку Не мудрствую Лукавым Подходим просто И все Как говорится На изичах Вижу Видим того Кто бафает Как тебя звать? Маклеот Ну Не будем его За это Судить Маклеот Эван Получает Один киллз И можно даже Пострелять По второму Правда Не так-то просто Потому что Отсюда я его не увижу До сюда не добегу А дальше Товарищ Успеет прибежать Вопрос Стоит ли бежать Оббегать того Здесь я спалюсь Просто Просто спалюсь Можно за полу При укрытии Сюда Здесь я его не увижу Просто Да Скорее всего За полу 70% Сейчас будет 70 Ровно Давай Хорош Как тебя звать? Как звать Это Минус 3 Инесс Инесс О Отлично Только марку Не хватает Этот побежит Сюда Но До этой Он скорее всего Не добежит В общем Наверное Стоит Стоит Этого Принимать Но как? Ну Один с этой двери Другой Например Сюда Подойдет Увидит его Сейчас заодно Может быть О нет Почему Полный ход Там не было Написано Что Там не было Написано Что это Прывок Почему Перестали писать Вот Перестали писать Как я без Подсказок То Короче Он будет Стрелять Отлично Этим Этим все Сказано Блин Давай краешку Подойди Отлично Греночка Все ты Греночки Свои кидаешь Увервоч 35% Сейчас будет Стрелять Гад Под бафом Да Конечно Отлегло Сейчас мы его Фланг Оп Здрасте Прыгайте Двое обошли Один на крыше Прыгайте Не успеет Добежать Верхний Тут тоже Не флангануть Этого Ну Значит Задних Убиваем Отступаем Убиваем Задних Да Да Сейчас Растаем На позиции Потом будем Оценивать Вероятности Понятно У тебя Та же Картина Да То есть Ты должна Вот этого Обходить Но лучше За фул Понятно Эти двое По этому Работают Эти двое По этому Давай Отлично Как тебя звать Прости Я С именами Плохо мне Иман Мбеки Второй Киллс А мне нужен Марк Марк Ты как А Марк Вот так Ладно Давай тогда Раз Сейчас Марком Стрельным Сначала Гренкой Он не достанет 70% Давай Марк Ну здесь Граната Тогда Пошла По Любасу Ну а че Я не буду 72 Испытывать Суду Удачу Спасибо Не надо Давай 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 Так Один на крыше Этот И тот Три человека Осталось Один По моим Расчетам Будет стрелять Тот Который Там С крыши Вроде Не должен Успеть Даже Так Да Как на Крыше Забраться Мне кажется Нужно В дом Просто Идти Сейчас В дом Или просто Прямо Под крышу Ставить Тихо В дом Overwatch Может быть В дом Это безопаснее Чем здесь Ставить Ой Стенка Тут еще Догорит Скоро Где же Вы Гады Тебя бы Тоже Увести Перезарядка Нужна В одном Месте Наверное Сюда С Рывком Опасно Сейчас Три Overwatch Я вижу Там Патрон Заканчиваться Но я не знаю Где они Крыша Прямо Над нами Может Сзади Упасть За двумя Те Кто На Углу Бах Пошел Сейчас Спалит Ой Они Где-то Справа Где Анимация Ооооо Ребятушки Чем Вы там Занимаетесь В кузове Но что-то надо делать с человеком на крыше Я полагаю Нужно держаться парами Он же не может стрелять Если я Если я прямо под крышей нахожусь Блин, или всеми в дом лучше уйти Так, гарантированно я уйду из-под Из-под огня Перезарядись, ладно Тебе бы сюда Но тут полукрытия Ну, значит, сюда Повервочь Этими нужно внутрь здания забегать Чтобы тот товарищ с крыши Не алё Да, я понял Я тебя понял Слева он не обойдёт? Нет, не успеет Значит, можно даже вот сюда вот идти Так, три человека Двое из них в фургоне Опа, идёт Кого видит-то? Кого видит? Как видит? Я же не знаю Да как? Нифига себе прострелы Так, этот просто подходит Не видит одного Помним про крышу Фул укрытием Вот так вот, скорее всего Второго увидим сейчас Не увидели Будем одного расстреливать тогда Его видят трое Потенциально четвёртый тоже может увидеть Не забываем, что сзади может быть тоже hello Вот отсюда я могу увидеть его Я понимаю, что это половинка Но мне пострелять надо Да, да, отлично Так, четыре человека стреляют по одному Меткость больше пятидесять процентов Нормально? Отлично 58 раз Попал Так, мне kills нужен марку Этому Гренку может Для верняка И заодно по второму Может попадём А как так вероятность 56 Фигня Не, давай гренку лучше А техновер овощ оставим Ну, мне нужно его прокачать В любом случае Угу Осталось 2 Один на крыше Другой справа Овервотч Здесь выйдем, чтобы увидеть Попытаться, да Видим его И делаем ханкердаун Потому что он только Этих и видел Пока что Он может, конечно, к машине пойти Но вряд ли Он скорее к бензоколонке Или назад вообще уйдёт Да Назад уходит Оп И возвращается Ну, шикарно О! Вот это сволочь О! С крыши спрыгнуло Сзади заходит А у меня там фланг Ну Нет, стреляет Нет Промоти Одна ошибка Гениально просто Просто гениально Ничего не сделать Один сиктоит Один А этот вообще герой Он унижает всех Дурында Зачем он самоподрыв делает? Для того, чтобы эти же персонажи Эта же карта была на ре То есть, чтобы не создавать Новую игру О, а как так Ладно Не будем задаваться вопросами Может имеет смысл Нинсфер поддержал ваш канал На сумму 200 рублей Теплые места в следующем Трай уже сдаются Ну, ты как раз Четвертое место занял Нинсфер Нинсфер Айреникус Кинкобра Нинсфер А, еще одно место есть Поехали Штурм 1 Ответьте центру В зоне высадки Огонь по готовности Будьте осторожны Шесть ходов Мед Ну, я по такому же пути пойду Единственное, что Может на крышу заверну Чуть пораньше Мне кажется, что Если мы услышим Что там кто-то есть Это будет Уже? А, ну да Ну, да Три сектой Да Двое Ох, как разбежались Надо фланговать право Побежали Сразу же сюда Причем Как минимум Двумя туда нужно бежать Этот под ханкером будет А ты А ты давай вот сюда вот Там же не успеют Не, не успеют Ну беги тогда Ханкер даун Именю сразу правильно Бойцов Понятный Понятный Бук Найти ему Варкрафтом Не должен успеть Не, не, нет Да как? Да как? Тут же дверь А, они здесь резнули Все, он ушел Вот где-то досюда Да? Парар каже нам Голд гейм говорит Удачи и хорошей ночи Куда ты нас Оставляешь? Мы тут играем Последние полчаса До 12 часов А потом все Потом сваливаем Пожалуйста Не бросай нас Самый последний Самый ответственный момент Значит никуда не годится Штурм 1 Ответьте центру Проходим В зоне высадки Огонь по готовности Будьте осторожны Проходим 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 Еще более Хва Окей-докей А давайте сразу Двоих сюда Ух, я думаю Я саграл там уже Там просто Melt Так прям Дернулся Думаю Нифига Сейчас еще Этого С фланга Будет убивать Сыда чехот Но нет Раз Два Три Опасно Опа Либо крыша Либо комната Я понял тебя Я побежал Агрим Комната Да Двое только на этот раз Хорошо Давайте выходите Направо К нам Блин Какие они хитрые Откуда знают Обходится флангом Тот не успеет Этот не успеет Ну На овервотч Просто их Да Ну как-то да Как-то так Овер Овер Я тебе тоже Как-то поставил По-хитрому На овер Вот так вот Получается Увидел Эх, ханкер Тогда этим Не надо было Этого подводить Потому что Спалился я Оп Овервотч Раз Там же угол Куда ты стреляешь Второй овервотч будет? Будет Два Ребята Я все делаю Чтобы вы не это самое Сейчас он будет стрелять 30% 35 Баф Удачно он зашел Конечно Я вообще благодарен ему Тот никуда не выйдет Вообще Никого не увидит А нет Увидит Хватит Да как так долго Вы бегаете Все Сейчас Флангуем Одного убиваем На язычах Собираем мед И Сматываемся Оттуда Полуукрытие Полное укрытие Вообще Плевать Главное Новых не спулить Да не спулив Не боись Нет Мне нужно Вот это Вот 70% Пожалуйста Как тебя звать? Как тебя звать? Эван Эван получает Два кругляшка себе Два значка Один ход Бы Протупить Я иду Ровно до того места До которого В прошлый раз доходил Чтобы уменьшить Вероятность Появления Но они все равно Будут появиться Потому что перемещаются А вот и они Появились Три человека Два овервотча Мимо И вы не поверите Мимо Главное Мелт не сломай Дурында Они такие Опа Опа И разбежались Фул Фул Под гренку Нужно мед собирать Я смогу Уйти сюда За угол Я смогу сюда Уйти Я смогу сюда Уйти Сюда лучше Да? Конечно Вот сюда лучше Ну Левые двое Напрашиваются На две гренки Ну или на гренку Плюс Пара выстрелов Если выстрелов Как там Достанем Не достанем Трабл в том Что укрытия нет Нормального Только полуукрытия Даже если я их Двоих убью То будет фигня А почему я его Флангануть то не хочу Почему я хочу Хочу Только надо выбрать место А кто тебе поможет Она поможет Она отсюда Ты оттуда Вместе справитесь Или гренку Тогда просто У дальнего Не будет Укрытия Понимаете Может быть Подруга Ты подходи сюда Посмотрим Кого видишь Обоих видишь Молодец И ты еще Уже у нас бесхозная Правильно Ты вот как раз Эту гренку И могла бы кинуть О Фулукрытие Давайте действительно Подведем за фул Кинем гренку И тут двумя выстрелами Либо выстрел Плюс гренка Добьем Изи же Вообще изи Удаляю просто Такие ротации Серьезные Происходят В коллективе Главное Что разобрались Пошла граната Хорошо стоят Все катаны Новый трайс Спрашивает Есть наблюдательный Если я погляжу Так Здесь смотрите Какая логика И у этого И у этого Есть гренка То есть Фактически Мы проверяем Проверяем меткость Кому Нужны Килсы Всем нужны И Иман И А Иман Нужны Килсы То есть Первым Должен Получается Стрелять Иван Такая Вот логика И Не Поспоришь Ведь Иван Получает Килс Но я К тому Что Это Должна В теории Кидать Гранату Которую Не докидывает Поэтому Я Просто Просто Короче Просто Убей На 80% Молодец Все Вопроса К тебе Нет Да Ребят А можно Поряды Какую-то Очередь Соблюдать Ну Как Очень Просто Так Ситуация Не очень Хорошая Конечно Ж У тебя Есть Гренка Те Хреново Там Дверь Для этого Надо Флангануть По возможностям А дальше Ты что будешь Ну фланганешь Ну убьешь Даже Это Потом С тремя Сражаться Ну Самое Сейфовое Сейчас Отступить Как бы Это И ежу Понятно Но я Не еж То есть Реально Самое Правильное Нет Хотя Ну типа Вон туда Вот Обход Брать Того Кто Кто Вот здесь Вот С фланга Эти Подтянутся Вперед Дверь закрыта Они Мне не Видят Бла 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 Один Ход Мы тратим На То Чтобы Подойти А на Следующий Ход Уже В рывашке Кто-то Стоит Держит Дверь Двое Трое Выходит Сюда Но Аркада Есть Есть Еще Все Могу Обойти Этого С фланга Убить Если Не Попаду То Что Ничего Страшного Подходишь Добиваешь Гренкой А если И так Не Убью Не Страшно Подходишь Достреливаешь Но Там 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 Трое Да Нет Проблем Есть Проблема Ну Типа Отступаешь И Кидаешь Гренку Сюда На Двоих Какая Грязь Ну Гренку Кинул Ты же Не Убьешь Согласен А может Этим Не Короче Михаил Никаких Флангов Играя Сайфова Подходишь Так Например Да Да Дальше Этим Подходишь Так Ну Я хочу С лонга Зайти Ну Зайдешь Ты Ну Постреляешь Не факт Что убьешь А потом Его будут Видеть Все Вообще Четыре Человека Зачем тебе Это нужно И И Верно А этим Как быть Да просто Валить Дверь Открыть Открывать Нельзя То есть Надо в два Захода То есть Сюда Открыть Эту Дверь И Зайти К этой Закрытой Двери Да До Раз Надеюсь Ты путь Правильный Выберешь Тяжелый Какой На На Обл Не хочу Становиться И Сюда Тоже Не Хочу Становиться Тот Меня Может Увидеть Выбора Нет Окей Так Каждый Сейфовый Ход Ты Даешь Возможность Выстрела В данном Случа Стрелять Будет Только Один Ну Максимум Вот Этого Дальний По Не Будет Он Стрелять Вообще Можно В общем То Вот Так Нет Там Не Фул Укрытие Сюда Тоже Не Хочу Я Еще Мелд Не Собрал Может Он За Мелдом Побежит Вот Красота Будет Его Обойдут Здесь Как Пидать Надеюсь Его Увидят Вот Сюда Можно Метнуться Вообще Отлично Ну Давай Там Все 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 Четвертый Лишний Там Прям Не Всем Все Ухожу С Богом Четыре Четыре Человека Осталось Четыре Человека Из Во сне Этот Выходит Стреляет По Фулу Фулу Фой Я Я Выбежал Как Нибудь Вот Так Вот В Тыл Сразу К Чуваку Эй Ну Почти Почти Что Четвертый На полный Ход Ушел Под Полное Укрытие Вот Этот Товарищ Который Забудкой Он Был Ближе Как Всем Ближе Ну Просто Посмотрите Отсюда До Сюда Или Отсюда До Вон Там Вообще Жесть Я Допускал Что Этот Побежит Ко Мне Вот Этот Побежит Но Я Реально Очень Далеко Не Совсем Понятно Поведение Бара Нет Конечно Я Не Буду Снимать Галочки Я Буду Травить Даже Если Это Займет Все Время До Икс Кома Второго Ну Или Тупо Забью Но Снижать Стоимость Снижать Сложность Я Не Буду Снижать Стоимость Премиума Тоже Поехали Ну На самом Деле Помешал Все Шло Гладко Пока Не Появился Третий Пак Во Время Второго То Я Сильно Не Уходил Сильно Далеко Убил Первый Пак Хорошо Убил Второй Пак Замечательно Один Человек Из второго Пока Остался И тут Как бы Не совсем Удачно Вышел Третий Не совсем Вовремя Фулкавер Раз Ну Всеми Сюда Опа А мыл Тут Нет А вон Слева Вот Оно Что Михалыч Ну Делимся По Парам Стратегия Отличная Лучше бы Лонгвар Начал На классике Гораздо Интереснее Было бы Смотреть Чем Недели Трайд Первой Миссии Возможно Возможно Но Отступать Уже Некуда Понимаешь Лучше Вообще Если бы Абвер ХС Не стримил Я играл Варкрафт Например Ну Возможно Но Как бы Жизнь Она такая Как же Я не хочу Идти Ты вперед Может На крыше Пока не поздно Вот Зачем Я это делаю У меня Два человека Внизу К Мелду Побежали Остался Два лица Против Двух Я валю Даже Валить Некуда Пошла Аркада Где Отлично Вроде Не должны Успеть Добежать Я надеюсь Забирается На крышу Да ты Не Да Как Откуда у них ходы Я не пойму Шесть клеток же Шесть клеток Какого хрена Они бегают На Но неправильно Изначально Я тороплюсь Поэтому не увидел Что Мелд Не там Куда я бегу Потом Это гениальная Мысль Во всех Ужастиках Идиотских А давайте Разделимся Нам как бы Страшно Давайте разделимся И Вот он Результат Поплыл Да На самом деле Удар конечно Был серьезный Когда Тингмен Меня тут Раздраконили Это было Очень Ой Не надо Так было Бежать Надо было Бежать По Там же Опять Мистика Давайте уже Убивайте Тебе нужны Забытые герои Зофо Дмитрий Михайлов Да Возможно Нужно отношение К ним более трепетное Чем К Ким Кобре Так Нету там Мелда Он здесь Соответственно Обходим На первую На первую миссию Легко Сейчас Будет Все Вижу Тут много Полных укрытий Убежали Это тоже Фулл кавер Не сагрил Отлично Пять ходов Ориентировочно Ну Тут видно Много укрытий Справа они Внутри здания На том же месте И Мелд Показывает Прям чётенько Смотрим И ещё один Заметили Ну Отлично Тут укрытия-то Хорошие Посмотрите Какие классные Укрытия Шевелись Платва Так На следующий ход Буду собирать Пока Сделаю так Чтобы Как можно больше Народу Были На верных Огневых Позициях Потому что Подойдя сюда А потом Точно туда Я спулю Да Там Видите Всё В доме Подходим Мелд Один Спулили Три Сектойля Собрали Будем На верооч Вытягивать Их Камгетс Фух Надо бачком-бачком К второму Мелду Ходов Очень мало Учитывая Даже Необходимость Убивать Этот пак Укрытие Хреновое Ещё По сути Потому что Оно Разрушается Подходит Полуукрытие Стреляет Как? Такие Они Чё-то Зоркие Оттого Кстати Выстрела Не было Так Попробую Фланг Отличный Фланг Там Оверооч У этого Барсука Что делать? Вроде как Агрессивно Надо бежать А вроде как Я подставлюсь Отступай Один ход Потерпим А, ты тоже Видишь? Ну да Тебе же стреляли Вась Ханкер Оверооч 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 Там За дверью Стоял С овероочем Скорее всего Выходит Оверооч Отлично Три хита Хорошо Ох Подходит Ну где Оверооч Давайте Ребят Сейчас Блин Фланговать Да ладно Ты тоже Видишь Что ли Да вы Издеваетесь Заберите Меня Отсюда Заберите И попало Кританул И увидел В конце концов А место Хорошее На самом деле Для Введения Перестрелки Если С точностью Все нормально Молодец И дальше Стреляется Норма меткости Сам надеюсь Что оверооч Срафтан Точно С чем Смысл Карл Потому что Я стою Под фул Кавер Для начала Меткость У меня Не сильно Хуже На 5 Единиц У 3 Хуже У 1 На 10 Единств Выше Центр Ответьте Рейнджеру Ладно Давайте Побыстрому Попробую Вообще По Аркадим Потому что Чувствую Скоро Ужин И Надо Будет Прощаться Я хочу Хотя бы Первую Миссию Пройти Ой Как ты Бегаешь Валерий Наверх Там Полукрытие Это Чушь Ой Как мы Сегодня На Филменах Потерялись М Сам Виноват Так 5 ходов Есть Ок Подходим Раз Подходим Два Трис 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 Четыре Вот это Самое Идеальное Укрытие Вот эти Вот штуки То есть Если В Ханкере Стоишь Все Отлично Надо Наверное Всех На Линию Выстраивать Кто Выбер Это Хорошо Может Тогда Эту Подругу Тоже Поставить Сюда Мы Не Знаем Ее Могут Флангануть Что Тогда Провести Дальше В общем Раз Меня Не Спулили Ну К Тому Месту Где В Прошлый Раз Убили Отличная Идея Ну А Что Делать Как Бы Грубой Ошибки Все Рано Нет Если Мэлт Здесь Если Мы Его Собираем Мы Не Можем Ити Внутри Здания Там Какие Тактические Маневры Проводить Ага Никого Это Отлично Сюда Лучше Не Подходить Четыре Overwatch Один Мэлт Собран Справа В комнате Той Закрытой Трое Здесь Overwatch Французик Стреляет Будет Еще Кто Стрелять Четыре Overwatch Один Только Давил Достал Ну да Тут Дистанция Такая Что Хорошо Ну Здесь Ханкер Тот же Самый И Три Overwatch Я Ничего Нового Не Придумаю Гренки Нет Видят Они Только Одного Сейчас Будут Выходить Выходит Один Полукрытие Стреляет По Ханкеру Машина Загорается И Еще Один Пак Из Двух Человек Ребята Где Overwatch Ваш Дивизию Ой Там Как Они Стоят Эмейл Прям По Курсу Работаем Нет Какой Overwatch Откуда Не попадешь Я Говорил Блин Откуда Overwatch Вообще Гренка Туда Ну Смотрите Как Стоят Шикарно Ну Ну Как Сюда Можно Кинуть Гренка Еще Заденем Машину Которая Слева Еще Шикарно Поехали Так Отлично Ну Че Подходим Дальше Выбор Конечно Шикарный В плане Стрельбы Вот Здесь Бы Еще Флангануть Парочку Которая За Этой Машиной Или Просто Сесть На Overwatch А Где Тут Укрыть Это Не Нарисовано Что Это Машина Укрытия Вот В Этой Клетке На Этой Есть На Этих Есть На Этой Нет Что За Машина Так Странная Так Хорошо У тебя Что 50 58 70 70 Это Круто В том Случай Никого Не Это Самое А Он Просто Без Укрытия Тогда Стреляем По 70 Давай 70 Убивай Хорош Тебя Звали Маклеот Иван Получает Плюсик Первый Кстати Плюсик Ты Никого Не Видишь Но Можешь В общем То Сюда Добежать И Это Будет Фуловое Укрытие И Ты Скорее Всего Увидишь Кого И Тебя Не Обойдут Потому что Могло Зданием Да Отлично Выбор Хороший 50 57 И 30 57 Естественно У нас Идет Звать Тебя Рамос Давай Рамос Подвела Ты Меня Вот Этой Подругой Конечно Хотелось Бы Флангануть Но Из-за Такой Убогой Машины Я Пожалуй Не буду Вообще Выходить Никуда Буду Стоять На Овервоч И Улыбаться Ну А Куда Мне Выходить В конце Концов Можно Конечно Типа Пробежать Сюда Но Никто Не Застрахован Ну Я Не Застрахован От Того Что Там Пак Не Встречу Треть Последний Пошел Баф Слэш Лечение Слева Машина Должна Взрываться Если Они Будут Выбегать То Может Сработать Овервоч Слева У этих Полуукрытия Они Битые Ага Дальние Лечат За красной Машиной Этого Да ладно Неужели Фланг Не Может Быть Нет Полукрытия Так Взрыв Там Никого Нет Не Уже Никого Окей Что У нас За Ситуация Они Уже Ну Вот Здесь Товарищ Который Обходится Опять же Это Ковер Хреновый Эта Подруга Должна Что-то Делать Была В прошлом Ходу Но Давай За Полу Ладно Флангует Этого Раз Хорошо Минус Да Она Очень Сильно Сейчас Пострадать Будет Мы Конечно Поставим Плюсик За Убийство Но Вряд ли Будет Долго Жить Так Здесь В общем-то Можно было бы Снять стеночку И тогда О Вот Это Хорошая Тема Сейчас Подходим И снимаем Одну Геренку И две Стены Да Можем Не достать А если Вот так Подойти Тогда Достанем Это Будет Полу Укрытие Давай так Вот так Я хочу Смотреть Какая Классная Штука Снимаем Стенку И там И Правда Там Мы Не достаем Ладно Подожди Может Этот Сможет Отсюда Достать Он Поближе Ты Будет Да Просто Ранжа Гранаты Не хватает И У нас Три Человека Которые Могут Ну Гарантированно Этого Гранаты Убивают И Если бы Я Гринка Снял Стенку С того То А Я могу Граната Граната И выстрел То есть Этот Просто Снимает Убивает Гранатой Да Второй Тоже Кидает Гранату Третья Добивает Как Тебя Эван Еще Один Плюс К Эван Так Ты Видишь Толон И Вероятность Крайне Мала А Так У меня Второй Гранаты Нет Ну В общем То Все Закончили Как говорится Упражнение Что Делать Что Что Поэтому Можешь Пострелять Хорош А здесь То Что Здесь Увы Ничего Эх Вдруг По нему Будет Стрелять Но я не знаю Вдруг Припрет Хит Терпимо Пока Армор Ну вот Самый опасный Сейчас Момент Будет Потому что И угол Меняется И Короче Тут Ооо Да ты Вася Вася Отлично Мелт Прямо По курсу Остался Последний Пак Хочется Конечно Того Обойти Но Обойти Не Удастся Вижу Мелт Тот На Гранате На Одной Но Я Ее Не Докину До Туда И Чем Ближе Я Подхожу Тем Выше Вероятность Того Что Я Спулю Последний Пак Ооо Аа Ммм А Давай Поехали Как бы Вы Знали бы Вы Насколько Не хочется Мне подходить Близко Сюда Но Я должен Для того Чтобы Этого Убить Что Иначе Я гранату Не докину Я могу Не подходить Близко Я могу Вот так Подойти Минимизировать Вероятность Обнаружения Нового Пака Пошла Гренка Этого Будет Значительно Проще Добить Кем Мы будем Его добивать Какой У нас Есть Выбор Эван Хорош Эван Ну вот Марк Нулевый В общем Зеленый Какая Вероятность 70% Отлично Стреляем А тебе Нужно Иман Кого-то Убивать Не обязательно Но Ей бы По дальнему Пострелять Ну Ладно Давайте А как Почему Такая Точность Маленькая А потому Что Он Ранен Ой Ладно Попробую Снять Так Хорош Повышение У него За три Такилса А ты Стреляешь Как можешь А Гренка Не достреливает Но только машину Того Да На три хита Можно и снять Попадем Отлично Попали Но не сняли Один хит Может он спаникует Один умер Не Вроде не похоже На панику Полез на крышу Это скорее Тактическое Занятие Высоты Убей Бесс Ты видел вообще Один Несчастный Сектоид С одним Хитом Всю Команду В панику Просто всю Один только У нас Да Двое Живы Такие Вы не очень Иван Получает Четвертый Киллз Побежал За составом Я помню Что есть Еще Пак Перезаряжаемся Да Ваш Налево Ну дайте Придохнуть Ну Все за Столик Один Уселись Окей Я же Перезарядиться Не дали Кляк 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 Двое Похода Я думаю Уложимся Там Овервотч Или не Овервотч Какой Овервотч Там Два Ход Он Сделал Ханк Ханкер Ой Тебе Вообще Носа Не высовывает Отсюда Перезарядись Ханкер Подходит Подходит Барсуки Там Может быть Овервотч И нет Кстати Информации О том Кто Кто Бафает А это Значит Что он Может выйти В любой Момент Еще Ход Один Держимся Так Не должен Сработать Овервотч А ты Тоже Живи Держись Ну Ну это Понятно Ладно Вижу Обходит Слева Стреляет Баф Пошел Да Ешь Сейчас Увидим Да Как Ты Что Меня Услышали Что Ли О Как Они Это Все Четырюги Сузу Мибачи Поддержал Ваш Канал На Сумму 250 Рублей Миша Да Я тоже Хочу В команду Ну Пожалуй Хотя До Третьей Миссии Хэштег Пик Кажется Ты Последнее Место Занял Короче Этого Можно флангануть Этого Тоже Можно Флангануть Но Меня Тоже Можно Будет Флангануть Если Я Не Убью Этого Как Же Неудачно Это Выходит Как Мне Сделать Так Чтобы Этот Не Вышел Но Я Как Бо Еще В Дамках Оказался Здесь Слишком Много Тут Во-первых Дверь А Дверь Закрытая Тогда Может И Норм Эта Дверь Просвечивается Может Срывком Тогда Я Тому Спину Войду Аркадий Этот Не должен Меня Увидеть Тот Тоже Вроде Далеко Отлично Здесь С одной Стороны Они Близки К Обходу Я Бо Мог Сюда Подойти Прострелить Этого Я Бо Мог Сюда Подойти Прострелить Того Но Если Я Не Убью Стоп Почему Я Не Могу Вот Сюда Зайти И Прострелить Этого Странные 55 Я Ранен Еще Кстати Я Слабенький Тут Но Попадаю Минус 2 Норм Че А Кто Ты Был Как у нас Там По Киллсам Эван Да Эван Ты Задрал Уже Шестой Киллс Мне Не Хватает Для Званий Киллсов Эван За всех Работает Ну И Неста Ладно Без Киллсов Марк Должен Сделать Киллс Вот Это Товарищ Должен Должен Убить Давай Тогда Сюда Глядишь Он С Флангой Убьет Давай 75 Леткость Согласен Он Не Движит Не Не Движит Стоп Клетки Научись Считать Михаил Все мы Закончили Должен Я Пути Должен Должен Вы Молодцы Штурм Один Лаборатория Все готово Ждем Вашего Сигнала Только Скажите И мы Сразу Начнем Работу С Новыми Предметами Я Не Понимаю Эту Игру Понимаете Когда Человек Промахивается 75 77 Два Раза Подряд А другой Попадает Невероятно Последнем Ходу На 21 Ты Перестаешь Вообще Серьезно Воспринимать Эти Числа Потому Что Они Ни Черта Не Значит Просто Ничего Ты Не Можешь Им Доверять Если У Тебя Не 100 Плюс Как Все Фигня У меня Двое Раненых Это Загубленный Трай 10 дней Снайпер Снайпер 83 Командиру XCOM Просьба Прибыть В Научную Лабораторию Командиру Лабораторию Эти Еще Без Званий Мы Приступим К работе Как Только В Казарме Есть Бойцы Достойные Хоть 70 Есть Один Второй Более Менее Третью По морали Фиговый Короче Нет Третью Это Не Там Продолжим Следующий Раз Сегодня Было Много Конечно Интересных Моментов Очень Много Почему Реаль Летим В Китай Там Сейчас Неспокойно Двое Отдыхают Следующую Миссию Мне Нужно Играть Без Тяжа И Нет Звания Еще Штурм Один Ответьте Центр 70 Ок 60 Фигня 65 Бога 60 Бога Ну Короче Попробую Натравить Команду Которая Нормальная И В Следующий Раз Уже Буду Или Сейчас Пока Там Женя Ужин Да Разогревает Может Попадемся На Толковых Пацанов Блин Ну Это Конечно Такая Хрень Местами Эти Промахи Колоссальные Надо Либо Выборку Больше То есть Большое Количество Народу Больше Вариантов Там Ну Грубо говоря Больше Выстрелов Тогда Подобного Рода Промахи Будут В Сглаживаться На 55 55 Лич Кинг Что Там Опять Пеку Да Это Конечно Короче Я знаю Что нужно Для Успеха Следующая Трансляция Мы С Первой Миссией С Хорошими Бойцами Начнем С С Легендарных Героев Это Сокол Дмитрий Михайлов Следующая Операция Лефанда Скорее Всего Может Леша С Кошкой 60 70 60 60 Леон Жирает Плохо И Вредно Для Здоровья Спасибо 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 Что Беспокоишься Или Умничаешь Пока Нет Проблемы Все Ок Назовем Выберем Четырех Самое главное Чтобы Чтобы Не Терять Солдат Нужно Их Любить Нужно Их Любить И Ценить Вот Когда Например Ты Называешь Человека Фархима То Ну Как Ну Окей Побежали В Разведку Кинг Кобра Терех Уж Шестьдесят Пять 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 Семьдесят Нет Шестьдесят Плюс Хочу Выше Средних Значений Иначе Не Затащить Они И так 75-77 промахиваются ты 80 правда все промахивается если повторюсь не соточка то никто не застрахован от промаха галки игры вы представляете что значит это значит что учитывается то как противник стоит по отношению к тебе и укрытию то есть если ты стоишь за укрытием но противник и и противник стрелять прямо вот вы на одной линии то вероятность не меняется если начинает обходить как бы ты появляешься из-за этого укрытия то вероятность увеличивается причем это работает и для тебя и для его следующая операция пройдет в японии но интересная карта кстати 60 меткость ну что же вы делаете это мне 182 60 столько хорошей команды значительно лучше чем эти были и все равно не все равно гуф клево это еще не дошел до переходного сложного момента когда надо будет запускать сразу минимум 8 спутников то есть копить бешеное количество бабла закупать спутники единоразовых выпускать а потом ни одного из них ни одного ни один из спутников не терять это будет дичь австралии отправила уже несколько запросов смысла ставить галку чтобы генерить подходящую команду тоже малая резон на самом деле ну то есть я согласен можно было просто взять дефолтную команду 65 но иногда то хочется там 70 80 понимаешь но когда тебе дают ниже среднего там 50 55 60 65 как сейчас как бы обидно получается просто обидно и ты знаешь что у этой команды вряд ли счастливое будущее то есть этот штраф на минус 15 на минус 20 он не будет очень долго чтобы такую точность наверстать нужно там три-четыре звание получить 45 скорее поэтому это это мне не поможет скорее всего то есть шансы сейчас у меня есть если будет команда выше среднего только так летим в китай там сейчас неспокойно карта помните сегодня шикарный было и центру 75 отлично 70 хорошо 50 5 ну как ты 80 ну короче буду с этой к тимой заменил одного упыря не будет у него kills of буду скорее всего с этими но 80 75 70 отлично ну или просто перегенерил когда вас не будет чтобы не ворчали благодарю за внимание запись локальная есть сейчас я поставлю заливаться на youtube и вы сможете эту вторую часть трансляции это вторая часть не 3 2 посмотреть завтра днем на ютубе спасибо будем пытаться спасать землю дальше дело непростое но должны должны